Привет! Уже там поздоровался практически персональность со всеми, кто что-то отписал. У нас беда! У нас десяток бойцов ранены. Я отправил небольшой отряд из шести человек на колонну, и тут же мне прилетела атака на регион. Это нового типа миссия. Я её видел разок у Космикор на трансляции. И там будет жесть. Короче, мы прерываем... Короче, на регион напали. Напали с Северной Америки откуда-то. И поэтому я, собственно, не... Ну, надо сейчас на всех регионах вообще четырёх людей не жадничать, сделать разведданные, чтобы не было нападения там из Южного, например, вот отсюда вот. Просто не пожадничать, потому что четырёх человек уже есть хорошая вероятность, что ты словишь вот рейд. Поэтому я, учитывая то, что четыре региона подключил, отправлю-ка я четырёх на разведданные стабильно, пусть они там сидят. И здесь тоже четырёх. Хотя здесь-то не нужно, тут уже смежные регионы не нужны. Так раз пусть материалы все фармят. То есть именно на регионах, которые непонятно с кем там, за смерженным. А тут да, тут беда. 15 часов у нас остаётся. Лерии материалы. Я предлагаю слетать на чёрный рынок сейчас. Продать на 300 где-то всяких. И понапокупать, возможно. Элитный приклад не нужен. Гранатомётчик. Продвинутая адаптация. Направленный щит. Резкое зрение. Планшет лазерный, модифицированный. А нечего покупать. То есть покупать, скорее всего, надо будет мне производить что-то. Давайте попродаём трупы. И прочую хрень. Трупы солдата. Какое-то количество продам. Я ждал хорошего спроса на трупы солдатов Адвент. Понимаете? Не дождался. Труп вайпера тоже, видите, как тут. Труп копеечка немножко. Труп мутона по десятке. Ну, месяц скоро закончится. И, может быть, на кого-то нам повезёт. Вот. А народу у меня на эту миссию очень мало. То есть реально там еле-еле эти 12 человек набираются. Или сколько там максимум. О, нет. Тут максимум вообще 12. Ладно. Алиска специалист. Там миссия. Толпа народу на карте. Подкрепы регулярные. И необходимость уничтожения передатчика. На передатчик можно отстрелить снайпами. Единственное, что ниндзи надо подсветить. Хотя у Космикора была тема, что можно было без того, чтобы ниндзя добежал до передатчика по нему пострелять. Бак это не бак. Я не знаю. Но. Короче, я попробую им не пользоваться. Учитывая то, что есть возможность взять ниндзю. А то и двоих. Видите, сколько раненых. Вообще капец. Раз, два, три. Это всё из топовых. Четыре, пять, шесть, семь. Скра раненая. Мне реально сейчас придётся набирать из нубасов. Брюса берём. А мне кажется, что Брюс уже чуть ли не максимальный по способностям. А, предпоследний. Ничего себе. Вот это да. То есть реально Брюс сходил на две миссии и не получил левелап. Я уже думал, что он последний. Но тут ещё есть обилочка. То есть безумие, слияние, кража. Стаси, спасение, слияние, запал, нулевой удар. А может быть и... Вот я не понимаю. В некоторых вариантах есть два. На одном левеле два навыка. А в некоторых нет. Привет, чатик. Друзья, здравствуйте. Я отправил тебе деньги. Их списали, но тебе не дошли, что ли? Никно. Ну, сейчас мы можем проверить. Никно. Ну, как такое бывает? Никно. Сейчас посмотрим. Никно. Сто рублей. Никно поддержал ваш канал на сумму сто рублей и сообщает. Не озвучилось просто. Чемангер, мы тебе поможем. Пил, 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 пил. Да. Короче, собираем уже нубасов. Ну как там, поми идёт, ниндзя. Он в любом случае нужен. Скорее всего, разрушители надо брать, потому что они... Искру возьму. Ну, 9 хитов, плюс можно починить. Обязательно Искру берём. Блин, тут вообще народу-то нету. Есть. Есть нубас псих. Ещё их одеть же надо. Ну, сейчас будем тратить. Да, вообще псих нубас. Но она очень перспективная. То есть у неё псионика на этом левеле 74 уже. А вот опова 103. Карасик Рейнджер очень-очень. То есть у него точность никакая. И на этом, собственно, мы крест поставили на нём. Дмитрий Михайлов вроде неплохо там прокачан, да? Нет, он вообще нулевой. Может, из обучения вытащить. Не понял. Внимание, офицер уже назначен. Я не понял, а где... Как я Аркашу-то назначил? Может, у меня где-то миссия есть? Ещё какая-то... Как-то назначен уже офицер. Аркашу, типа, можно взять. И Петра можно взять. А, типа, офицер уже назначен. Ну, он же мне не даёт всё равно их выбирать, даже несмотря на ранение. Вот интерфейс. Я понял, да. То есть, типа, нельзя брать ещё одного. Но на самом деле его нельзя брать не потому, что офицер назначен, что там ранение. Блин, тут нулёвые остались. Разрушители. Ну, разрушители, по крайней мере, точные. Я, наверное, гранатометчика возьму. Я его как качал? Гранатометчика качал на урон. Но учитывая то, что тейки нет, будет что ему накидать? Капец. Вообще никого нет. Просто. То есть, это точно, вот точно, больше я никого никак не могу, ниоткуда. Я могу его вытащить из... Ну, тут так себе. Снайпер назначен. Элаяр, штурмовик. Да, в убежище у него вообще нубасы. То есть, надо выбирать из этих. Гранатометчик, разрушитель или... Или пулеметчик. Давайте я последнее место пока оставлю. Сниму сейчас всё. Посмотрим, что у нас там есть по эквипу. И есть какое-то количество бабла для того, чтобы произвести, эквипнуть. Итак, ключевое. Ключевое, это, конечно, овервочин-то и наши товарищи. Потому что, если-то речь идёт о подкрепках, значит, надо будет стрелять сходу. То есть, это снайперы, это двойные овервочи. То есть... Алиски, я так и подбиваю от меня. Алиски вместо черепного бура поставить... Поставить зажигательный, потому что она страшная. У неё ещё зона поражения. Но, учитывая то, что у меня нет гранатометчика на саппорт. С синим экраном имеется в виду, да, ведь? Может, и есть. Но начальник, кажется, тоже этот... Да, он дамагер. Он дамагер. Блин, вот как мне не хватает этих двух полканов. Аркаша и Петра. Они такие гранатометчики классные. Там игра меняется просто, когда ты их берёшь. Да. Ладно, оставим пока специалиста с черепным буром, для того, чтобы более вероятно выключать и захватывать дроидов. А вы, Мария, с увервочем хороша, с двойным выстрелом, с зажигательными? Здесь пекарь. Пекарь. Бомбит. Зажигает. Окей. Ухолли. У нас шквалочка, да? Сапресс. Гремучая смесь. Так себе. Ну, холли, конечно, нужно одевать. Безусловно. Боевой костюм. Пушка Гаусса. Штурмовая пушка. Обязательно зажигательные патроны дракона. Вообще топовые. На прошлой трансляции мы открыли... Я открыл для себя эти патроны. Они просто прекрасны для страты с... Особенно для рейнджеров. С овервочами. Вообще дикая штука. Мега-мега штука. Так, ну защитный жилет просто для сопротивления в яду и прочей хрени. Моды... Это отдельные песни. Я бы ей дал моды, но не элитные, на настройку с пуском. Модифицированная настройка с пуском. Ладно, модифицированная расширенная, модифицированная автозаряжение, это понятно. И модифицированная настройка с пуском. Привет, пельмеша. Привет, блюз лайф. Хами их, я хороший. Здравствуйте. Грандомерчика на черном рынке купил. Он все равно... У него все равно не будет... Хотя это хорошая идея. У него не будет синего экрана, но у него, по крайней мере, светошумы будут. Да, его мы сразу можем выкачать. Хорошая тема. Давай-ка я сразу туда слетаю. Там за 65 баксов продавался гранатометчик. Я думал, брать, не брать, что гранатометчик у меня валом. На самом деле они там трое-четверо ранены, а двое неправильно прокачаны. Поэтому берем гранатометчика здесь. Возьму мод заряжения, потому что стоит копье. Я не уверен, что мод автозаряжения у меня есть. Кажется, там что-то заканчивалось. Эй, хватит. Привет, слайф-дилер. Всем, друзья, привет. Я прошу прощения, что... Да куда ж ты? Я нажимаю... Не туда. Вот нам куда надо. 11 часов осталось. Если я эту миссию не выполню, то... Ну, во-первых, я потеряю отряд. Во-вторых, я потеряю регион. Потеряю Нижай и 13 человек в этом регионе. То есть это... Это... Вы понимаете. Так, хорошо. Штурмовые, штурмовые. Грянки. Вот эти 4 человека, они, конечно, хороши. Рапонга тоже туповый снайпер уже. То есть элитный прицел, элитное расширенное, модифицированное автозаряжение. Если есть элитное автозаряжение, то лучше ей взять. Потому что этот снайпер на серию может помочь. Искра на починку. Искре. Слушайте, а Искре-то пушку... А, пушка я пока не могу. Да, у нее продвинутая броня, экранированный новый бит. И штурмовая пушка. Рельсотронная пушка тоже поставлена. С Искрой все в порядке. Плазменное оружие мы сейчас исследуем. Остается несколько дней. Дальше, конечно же, Пси-агент. У Пси-агента со стрельбой все не очень хорошо. Есть средние моды. Так, тут гранатометчик, кстати, довольно плотный. Точность средняя. Главное, что у нас будет возможность ее прямо сейчас повысить. И мы ее делаем на быстроразвертывание на сапгренке. Прикрытие дополнительное. А, и синий кран есть. Вот это очень важно. Благодаря бомбам синий кран я смогу специалисту чистой совести вместо бура дать те же самые патроны дракона. Потому что у нее есть страж. Она на овере будет стоять. А синим экраном она без бура сможет нормально ломать. Взлом там 102. Этого под гренкой должно хватить. Естественно, нужно тут выдать только просто светошумы. Только светошумы. Наиболее эффективные и универсальные средства вообще. Дадим ей еще сверху гранатомет. Единственный, который сделали. Боевой костюм. Винтовку Гаусса. И штурмовую пушку. Сразу же такая серьезная проблема для эллионов возникает. Конечно, стоит накинуть ей по крайней мере стандартные моды. Желательно тот же с акцентом на овервотч. То есть, модифицированный и расширенный магазин. Модифицированная настройка спуска. Три штучки настройка спуска осталось. И модифицированное автозаряжение. Специальный боевой модуль тоже можно выдать. Тем более, как видите, здесь у нас приличное количество. Стандартную защиту можно на четверочку дать. А можно дать боевой азарт. Хотя она не так будет часто убивать. Железная кожа вряд ли. Вот вообще внимательность хорошо. Добавляет 15 к защите, 1 бронейка в режиме наблюдения. Рейнджеру дать такую штуку. Но там мега точность у него. Поэтому... Но это хорошая штука. Железной кожи нет. Поглощающее поле вряд ли. Да, здоровье просто накинем. Здоровье мало кому я юзаю. А тут может помочь. Еще 4 места вакантно. Понятно, что мы берем поми. Желательно ему дать кобру, если есть она в наличии. А кобру, кажется, я сбагрил кому-то. Значит, броненадзирателен. Естественно, термо, эти топоры. Естественно, усиленные. Естественно, хранитель теней. Ой, морозочка же еще. Может даже третья не брать, для того, чтобы мобильность не терять. Мобильность 16. Ему нужно будет бежать вперед, 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 вперед. Или даже накинуть ему персональный боевой модуль на мобильность, если у меня такой есть. Плюс 2 мобильность, прекрасно. У него там, конечно, экстренная стабилизация, но я думаю, для ниндзи мобильность будет важнее. 18 плюс 1, прекрасно. Почти максимум, максимум 20-очка, кажется. Мод глушитель, это все чушь. Оружие ему не так важно. Можно, конечно, убрать пушку, поставить, по крайней мере, вместо... Ну, короче, пистолет-пулемет гауссовский. Пистолет-пулемет. Кобра у Брюса сейчас можно обменяться. А, Кобра у Брюса. Брюс уже у нас псих в Кобре, точно. Да, Брюса, конечно, лучше поставить стандартный доспех, а ниндзю отправить с другим армором, естественно. Потому что задача Помми будет добежать до передатчика. Ему нужен крюк, ему нужна дополнительная мобильность. Ему... Он, по сути, будет важную часть задания выполнять. 18 плюс 3 мобильность, ничего себе. 21 мобильность, такое бывает? Давайте я возьму все-таки ему что-то еще. Из серии... Доп-армора. Доп-здоровье. Отлично. А то, армора у этого... У этой пушки нет. Ну, учитывая то, что... Он все равно будет воевать, я ему стандартные моды дам. Тем более, модов, видите, как приличен. Модифицированный... Настройка спуска. Предпоследняя, кстати, настройка спуска. Там элитные есть. И дальше нужно выбрать нубасов. Скорее всего, разрушители пойдут. Потому что, как бы, рокет он и в Африке рокет. Два разрушителя. А последний кто? Либо псих. Псих на прокачку, да. Псих на прокачку. Там и нейрохлыст. Тоже усиленные бронеплиты. Боевой костюм пока не надо. Винтовка Гаусса, да. Улучшенный пси-усилитель. Кстати, Брюсу надо пси-усилитель улучшенный дать. Нейрохлыст для эффективности. Светошум можно оставить, на самом деле. Вообще, можно гренадеру дать все-таки заморозку еще. Я не знаю, как там будет инициация на старте. Или не будет. Модифицированный прицел. Там элитка есть. Классно. Надо сейчас рейнджерам моды подавать. Убедиться в том, что там все хорошо. Так. Да, пожалуй, сделаю морозную бомбу. Одинарную или двойную? Лучше, наверное, одинарную. Учитывая то, что мы будем использовать это для инициации в первую очередь. Поэтому сюда ставим светошум, а сюда ставим морозку. Ну, гренадеру, конечно, лучше давать морозку. Потому что и рейндж у него больше по умолчанию. Благодаря улучшенному гранатомету рейндж больше. Штурмовая пушка. Так. Разрушителям обязательно костюмчики. Костюмчики. Нас будет много. И это, конечно, радует. Кстати, у нас же еще перчатку можно сделать, да? Перчатку можно сделать. Сейчас посмотрим, что можно на наши средства приобрести. Желательно, конечно, сильно не тратится. Учитывая то, что на подходе у нас Астарт без стелса. Ясно. На подходе плазмы. Не хочется сейчас деньги сливать. Вот в чем дело. Копьё, большой бум. Взрывная работа, диверсионка. Я думаю, сюда нужно плазменные грянки давать. Какие-нибудь кислотные бомбы давать. Керамические бронеплиты бы апгрейдить. Слушайте, а я могу сделать уже топовые эти бронеплиты? Или я... Нет, только усиленный костюм. Короче, один боевой костюм точно. И парочку вот таких вот, потому что их не хватает. То есть психу все-таки сделаю броне костюма, а не броню хищника. Ну, стыдно просто с таким... Вместо осколочной штурмовую. Светошум. Персонально-боевой модуль. Ой, тебя бы я тоже как-нибудь собезопасил. Учитывая то, что ты у нас такой псих. Весь псих не на псих тебе нужно, а что-нибудь... Либо экстренная стабилизация, либо даже внимательность. Чтоб тебе армор добавлялся на Overwatch. Хотя Overwatch у тебя редкий. Да, я защиту на 7 арт. Окей. Псих хороший. Это третий псих. Перспективно его нужно качать. Ох, помимо лонгвор, какие моды используешь? Ой, я не знаю, если честно. Давно их ставил, давно не менял, поэтому сказать не могу. Там что-то в комментариях оставляли по модам, что-то... Так, вторую перчатку. Здесь тоже нужно плазменную дать, гранату. А может даже и вторую плазменную гранату. Сделать, собственно, вместо керамических бронеплит усиленные бронеплиты. Накинуть стандартные моды. Да, долго занимает, конечно, подготовка, но миссия важная, опять же. И народу, видите, как много на этой миссии. Так. Мод прицел пусть будет. То есть два разрушителя, да? Плазменные гранаты, кислотные гранаты, ракеты. Здесь штурмовая пушка. Хорошо. Очень хорошо. По настройкам спуска, элитным и прочим. Сейчас вернемся к топовым нашим товарищам, потому что мне кажется, что где-то я моды не накинул. Главное, чтобы у специалиста была элитная настройка, элитный расширенный магазин, элитное автозаряжение. Прекрасно. Здесь тоже самое элитная настройка, элитный расширенный. Мод заряжения пойдет. Холли. Холли, в принципе, тоже элитную настройку спуска лучшим. И элитный расширенный магазин. Элитный расширенный. Элитная настройка спуска. Хватит. Ну, потому что у нее тоже, как бы, и подсопресс нужный, в общем, есть. Так, Искре, к сожалению, не выдать ничего. А тут нет дополнительных обилок под... Так, надо здесь броню еще обновить. Сделал же, не зря же сделал, правильно? Лишний один произвел, кажется. Проверяем у всех эквип. Разрушителей много, но Overwatch не так много, к сожалению. А, у Алиски спец, Гремлин, да, Гремлин точно первый у него. Хотя плюс 20, Гремлин второй. Штурмовая пушка есть. Бластеровую ракету можно дать кому-то из... Бластерка хороша. Да, бластерку, да. Бластерка хороша тем, что любую точку может. Элитный расширенный, просто первый, второй. Примотанный к первому изолентой. Да, наверное. Короче, много АОЕ, потому что как бы по-другому... Ну, нет у меня больше никого. Захват, светошумы, гранаты... Дымов нифига нет. Дымов нифига нет. Ну, есть только один у снайпера, можно еще один дать. Я не знаю кому. Псиагент, пожалуй, дам дым. Вроде все... Брюс хотел обновить что-то. Да, Брюс я хотел обновить... Псиусилитель, если он не обновленный. Он у него обновленный. Можно Брюсу боевой костюм тоже сделать, на самом деле. Чтоб он вжухал тоже этой... Да, давай не будем экономить на здоровье. Боевой костюм лучше поставим. Он, конечно, похуже в плане ХП и защиты, но зато... Штурмовая пушка как раз есть последняя. Она того стоит. Итак, у нас 12 человек. Защита региона. Это атака на регион, уже на освобожденный регион. Новая для меня миссия. Отразите штурм Адвента. Активные значительные. Будут у нас подкрепы. Ка, спасибо, привет тебе. Еще надо занимать позицию. У меня всего один снайпер. Может, пока не поздно возьмем второго снайпа, учитывая то, что там нужно передатчик отстреливать. Хотя, если методично стреляет, то одного снайпера-то хватит. Хотя, такого снайпера может не хватить. Не, хватит, хватит. Хватит. Хватит? Гранатометчик, перебор. Сейчас посмотрим. У нас вроде был нубас-снайпер. Да, у него только смерть с небес. Это вообще ни о чем. У меня был еще один снайпер, но он был наводчиком. Он так себе. Возвращаем гранатометчика, в общем. Гранатометчик. Да. Алексей Дип пишет. Не, хватит. Раз так, поехали. Короче, задача какая. Ниндзя, бежим к передатчику, занимаем всеми позицией, как-то аккуратненько. Там нужно подсветить передатчик. Не уверен, что там работает тема с тем, что его можно сразу по нему стрелять. Возьми рейнджера. Там рейнджер косует 65 меткости. И он прокачан на дробовики. И он не прокачан, в принципе, серьезно. Остальные все рейнджеры ранены. Сиктопот говорит, помню, как ты гуфнул Трайча Мандра. Привет, Джокер. Почему чатик так уверен, что это гуф? Ну, потому что я все, что мне есть, послал на миссию. Потому что эта миссия сложная. Народу изначально много. Подкрепление есть. И нужно еще передатчик уничтожать. Но, повторюсь, если ниндзя добежит до точки и подсветит передатчик, или у нас будет возможность изначально по нему с какого-то строения стрелять, то наша задача будет просто принимать, короче, паки. Принимать паки. И те, которые на карте, и те, которые на подкреплении. Посмотрим. Иск, привет. Призрак коммунизма. Тарелка была... Да, тарелку ушатали вчера. Тарелку ушатали с парой ранений. Ой, что это такое? Приземление стремное. Я вижу сразу строение. Так, и смотрим, что вокруг. Ой, тут мэки еще. У меня же два мэка здесь. Ой, пак, пак. Много паков и передатчик. У меня же тут два мэка. Два мэка. Вон они. В этом регионе. Так, друзья. Ну, тут-то понятно. Мутоны, мутоны. Куда вставать? Вперед или все-таки назад? Сзади нет строений. То есть мне в любом случае забираться на это здание. Причем мне сразу же подсветили, что здесь какой-то пак. Здесь пак. Ну и тут толпа народа. Я думаю, надо делать разведку мэками в первую очередь. А, у нас еще спасите. Как можно больше повстанцев? У нас 13 повстанцев. Ё-моё. Я вижу только одного. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Все на площади. Такая грязь. Так, я предлагаю взять ниндзю для начала и сразу им с его мобильностью прыгать на крышу куда-нибудь и обходить как-нибудь справа. Потому что вот здесь были паки, да? Здесь были паки. Собственно, пак здесь. Я не видел, есть ли справа кто-то, но ниндзю, я полагаю, нужны. Нужно как раз проводить разведку и использовать то, что у нас есть кошкам. Только не торопись, Миш. Ой, там кто-то мелькнул. Кажется, двухбронированный дроид вот здесь вот был. Так, ниндзи, я больше подходить не буду, друзьям. Сполил, кажись. А кинг-то довольно плотный, три хита у него всего. Как так успели? Тут же можно вышку бить снайпами даже без вижена. Да, когда Космикор проходил, такая возможность была. Я не уверен, это был баг или не был. Не было это багом. И пофиксили или не пофиксили. Поэтому я взял с собой с ниндзю и... Ну, я не хочу на полухода снайпом подходить. Вы бы знали. Стоит ли пытаться Мэком как-то... А я думаю, да. Пробуем пулить в пак. Это искрайний Мэк. Вот это была ошибка, кстати. Кажется, здесь, на втором этаже просто. Но поэтому я их не вижу. Сейчас, я думаю, мне не стоит дальше подходить сильно. То есть, да, стоит подвести там пулеметчиков. Снайперов чуть поближе, чтобы через ход хотя бы встать на позицию. У нас есть кошка? Есть. Ну вот. У Поми кошка. У Поми чарлик. Но здесь он выступает с котом. Так. Гренадёра, пожалуй, всё-таки поближе. Невзирая на то, что это как бы полходом. Ближе его сейчас лучше не подходить с остальными, потому что уже и так мы много... Так, это псих. С другой стороны, вставать на овер, чтобы этого дроида ушатать. Это как-то... Ладно, делаем по вероочию. Ниндзи, не иду вперёд. С Богом, друзья. Те же повстанцев ещё шатать будут. А вот дроид. Инженер. Мутон милишный. Нифига себе, пак. Ну хорошо, что по этим мы начнём стрелять. Дроид очень нужен. И Мекан чуть-чуть по... Это самое, подчинить. Ребят, стреляем, стреляем. Как лагает. А, у Космико тоже лагало. Именно этот уровень жутко. Да, да. Так что прошу прощения. Это как бы неоптимизированный уровень. Зажгли мутона. Инж вышел. Фуллкабра второй этаж. Дроид спускается. Его сейчас будут ушатывать, к сожалению. Десятка минус дроид. Так вот. Так, здесь убивают наших повстанцев. Там их много. Жалко их, конечно же. Да. Да. Там стёкла бьют. О, пак спулили. Офицер. И плюс два. Ещё овер от Искры. Не попадает. Искровый. Стрелок, да? И справа ещё пак. Ох, ты ж ёжик. Мэг следующего тира. Четыре армора. А, нет, этих мы не спулили, потому что это Ниндзи подсвечивает. Хорошо. Блин, стреляют. Нет. По Искре урон. Блин, мне вот этот дроид бы помог. И мирного ушатывают. О-о-о. Да тут хаос. Минус два мирных. О, у него хорошая реакция. Он три овероотча делает вообще тоже. Короче, я снайпа не могу подставить нормально, потому что у меня тут паки со всех сторон. Класс. Кенг раненый. Ниндзи смысла нет подсвечивать сейчас, потому что у меня проблема. У меня три пака перед глазами. Могу попробовать правый пак заморозить до того, как они меня увидят. И мне не хватит клеток. То есть смотрите, какая проблема. Ладно, мутон, но хотя ему огонь, ему пофиг на огонь, он все равно будет бить меня. Его надо ушатывать. Вторая проблема – гранатометчик, который по-любому достанет свой ход по мне. Третья проблема – это вот этот вот пак, который спулится в следующий ход, скорее всего. И четвертая проблема – три человека с овером, которые стоят вон там. То есть чисто в теории я должен сразу, превентивно этот пак принимать как-то. Просто пулить его. Да, наверное, сейчас первично. Просто если я каким-то образом... Если я сейчас не буду пулить этот пак, не буду его убивать в этот ход, то следующий ход, он просто с агрессией может меня с фланга пострелять очень сильно. То есть там уже идет рандом. Будет он стрелять или не будет. Так что, скорее всего, надо делать всякие овердрайвы, осколочными пушками пулить этот пак, сбивать гранатометчика, закидывать сюда светошумовую какую-нибудь. Так, что у нас идеально для инициации справа? Можно светошум. Во-первых, ты достанешь светошумом. Во-вторых, ты можешь мэка выключить с хорошей вероятностью тогда. Но если будешь выключать мэка, то, соответственно, у тебя специалист не будет под... Скорее всего, осколочной пушкой надо вжухать. Это минус армор, это сразу гарантированный урон по-троим. То есть надо, по сути, выбрать того, кто будет вжухать. Мария Шишина на роль вжуха вообще не подходит. Саб тоже мне пригодится. Искра может, потому что она и так видна, и она должна достать. Она достает. Разрушителем бронебой в передатчик. Разрушителем бронебой в передатчик. Передатчика из броня. Очень интересные советы им идут. Короче, пошел овердрайв для начала. Вообще, искру надо уже прикрывать. Будем ли мы на... И никаких овервотчей сейчас не надо. Овервотчей только под конец ходом. И внимательнейшим образом. Можно им мэка подставить. Но для начала, пока они не разбежались, желательно сделать штурмовой пушкой вот так вжух. А, бетонобой! Так у меня нет разрушителей с бетонобоем, насколько я понимаю. Пекарь ранен, лука учится. Откуда вы взяли бетонобоем? Нету, нету. Нету. У пекаря даже он не докачан. Да бетонобоем. Ну что, агрим, агрим. Еще трех. Ну, потому что они все равно во фланг ко мне выйдут. Следующий же ход. Это будет рандом. Главное, чтобы ниндзя там не упал. Все, сняли армор. Тут борьба за выживание пошла. Армор добавился. Продвинутые мэки. Возможно, еще одна осколочная, но уж больно они хорошо стоят. Ну, либо рокет закинуть. Рокет желательно закидывать артиллеристам, чтобы оставались еще опции. Артиллерист у нас только пекарь, насколько я помню, да? Да, артиллерист у нас пекарь. Ну, здесь хорошо, в общем-то, заходит. Камера надо снимать. Хотя там часть флангуется, в принципе. Не, особо не флангуются. Мэкам можно подойти, конечно, пофланговать. Поубивать. В общем, мэками надо танковать. Да, тут не нужна ракета. Мы не так справимся. Ну, чего тут? Один фланг. Раз. Правда, я не знаю, что у мэка за... Ой, там такой урон. Там же пушки базовые. Может, даже ракетой закинуть лучше. Чтобы нашему было проще стрелять. Ну, ракета только один заряд. Это плохо. Или не пожалеет ракет. Не пожалей ракет. Не пожалей ракет. Полходика, разрушитель, поехали. Хорошо. И теперь как бы можем и добить. Мэком, если попадем, уже такое количество хп, что... Одного и так разорвало от ракета. Мэк добивает на шестерочку. Так бы не получилось. Так, ну, смотрите. Гранатометчик настораживает. Но сюда ориентировочно мы делаем светошумовую. Снимаем оверс, закрываем этого. Здесь бы этого сбить. Он стоит на этой клетке. Плазменные гранаты ему под ноги. Может решить проблему. В принципе, это... Это можно устроить. Так, можно мэка долбануть гренкой. Я бы поставил, на самом деле, второго мэка на танкование. Потому что они мне... Правда, у него там двойной овервотч. Наверное, вот так вот я подойду им. Чтобы овер не сработал. А я бы смог либо посопрессить, либо рокет покидать. Но рокеты тут не очень хорошо заходят. Потому что не заходят они вообще. Так, ладно. Что мы делаем с мэком? У него порядка 20 хитов. Это серьезно. У Холли зажигательные патроны. Кстати, она может вжухнуть тут подвоим. И давай с гранатометчиком сначала разберемся. Потом нужно с этим, с мутоном разбираться еще. Да, дальних оставь пока в покое. Оставь их в покое. Ничего, Игоряк докинет гренку? Вряд ли. Даже близко нет. Тут, скорее всего, надо стрелять либо по мутону, либо по этому. Хром 6-9. Ну, пекаря нет. Овер-овер-вотчер. Рокет тратить не стоит. Других он не видит. Поэтому поехали. Попал хорошо на девятку. Очень хорошо попал. Так, снайпер. С одной стороны, это ваншот. С другой стороны, хотелось бы все-таки забраться наверх. Забраться наверх, это значит снять овер-вотч тройной. Вообще не очень идея. Так что лучше-ка ты берешь просто и ушатываешь, находясь за полукавером. Полукавером, точнее. Так, отлично. Еще крит. Из актуальных у нас остается две проблемы. Милишный мутон и гренадер. Да, там есть дальше товарищи, но первичные, конечно, эти упыри. Кинг может разок стрельнуть, может поставить защиту себе. Выстрел хорош тем, что и урон колоссальный, и метку поставят. То есть он... Не, давай-ка мы стрельнем. 78 мимо. И здесь, скорее всего, овер-вотч под протоколом помощи. Потому что и овер-вотч добавляет мне защиты, и... Ну и кенга нужно прикрывать. Игорек. Игореком я хотел бы все-таки гренку кинуть. То есть подойти. Он подходит, не срывая овер за полукавер. С этой позиции может попытаться докинуть гранату, по крайней мере. Мне нужно прям под ноги, чтобы она шла. Не достает. Из-за угла он не достает. Он не достает из-за угла. Да, но здесь если подходишь, то ловишь. Отсюда ты сможешь. Вот из окна бы ты докинул. Мог докинуть, по крайней мере. Сейчас, подождите, я посмотрю. Если сходить вот так, вот так, вот и так вот, то не будет овер-вотч. Хороший. Попробуем. Нет, слишком... Слишком сложно. Там зигзагом нужно на второй этаж закидывать. Естественно, огнеметом не достаем. Блин. Ну, светошумом я достану максимум его одного. То есть, да, их не достаю. Сколько проблем из одного упыря. Можно, конечно, осколочными снять его со второго этажа. Да и, в принципе, можно его ушатать. Можно на него попробовать сделать... Психом безумия. Ладно, давай так. Там овер не должен сработать. Последняя клетка опять же. Потому что безумие в 100% выключаем его. Глядишь, еще под контроль возьмем. И сейчас останется решить проблему с... Да, под контроль. Класс. Вот и цель. Дополнительная. Ох, я бы тут шквалочкой зарядил, если бы не мирный. Но мирного и так ушатывают. Может быть, и не стоит экономить. Да, подойду я пулеметчиком. Открою дверь, посмотрю, что видно. И как там шквалочка у нас зайдет? Потому что я могу просто их поджечь. Ой, вот так вот можно поджечь. Массированный огонь. У меня же патроны клевые. Давай. Снимаем овервотч. Пробуем зажечь, нанести урон. Не наносится, что ли, ожог? При таком выстреле. Не наносится. Я не знал. То есть, патроны есть, ожога нет. Беда. Беда. Так, тут можно уже более спокойно подходить и ушатывать, и кидать сюда гренку. Я полагаю. Ой, чуть-чуть. Опять я клавиатуру так поставил с мышкой, чтобы... Сейчас клик мог сработать. Ау, я не поджигаю патронами. Жалко. Ну, как бы, уже понятно. Отсюда докину. Отсюда полукавр. Отсюда не факт из-за искры. Ладно, давай полукавр тогда. Это все равно он нубас. Без быстрого развертывания, я, пожалуй, сделаю. Потому что... Так, у нас полноценно, получается, действует только дальний, который видит только своего гранатометчика и может выйти к искре. Кидаем светошум. Дезориентация. А здесь надо мутоны ушатывать. Что ж поделать. Сто процентов под меточкой. Жук. Семерочка слабо. Очень слабо. Ниндзя может пока что улд собрать. Ему все равно обходить к передатчику нужно. Заодно разведку проведет. Ну, через... Через здание уже нет смысла идти. А вот и новый пак. Сектопот! Две змеи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стреляем разок и на овер встаем, учитывая стражи. Блин, не люблю сектоподов. Надо психоподводить второго. Можно дым, кстати, кинуть, пока не поздно. А, мы видим. Давай здесь огонь душ элитного офицера. Психонечку коцать начнем. Что-то опасно. Подкреп хоть с другой стороны пока нет. И мы увидели с вами 2-3 пака. То есть, увидели 4. Кстати, есть вредитель. Если что, можно будет отложить на некоторое время атаку. Сделать сапресс. А кто мутона добивать будет? Я не пойму. Кто будет добивать мутона? Ну, там, правда, оверы сработают. Короче, давай овер вочи лучше. Тут можно подсапрессить еще офицера, потому что, хотя хранитель... Да, давай подсапрессим просто. Вот эти вот меня пугают. Прям пугают, пугают. Я бы спеца еще подвел. Что-то не работает. Что-то стрёмно кажется. Вот он горит. И чего? Он же мили, он может ударять. А, он догорит из серии. Да, точно. Так, под контролем. Берсерк действительно погибает. Двое дезориентированы. Один действует полноценно. И сектопот пулится, кажется. Да? Блядь, армора, две змеи. Да, пулится. Вопрос, кто их пулит? О, сейчас будет еще ломать все. Пошли оверы. Хорошо. Метку ставим. Отличный выстрел от Кенга. Первым выстрелом 41 мажет, правда. Но метку поставил. Ну, басы начинают стрелять. Пять армора. Это, конечно, плевать ему на наши выстрелы. Змея справа. Змея слева. Там еще двери открываются. Ё-моё. Кто побежал? Полноценный этот побежал. Гранатометчик будет? Да, гранатометчик захвачен. Отлично. Гранатометчик, кажется, зажечь может. Это было бы очень круто. Сектопот овер. Этот овер. Этот дезориентированный бежит. Стреляет в Мэка. Попадает. Ну, Мэк казенный, поэтому. Захватывал. Нет, там очень низкая. О, перезарядка. Отлично. То есть, этот ход потратил. Так, друзья. С одной стороны, все хорошо, мы пока живы. Подкрепы я не вижу. Но, понятное дело, что вот это вот главная проблема наша. Это сектопот, который стоит и улыбается. И нужно пробивать ему армор. Нужны, соответственно, кислотные гренки. У Игорька, скорее всего, мы как раз и будем делать. Кислотную гранату закидывать в него. Ну, да, давай. Да, если бы он еще. Если бы он еще мог. Потому что тут стенка как бы. О, гранатометчик, да, с двумя зажигательными гренками. Тут на двоих можно попасть. Доедешь. Ой, красавчик. Зажигаем. Ха-ха-ха, прикольно. Да, психи тащат, конечно. Особенно топовые психи. Жух, и все, и горят. Минус два на два хода. Все, можно забыть про этих двоих упырей. Так, здесь есть подрыв, здесь есть осколочная. Может быть, даже в осколочной сбивать вот так вот. И оверс бить, и змеюку под люку сбить. У тебя нет артиллериста, это будет последний твой выстрел. Как насчет... Не, нормально, чего? Нам все равно нужно броню сбивать и овервотч сбивать. А кислотную ты не снимешь пять брони. То есть, в любом случае, нужно два подхода. Поехали. Так, четыре брони сняли. Единичка осталось. У змеи две. Два хита. Там еще же передатчик. Может быть, на этом ходу уже снайпан заводить ему наверх. Снайпер видит. Но видит он не тех. Так, змейка открытая, да? Тут перезарядка. Тут я уже не вижу смысла, на самом деле. Может, змеюку захватить? Правую. Отсюда мы ее увидим? Увидим. Фулл кавер. А, там кд же. А ту змею увидим? А ту змею не видим. Я мог бы добить просто... И по сектоподу, и по змее найти вот линию вот такую вот. Ты ее уже нашел. Ну, вжух так дальше. Змею добиваем спокойно. И по сектоподу наносим урон. Десять. Хорошо. Сектопод плотный. На него можно, конечно, синий экран. И отключить с вероятностью 80. Но здесь как не хочется получить грейженого, апнутого сектопода. Надо что-то с этой змеюкой делать. Помню, из инвиза выходить как-то стремновато. Хотя у него есть маскировка. У меня же заморозка еще есть. Я, в принципе, могу ворваться. Шатнуть змею. Не, погоди, торопишься. Во-первых, что ты будешь делать с этим? Ну, подходим, сжем его, например. Тут у тебя масса вариантов. Ты можешь заморозить, кстати, сектопода. Ты можешь флангануть этого упыря. Хороший ход. Там под тобой лучше под самый-самый конец, конечно, ходить. Может, мэков подведем, а? Моя задача убить офицера. О, змея же еще тут флангуется. Ой, хорошо, как. Слабенько, но... Ну, почему нет? Можно, конечно, рейдж-удар сделать. Ну, я тогда могу спулить еще пакем, который на этом... О, там змею что, без кавера оставили? Нет, не оставили без кавера. Можем взорвать ее Игорьком. Или мэком, например. Наверное, сектопода лучше все-таки бомбить. Морозной бомбой. В этот ход. А с остальными сейчас просто справляться и все. То есть забомбить вот так вот. Убрать одну змею, убрать офицера. Почтим. Снайпа. Поставил бы я снайпа, конечно, наверх, но... Не хватает. Блин, вот офицер еще ж. Давай его зажечь попробуем. Огнемет есть. Ну, бас, который может идти вперед, есть. Вероятность присутствует, соответственно. Давай. И зажег. Пять хитов. Ну, это уже под копье. Это уже псих какой-нибудь сможет справиться, да? По сектоподу вероятность, конечно, прекрасная. Но учитывая то, что мы его замораживаем типом, может быть, и не стоит. Подходим ниндзи. Проверяем там, кто дальше. Поблизости не вижу никого. Под копье уже потрачено. Пекарь может пострелять еще. Но только по сектоподу. По офицеру нормально он не постреляет. Ну, может офицера зажечь, на самом деле. Он может его вот отсюда зажечь. Да и отсюда он его может зажечь. То есть, если не пожалеете гренку, типа бросок зажигательной бомбы, то Пекарь реально справляется. Ага, вообще отлично. Такая клеточка. Нифига не справляется Пекарь. Какие у нас еще варианты? Снайпер попадет 50 на 50, но... Рейдж удар. Ладно, давай попробуем. Пошел рейдж удар. Ушатанным. И никого не спорили, это прекрасно. Эти горят. Сектопод морозится. То есть, по сути, осталось эту змеюку-падлюку убить. И все будет хорошо. Я предлагаю закинуть в нее еще гренку, в надежде на 8 или 50% крита. Не хочется ниндзю из этого убирать. Да, крик, отлично. То есть, проблем, что называется, solved. Кенк у нас встает на Overwatch. Снайпер ориентировочно идет наверх. Этот товарищ подходит и закидывает гренку в сектоподом. Без быстрого развертывания. Ох, ну и надо выводить сейчас снайпа на полный ход на крышу. Сектопод замерз. Хорошо. Снайпер на крышу, чтобы с угла уже простреливать. Может, даже за фулл кавер, потому что мне важно именно стрелять. Да, я по нему отсюда буду стрелять. Я не хочу даже к этому подходить, к обрыву, потому что у меня низкого силуэта нет. Я не собираюсь воевать снайпером с нижними товарищами. Мне лучше просто... Лучше просто по... Так, может, я как-то могу его увидеть? Можешь, в принципе, вот так вот увидеть. Можно попробовать еще кого-то наверх отправить. Племетчик наверх отправил. Наверное, после сектопода все-таки. Пусть она пока есть возможность поатакует. Так, ладно. Заморожен, горят. Разведочку делаем. Аккуратненько только. А, сколько будет у меня под контролем этот товарищ? Я же не проверял. Два хода осталось. Хорошо. Так, можно нулевого психа наверх завести. Просто чтобы осколочный дым снайпу поможет в следующий раз. Пекарь пусть стреляет тоже по сектоподу. А тут донатит, говорит, кызы. Тут. Что только тут не делают. Сектопод. Так, этот все еще горит. Дезориентация снята. Тут дезориентация тоже... А, там и не было дезориентации. Она тоже горит. Но я второй раз кинул гренку. И получается, гранатометчик ты берешь под контроль. А... Там еще что-ли, сектопод. Там мутон. Паника. Костюм рейдж. Да, это тот пак, который на точке был. Ой, там сколько мутонов. Капец. Это жесть. Крисолиды справа. С мутоном милишным. Блин, что-то народа на карте много. Да, тут двойные оверы пойдут. Это Алиски. Раз. Давайте еще ход два будет подходить. Сектопод разморозился. Да ладно. Я что-то не рассчитал. Тихо. Минжаву ушатывают. Ему бы ходик продержаться. Один паникует. Один пострелял. Ханкердаун. Хорошо. Тут... Тут будет вжух. И подкрепа на подходе. Вообще капец. А вот это важный ход. То есть надо ушатывать сектопода. Надо как-то готовиться к этому паку. Готовиться к нему, наверное, надо уходя просто в сторону. Потому что там столько милишных. И лучше уж... Плюс подкрепление еще непонятно куда. То есть надо группироваться сейчас, друзья. Надо сейчас группироваться. Ниндзи все равно надо подсвечивать с точком. Еще пак. Е-мое. Чуть народу на карте реально много. Так, ну, здесь напрашивается быстрое развертывание и светошум. Возможно, даже с вжухом. Типа вот так вот сделать. Или все-таки попробовать поджечь двух мутонов. То есть забить. Там не только два мутона. Слушай, ты не видишь просто вот этих вот еще товарищей. Двух-то мутонов важнее замесить, чем... Да, важнее. То есть вжухом надо добивать этого, снимать каверы, вставить на овер товарищей... Да, короче, делаешь следующим образом. Пофиг, что один там паникует. Лучше отстреляться гранатометчиком. Может быть, даже его... Им спасти сейчас мирного. Даже... Нет, ты сможешь спулить еще пак. Ты же не знаешь, что там дальше. Стой, как стоишь. Кидай. Сейпер, спас... Привет. У меня на игре, на новому мутону подставить гранатометчик, чтобы его тоже завалили. Да, да, да. Короче, загорелся мутон. Не написало, что загорелся второй. Это настораживает на самом деле. Как это так? У меня только паника, я не зажег его. Надо, конечно, подходить. Либо так, либо даже так. Делать какой-нибудь AOE с опресс. Достаешь, да? Подрыв вряд ли. Ладно, ну и так. Может, по сектоподу постреляем. В любом случае, дистанцию-то надо сокращать. Так, здесь у нас что? Этот паникует без кавера. Его можно хорошо пострелять. Какая грязь, а? Протокол помощи плюс овер, скорее всего, здесь. Надо искру подставлять и старовать на овер. Все-таки. Хотя, если ты будешь закрывать светошумом, те могут успеть увидеть себя. И искру лучше отставить на овер. Потому что правый пак может прийти. Искра дважды постреляет. По сектоподу метку смысла ставить особого нет, потому что по нему и так попадает. Я полагаю, что товарищей справа нужно сдвигать сюда просто. Кого-то возможно на крышу пихать. Но на крыше, конечно, только в два хода запихнем народ. Может быть, на второй этаж в перспективе. Скажем, вот сюда вот. Первый ход. Надо мэков подставлять. Подставлять не могу. У этого только микроракеты и сапресс. Микроракеты ни о чем. Значит, просто стреляй на бас. 8-7. У них пушки слабенькие у этих мэков стандартных. Если модуль убьешь, миссия сразу победа или нужно будет эвакуировать. Я не знаю. Красная зона у сектоподова тебя вообще не напрягает. Так я же его убиваю в этот ход. Какая разница, что он там собирается сделать в следующий ход. Тут не хочется на пол хода, даже с учетом того, если бы у меня даже был крюк. Не хочется подходить. Там сразу трое мирных справа. Жесть. Так. Ну что, здесь у нас горит. Этот паникует. Этот действует полноценно. Соответственно, здесь мы просто подходим, скажем, вот так вот и докидываем светошум до дальних. И факт, что ты туда докинешь светошум, так что надо подставляться вот так вот. Быстрое развертывание точно, потому что я хочу еще вжухнуть вот по этим двоим. Закрываем светошумом мутонов. Вместе с этим четырех закрываем. Класс. Дезориентируем. Это больше направо делается, но... И полагаю, все-таки надо вжухать. То есть брать осколочную, как-то вот пробивать. Хотя прямо сейчас тебе не нужно. Ты можешь как раз пострелять по сектоподам. Да, давай. Восьмерочка. Холли. Убивает сектопода или ставит АОЕС Апресс на левого одного. Это ерунда полная. Поэтому она добивает сектопода. Помним про пак справа. Мутон, два крисолида. Но там они, по крайней мере, ход будут добегать. Здесь снайперам напрашивается выстрел по мутону, который паникует без кавера. Я понимаю, что я не убью его никаким макаром. Хотя, если крит и если максимальный урон, то я его ушатываю. Никаких серий, ничего не надо. Просто стреляем. Раз. Без крита. Увы. Хотя урон вылетел хороший. 14. Там 4 хита у него осталось всего лишь. Здесь, скорее всего, двойной овер. Или через протокол помощи. Кенг, скорее всего, подойдет вот так вот. Потому что он должен танковать и должен овервочить. Собирает попутно лут. Элитный глушитель. Хорошо. А, кстати, еще действительно инженер должен прийти в себя после этого. Да, у него нет гренок, но... А может, у него останется один ход. По-хорошему, его, конечно, надо долбануть на этот ход. Мы проходили уже подобного рода темы. Но гренки у нее нет. Это самое главное. Марию я бы поставил наверх. Потому что у нее много овервочей. И она как бы... А, еще ж подкрепа. Не забывай, подкрепа. Ты не знаешь, куда подкрепа прилетит. То есть тебе нужны двойные каверы. Массовые овервочи. Массовые овервочи. Здравствуйте. Здесь тоже овервочи. А куда товарищи эвакуировать? А, вот куда мы. Там еще трое сзади. Много мирных, конечно, поляжет. Что там? А, хорош. У нас есть новые зрители, как видите, на трансляции. Я могу психом спуститься, на самом деле, и добить этого товарища. И, наверное, это правильная штука. Как бы поближе буду на следующий ход к тем. И не будет у меня темы, что гранатометчик начнет действовать внезапно. Не надо мне этого. Так, Алиска. Есть протокол помощи. Можно пострелять по этому, но не нужно этого делать. Потому что там двойный, там страж есть. Игорек вроде ракетчик. Можно его поставить. Да я думаю, что нужно по возможности всех на здание. Потому что непонятно, где подкрепа. Нужно на оверах принимать людей. Соответственно, тебе нужна точность повышенная. Поближе, может? Да, давай. Это дезориентированный, да? Нет, ну тут уроки тоже нет смысла тратить. Поджигать тоже нет смысла. Лучше же овернуть. Алиска там кричала, говорила, что у нее там все плохо. Подняться. Ну там типа стенка горит. У нее и позиция не очень хорошая. То есть она... Тут тоже стенка горит. Блин. Можно сюда и потом наверх. Следующий ход мы ее как раз поставим наверх. Я подкреп очень боюсь. Они тут очень регулярные должны быть, по идее. Психа чуть поближе, тоже кавер-кавер. Тут надо перезарядиться и сделать овервотч. Хотя можно было и сместиться. Ой, тяжело. Сейчас мне, кажется, прилетит. Я, говоря, тоже ближе. Вот не факт, что ближе. Может быть, тоже наверх. Тоже, наверное, наверх. Да, поехал. Там справа два крисолина, мутон. Привет, шашлычок. Вредитель, думаете? Да, я думаю, что рановато пока вредитель юзать. Если бы у меня была полная жопа, то есть... А тут получается... Я просто знаю, что один пак спулится, но он не добежит никак. Этот пак... Кто-то паникует, кто-то горит. Двое остальных дезориентированы. Не представляет серьезные угрозы. Может быть, теоретически вот этот пак спулится, но там обычный мэк и миличный мутон. То есть тут пока... Не такая прям жесткая ситуация, чтобы тратить единственный заряд вредителя. Я бы попробовал чуть-чуть поближе подойти здесь все-таки. Хотя мутон может... Выскочить. А давай призрака тогда врубим. Не хочу я палить вашего друга, но хочу поближе вот сюда подойти. Потом наверх передатчик, там трое нервных сидят. С богом, друзья. Главное, чтобы... Так, этот горит. Но должен был потухнуть, на самом деле. Но он дезориентирован. Слева, 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 слева. Тут паника, тут огонь, слева телепорт был. Кто? Охренеть, подкрепы. Блин. Да это жесть. Секта подпрос на подкрепе. И новый пак еще. Ё-па-расотэн. Ну, они гренадером были спулены. Тут бжух нам делать будет. Обязательно осколочный. Ой, твою, на левом. Бывает нервного даем. Мэг, еще один там мэг. Откресалей, дымутон. Да, и пулем сразу пак. Ой, что мне с сектоподом делать? Заморозки больше нет. Отключать маловероятным. Сейчас еще трое отсюда выбегут. Подкрепа, конечно, адская получилась. Да, крысы, вот они крысы. И мирных они могут штамповать. И мирных убивает. Стасис, да, Стасис нужно. Это отличный щит. Дезориентация не эта. И овервоч, я понял тебя. Этот горит. Ну окей, ладно. Его может ударить, кстати. Блин, что-то жестко очень. Надо, скорее всего, Стасис саму на ходу ушатывать этого. Разбираться как-то с флангами. Лагает еще этот. Блин! Дезориентированный, он может стрелять. Поискре не попадает 17, хорошо. А что искратный овервочень? Алло. Все, наш ход. А вот сейчас предельно внимательным. Предельно внимательным. Тут, кстати, может быть серия. Скорее всего, серия. Потому что мы вжухаем. Вот это под серию, это под серию. И вот те трое дальних под серию. Но нужно два раза вжухать. Отключение сектопода 36%. Тут грязь, конечно, тоже. Скорее всего, рокет надо заряжать сюда. Этим товарищам надо вжух делать. Так, вжух. По-мирному, правда, попадаю. Можно, конечно, его попробовать ввести другим, если я подойду. Так, стасис есть. Стасис на берсерка. Стасис на хранителя. Стасис на сектопода. Мэком, скорее всего, двоих накрывать. Вот так вот кавер снимать или фланговать просто. Здесь подставляться под крысу мэком. От крысы и мутонов. Тут, возможно, тоже вжухать надо будет. Только после первого выстрела. Ладно, допустим, здесь серия. Допустим, здесь даже овер. Дезориентирующая как там, достанет по двоим? Достанет. Дезориентация. И дым в той части, он мне как бы... Хотя урон всего один. Ради дезориентации гренку кидать как-то сомнительным. Лучше тут пострелять. По мутону тому же самому. Ладно, давай. Царапина сто процентов. Да, там же еще действительно мутон и мэк внутри. Здесь мне подходить нельзя. Надо просто вжухать. Ну, басы. Пофиг, что там мы заденем мирного этого. Хотя мы... Ну, вот так вот мы его не заденем, но мы тогда не снимем и кавер. Давай. Да, там один под серию, второй под серию. В любом случае я серию заряжаю. И начинаем. Там даже больше под серию. Там четыре человека под серию. Это раз... Двадцать скрита. Это... Да не жалей, не жалей патроны даже по единичке. Забей. У тебя там шесть патронов в обойме и еще три перезарядки халявные. Два. Шесть скрит маловероятным. Продвинутого солдата три. Хотя там разброс три, плюс еще крит. Вероятность довольно высокая. Но не стоит торопиться. Так, далее. У меня там есть подрывы и прочая хрень. Здесь можем забраться наверх. Выйти к передатчику, да? Поехали. Не спулили никого. Увидели там внизу товарища. А вот и передатчик. Сколько у него хп? Не так много, где-то сорок, да? Ну и я снайпером уже могу по нему стрелять. Так, здесь даже кресолит не добегает. То есть мне по сути только мутон надо ушатать. Да, вот это проблема, конечно. Так, у пекарей есть артиллерийский залп. Чисто теоретически он может зарядить сюда рокет. С небольшим разбросом. Это бы мне очень помогло. Давай. И стрельнуть еще после этого. Раз. Правда колонну он не снял. Но жизнь неприлично снял. Здесь можно вжухнуть и, соответственно, двоих ушатать. Но остается проблема вот с этим, что делать. Плюс мне бы еще халявный выстрел по нему сделать. То есть снять подрывом здесь кавер получается, да? Стоп, а я же его просто флангую тупо. Тогда овервочивать у тебя не будет, Михаил. Эти ж товарищи тоже в себя будут приходить, да, ведь? Из ориентации спадет. Из ориентации спадет. Амутон. И огонь спадет. По-хорошему их надо еще поджечь разок. Вот так попробовать как-то. Там, наверное, это лучший ход. За этого, ну, басом. Да, огонь действует. На мутона огонь не подействовал. Там же еще фуловый мутон с овервочем сидит. О, да, появилась цель. Хорошо. Сколько мы в ходов? Четыре хода где-то, если собрать средние 12 урон. Четыре полных хода снайпа. Там, скорее всего, ниндзя подключится. Поможет. А, ой. Чуть не спулил. Так, здесь есть псих. Который может... Может чисто теоретически как-то вот так вот подействовать. Типа снять скайвер с мутоном. Или вот так вот лучше, да. И мутона тогда, и офицера под... Да, давай так. Да, только он убил офицера. А по мутону почему-то не прошло. Че-то не то. Выходит. Что-то выходит не то. Что мне делать с дальним мутоном? Я могу психом что-нибудь запилить? Ну, типа Стасис на него сделать. Нет, Стасис, ты про сектопода забыл. Дурачок. Здесь, наверное, ракетами лучше вот этих вот попробовать добить. Ракеты 3-6. Возможно, кого-то из них мы убьем. Да, давай так. Блин, много. Много не уношу я всем. Но если кавер снимешь, то... Давай шестерку побоим. 5-6. 6-5. Отлично. Минус 2 просто мэком. Так, решили проблему в этого упыря. То есть тут подходим, скорее всего... Скорее всего флангуем и убиваем. Или даже сделаем это Холли, потому что у нее... В конце концов... Нет, ей можно подсапрессить дальним мутоном. Думай, погоди, погоди, погоди. Погоди, Скра двигаться не может. Выходите за инвизы здесь. Да, тут полюбаса уже Стасис надо запилить на этого. Сектоподом. Что еще могу сделать? У меня сейчас самая большая проблема заключается вот в том мутоне со щитом персональным. Стасис, хорошо. Ты ближнему мутону продлил действие огня? Да ладно. Чем? Кем самое главное? Кем я это сделал? Тут дезориентация заканчивается. А, да, огонь. Огонь продлили. То есть все-таки этот... Огнеметчик сработал. У этого, правда, гада все еще хорошо. Подходить нельзя, ни в коем случае. Может по передатчику он не выпендривается и снайпом выстрелит по передатчику? Нужно ли здесь овервотчим? Погодите. Да, меня видит этот мутон. Он будет по мне стрелять. А, Стасис не заканчивает все-таки ход. Вот. Хорошо, что проверили. Так, запал может на кого, а? Во, запал идеально. Этого взрываем, потому что он как бы двуххитпоинтовый. Там 2-7 урона. Стасис, классная штука. Учитывая то, что не заканчивает ход, классная штука. Да. Это на моей памяти вообще первая обилка, которая не заканчивает ход. Так. Я думаю, здесь нужно сделать овер. Здесь надо все-таки обходить и стрелять. По этому ближнему. Что лучше, чтобы у Алиски был двойной овер. Хорошо, ушатываем. Подлагивает еще звук. Здесь не столь принципиально. Здесь всех разуплотнили. Может быть, даже стоит... Нет, тебя бы оставить под сектопода. Вот сюда вот лучше тебя поставить. Чтобы ты подальше была со своим пулеметом. Кто остался? Алиска. Протокол помощи на... На Искру, потому что ее видит Мутон. А этих Леммингов особо не жалко. Ну вот Искра, да, Искра топовая. Единственная, по сути, Искра. Как же звуки лагают. Да. Двухитовый горел. Нет, по статусам не горел. Здесь, наверное, нужно... Нет, давай по передатчику все-таки выстрел сделаем. Быстрее убьем, быстрее свалим. Что? Ваншот там? Как будто взорвался он. Убер справа на Мэка лезет. Ненужного мне. Кот? Нет. Он даже не вышел, когда я пришел. Но ты сделай ему замечание. Я не понял, как передатчик умер. Вот. Но он умер с одного выстрела. Разрушился с одного выстрела. Я даже его подсопрешиваю этого Мутона просто. Чтоб метко снизить, если он наверх полезет. Это Багорье. Да. Не такой уж и жесткий. Так, нейтрализуйте. Слушайте, а если я нейтрализую ударную группу, мне нужно будет собирать мирных? Такой вопрос. То есть нужно ли мне бегать собирать мирных, или достаточно просто убить всех, кто на карте, плюс подкрепа? Он упал, походу. Мне тоже показалось, что он просто взорвался и упал. То есть дырка, и он как бы вниз упал. Но здесь бы тоже разрушения были бы. Достаточно убить. Спасибо. Это несколько упрощает дело. Я возвращаю ниндзю. Сейчас будем ниндзи врываться. Не знаю, правда, на кого. Что с Богом, друзья? Этот горит. Вот меня беспокоит Мутон со щитом, который действует полноценно, без дезориентации. Он, кажется, видит двоих или троих. Эти бегут. Там есть оверы, но... Вот, пожалуйста. Крисолит. Даже если бы он попал, пофиг вообще. Эти мэки мне... Вот второй крисолит. А вот это плохо. Вот это очень плохо. Сейчас там крыса полезет. Капец. Что, по мирным будешь стрелять? Слабак! Вот гады, а! Что за миссия? Напали на регион. А, и второй выстрел. Но я за фулл кавером. Не, за полу кавером. Держись! Царапинка. Хорошо. Но это не обязательно, товарищ. Что там справа? Там милишный Мутон. Этот-то ладно. Он бегает, горит, горит, бегает. Жалко, что Алиска не среагировала. Вот это меня беспокоит. Что будет делать Мутон? Ой, пошел слоупок. Он двигается, двигается. Он, кажется, на крышу полез. И ударил нашего. И тот сказал, это все, что ты можешь. Он под сапрессом минус 30 штрафуется. Жалко, что он не к мэку побежал. Так. Евгений сейчас распаковывает монитор новый. Вот, вот он где. Игорька бьет. Игорек тоже лемминг, на самом деле. Но не хочется, чтобы он попал все-таки по Игорьку. Пока мы там двигаемся, не дается у тебя минутку поговорить о Боге. Прекрасно, прекрасно. Сектопот еще походил, да? Да, он не попал даже. Он не попал. Итак, друзья. Что мы видим? Во-первых, сектопот активизировался. И сейчас как бы нужно все-таки его ушатывать, пытаться. Собственно, перезарядка у снайпера, он видит только этого мутона, к сожалению. Очень много брони. Нужен нагренка. Давай смотреть. Этот догорает. Этот не горит. Есть светошум здесь у... Возможно, стоит попытаться закрыть светошумом этих двоих. Наверное, это лучшее, что он может сделать. Причем я не хочу двигаться еще при этом. Светошум раз. Ну, у него действие просто. Выстрел, который ничего не решит. Или светошум на двух мутонах. Конечно, светошум на двух мутонах. Здесь есть разрыв. Теоретически можно сделать свободную перезарядку и сделать разрыв. С этого хорошо начинать. Как бы доп. урон по цели, все дела. Но еще лучше начать, если у него не будет армором. Для этого нужно привлекать специально обученных людей. Хотя можно и горьком спрыгнуть. Глядишь, отсюда-то он гренку докинет. Какой рейндж кислотный? Ой, это такой маленький рейндж, а? У разрушителей на гренке. Плюс тут еще, видите, проблема. Мутон. Там внутри еще пак. Не хочу я с этим мутоном связываться. Я лучше пойду ниндзи и помогать крисолиду и мутону. Ой, там еще пак справа был. Жозненький такой. Откатились мы? Кого видишь? Мека видишь, артиллеристы. Ну и бог с ним. Скорее всего сюда надо заходить. Сразу кидать топорик в мутона. И в мили врываться в него. То есть надо уже... Ушатывать, короче, ушатывать. О, тут можно критануть. Поэтому... Хороший выбор. Нет, подожди пока. Так, тут. Чисто в теории мы можем снять кавер у этого, чтобы снайпер лучше пострелял. И... Или все-таки тебя использовать для того, чтобы разбивать армор у... Да, давай-ка лучше. Гранатку закинем в сектоподу. Потому что 5 армора. Я не знаю, как я это сносить буду. Лучше вкладываться... Раз. Два армора сняли. Три осталось. Читаю то, что мне не бронебойные товарищи. Хотелось бы еще одну гренку зарядить. Или осколочную пушку. Ну... Вообще лучше здесь мутону ушатывать. Потому что нужно еще крисолиды нижнего убивать. Так что начнем так. Ох, какой крит-21! Предлагаю ворваться сюда по крисолиду. Там такой... Такой ниндзя поми. Четкий. Конечно же. Взял одного минус. Взял второго. Что? Минуснул? Минуснул. Конечно же. Четенько. И теперь он освободил как бы действие у разрушителя. Ну типа можно попробовать рокет закинуть. Кривой рокет. Или разъедающую бомбочку. Он не докинет просто. Просто не докинет. Огонь, душ и чушь. Тут Брюс может безумие сделать. Это же так себе темы... Мирные, мешаются. Здесь напрашивается разрыв. Напрашивается разрыв. Но только после первого выстрела. Жалко артиллериста нет. Но это не топовые товарищи. Разрыв, говорим. Так, разрыв работает. Тут даже сапрайз лучше сделать, чем выстрел. Это разрушитель даже и здания не сможет сделать. Хотя отсюда можно попробовать. У него все равно других забот нет. Давайте попробуем. Ракета будет сильно мазать. Я боюсь темки посносить. Не докидывает он, к сожалению, кислотную. Тут такой разброс, что можно своих ушатать. На изичах. Если ладно, по мэку бы там... Короче, ты просто стреляешь. Поехали. Неплохо. Ну, кого можно подлечить? Кто там у нас ранен? Надзиратель. Ерунда какая. Ладно, давай. Десять хороша, лиска хороша. Довольно сильный урон может выйти. Десять, семнадцать. Четырнадцать есть. Вроде готов. Есть. Не чилая подкрепа была, да? Так. Ну, искрой, я думаю, все-таки стоит флангануть. Потому что тот пак я видел, он далеко. Только я сделаю овервотч, для того, чтобы два раза стрелять. Здесь. Можно на будущее дымчански закинуть, кстати. Или пробить разрывом огнем души мимо армора. Причем не только мимо армора, а мимо защиты пробивается. Что особенно важно, конечно. Это очень круто. Они оба дезориентированы. Мы знаем, что есть кресолид, который убил мирного справа. И там, соответственно, минимум два кресолида. Плюс там еще один мирный есть. Тут можно... Тут можно... Чуть подойти. Взорвать у него, например... Ну, безумие маловероятно. Уж лучше ему гренку взорвать, если честно. Разнес вес в квартал. Вообще, это сектофор. Он как бы появился. И сразу... Сразу началось. Так, мэка подводим. На оверс ставим. Тут мэка перезарядка. И постреляет, потому что... Потому что может. 50-50. Ой, хорош. Такие мэки... Не технологичные. Сделаю сопрессочем. Чтобы совсем его демотивировать. И сверху еще можно, кстати, наверное, выбрать место и пострелять по... О, можно этого флангануть? Ну, давай-ка. И снайпа на овер поставим. Может, ты до него докинешь... Куда там? Давай, снимай защиту. Фланговать? Это хорошо. Сразу люди начинают действовать по-другому. То есть тут овер, получается, ради фланга. Этот горит. Оба дезориентированы. Так. Ну и он должен бежать. Там, по крайней мере, сопресс... Да, это крисолит пошел. Крисолит там бежит, наверное. Еще мирно вышатывает. Надо туда ниндзя посылать. С мэком, чтобы разбирались. Этот побежал. Где снайпер... А, снайперы почему-то не сработал, блин. Что делает? По мэку попал. Мэк сопротивление погибает. Я не понял, почему снайп не стрелял. Что это такое? Ой, не-не-не-нет! Капец, повезло ниндзя. Как же повезло ниндзя. Так, я предлагаю... Предлагаю ушатывать уже. Хватит вертеть. Флангуем раз. Давай, может, мэком постреляем, а? Овердрайв, отлично. Я бы две метки просто поставил. На этого поставил бы, на того бы поставил. Кавер бы снял еще. Кинг хорош в этом плане, конечно. Меточка раз. Кто может снять? Игорь может снять. Ииии... Стоп, дождите. Смотрим ракетомет. Что-то вообще он никак... Не хочу его выставлять на показ. Тут разброс будет конский. Так что я лучше с эпицентром сюда, потому что важнее этого. Да, да, да. Ну, кавер не снял. Ну, зато кританул. Ну, броню снес. Ну, неплохо, ладно. Соответственно, здесь мы стреляем по меченному. Раз. И загорелся, мутон. Там для меня горит мутон. Можно обойти этого товарища? Ну, тогда ты споришь скорее всего, Михаил. Не надо. К чему, мэкам пойду, к этим крысам. Здесь можно его, в принципе, зажечь. Берем, зажигаем второму тону и все. А мы такие, как говорится, зажигаем. Да, если бы еще ты доставал. Что-то... Не получается у меня. Ладно, первому тонну. С вторым что мне делать? Просто метку поставить. А толку он? Вообще, можно маскировку юзнуть. Подходим к крысям. Пробуем юзнуть маскировочку. Вообще, снайпер сюда можно перевести. Вот на этом... В эту сторону, да? Раз уж с мутонами у нас не вышло... Можем пострелять вот с этого угла. И по подкрепам с этой стороны. И по этим... Прям... Так, вопрос тот же. Что мне делать с этим мутоном? Рокет, Вась. Еще один рокет. Поехали. Ну, басами специально взял трех ракетчиков из... Все, нет вышки. Точнее, колонны этой. Теперь работаем спокойнее. Один мутон сразу ушатался. По второму мы ставим метку, но вероятность уже... Там плюс 40. И искра ушатывает. Хотя, ей лучше было, конечно, на овер встать. Крыса плодец, я в курсе. Надо туда стягивать пацанов. Ну, здесь стоит оставиться на оверах. Чат-бота Алискум. Товарищ вообще ни о чем. Куда ты? Как ты подходишь? Так, Брюса я тоже, пожалуй, сюда подведу. Лучшим. Что он, как нормальный псих, может показать, как надо, если что. Первого мирного эвакуируем. Осталось 8 человек. Всего лишь. Не нравится мне здесь, как это сидит. Товарищ. Потому что он слишком далеко от общей группы. Я бы вам... Либо надо было за фулл кавер, конечно, ставить. Смотрим. Так, крыса вылупилась. Здесь бежит пак. Ой, мирных убивают. Блин, там мэк. Два мэка и мутон. И нужно быстрее их освобождать. Ну, эти, правда, маленькие. Смотрите, какие крысолидики маленькие. Сучок, а? Хитов у них относительно папашки вообще ни о чем. Но плодятся они как... Блин, вот что этот крысолид-то ко мне сразу не пошел? Че-то делаешь? Че-то делаешь? Да... Останется... У меня тут... Ладно, давай, все-таки этого гарантированно лучше ушатаем. Брони архонты в процессе изготовления. Мне нужно тех как-то выманивать. Ну, басов. Как-то там приличным. Или уже забивать на мирных. А подкрепы могут быть пока передатчик... Если мы передатчик уже убили. Мне кажется, что как раз эта тема как с вышкой. Что если... Ой, давай ты не будешь лезть. Давай ты лучше будешь стоять и улыбаться. И подводи остальных. Не будет, говорят. Ну, да. Уже достаточно давно нет. Я рискую только мирными, получается, да? Нашими соратниками. Мэг попал на шестерочку. Хорош. Жалко их, конечно же. Их там погибнет масса просто. Ладно, давай пулем. Не пулем ничего. Отлично встал. Прям топчик. Позиция. Так, тут овер, тут овер. Подходи ближе. Спрячь лиску. Спрячь ее. Даже не за полукавер. Ну, то есть за полукавер, но не близко к этим. Так, а Игорька можно, кстати, поближе. Ну, есть еще Рокет. Он хорош. Подбегай. Это вон у Баса. Только для местца стоит подвести. Только для местца. А вот Брюс важен. И зачем ты его подводишь, если он важен? Так, пекарь подходит за полукавер сверху. Все. Это последний ход. Короче, справа где-то 4 крысы. Тут 2 мэка плюс мутон милишный. Хорошо, что мы их вот так вот искрой спулили. Раз, два, три. Да, отлично. Потому что там были еще мирные. Я видел их в темноте. Вон сидит один. А так мы, по крайней мере, начнем. О, отлично. Мэк, мэк простой там. Т-двашный он. Что? Предатель, предатель. Там один мэк на овервотче пострелял по-своему. Господи, какой... Ой, боже ты мой. Вы видели это? Клипчик срочным. Это было неожиданным. Да, влупляются крысам. Ну, тут будет овервотч, но недостаточно будет. Правда, парочка овервотча тоже не промахнется. А, он по-мирному пострелял прибежавшим. Он просто мы не пос... Он тот спугнул мирного, а этот пострелял по-мирному. Сорян. Ясно. А я уже думал поржать над ними. Хотя это не помешало мне над ними поржать. Все равно. Так, ну там овера, я вижу. Я думаю, что нужно все-таки попробовать снайпером, если он видит, конечно, кого там. Да, вот этого артиллериста. Ой, как стреляет рапонга. Смотрите, через крышу, через окно, в соседнее здание, через дорогу. Точную цель. Только, правда, не добил. Я думаю, просто мэка ушатывать вот этого вот, у которого в овервотче все. А потом второго лучника добивать, а этого брать на оверах принимать. И все. Регион-то защитили. Защитили, затащили. Может, даже руки туда кинуть, чтобы не... Давай. Там могу я, конечно, мирного убить, но, скорее всего, мы мэка ушатаем. Ой! По мэку не попали. Бывает. А так. Даже близко нет. Ладно, здесь ушатываем этого папашку. Ну, поехали, поехали. Даже, наверное, вот так. Там есть кому пострелять, поэтому я лучше ниндзя попробую, а остальными на овере буду ловить. Те, кто будет спускаться. А там спускаться будут. А интересно, шкурки-то мне дадут? Вот все то, что я убиваю, оно со мной улетит? Или это миссия такая? Типа, спасайся кто может, все равно... Ну, неважно, сколько, короче, ты убьешь. Так, 68. Добей, пожалуйста. Вот этот очень нужен прям. Ну куда ты? Он на первом этаже. Мажет. Мазила. Протокол блокировки можно сделать. Я попытался все-таки его ушатать, потому что протокол блокировки это минус 2 овера, понимаете? Ну, кажись... Хотя Пекарь может шреддерку сюда как-то... Ладно, допустим, отсюда не сможет. Но вот отсюда может суметь. Все мое? Труп уже на твоей базе, если только их не выкинут из штаба. Ееееее! Это круто. Это мне нравится. Пробуем этого артиллериста снять, потому что артиллериста может в любую точку... Все здание за... Уничтожу артиллериста, никак не могу... Попробуем сейчас с психом. Я понимаю, что это не кавер, нифига. Может, там запал есть рядышком. О, есть. Все, остается милишный мутон. Где-то пара крыс справа. Ну, там... Бдыич, вжух! Убили. Здесь у Мэка, конечно, беда. Но ничего, ничего. Прорвемся. Тут спустим, чтобы получше по этому мутону пострелять. Здесь двойной овервоч. Здесь еще овервоч. Ну, смотрим, как... Как бегут крис... крисолид. Два новеньких, молодых крисолида. Еще один там. Давайте, ребят, стреляем. Ну, это... Попадает из крана. Там есть кому пострелять еще. Люди, которые... Это не тот, кто... Кто-то, типа, не мажет. А вот и мутон. Разъяренный. Алиска, раз. Зажигаем. Восьмерочка. Сверху десяточка. Второй раз Алиска. Восемь. Прекрасно. Просто прекрасно. И еще один овер. Мутона нет. Был пацан. И нет пацана. Еще один вылупился. Да, этих прям... Сварминки где-то. Ой, еще один овер. А почему не попали-то? Шестьдесят. Второй раз. Царапина. Ой, зажгли. Вот эти вот классные баги. Успокойся. Успокойся. Добро. Так, все, друзья. Идем добивать. Перезарядочка, раз. Тут лучше овер. Потому что ниндзя будет. Бежали два. Бежали три. Тут добиваемся руки просто. Вжог. И нет крисолина. Мне как раз шкурки крисолина на хитиновый панцирь нужны. Прекрасно. Ну, у нас убили пять человек. Это прилично. То есть восемь только у нас осталось в... В этом регионе. Я, наверное, четырех поставлю на разведданные, чтобы не повторить ошибок молодости. И четырех еще поставлю на рекордсинг. Беру инжа, оттуда нафиг. Говорят, что вроде с этой миссией нет трупов. Мне другое говорили. Мне обещали трупы. Я теперь буду требовать их. Ой, ну, бас какой-то. Там было еще как минимум три крыс, насколько я помню, да? Ну, что-то не видно их. Давай, к нам надо подходить. Глядишь, увидит. Увидел? Нет, не увидел. Я на это. Облава. Сейчас идет диротизация у нас города. Я больше врагов не видел, не слышал, поэтому... Рискну предположить, что... Надо вообще поближе держаться пацанам биологическим. Мэг-то ладно, а вот... Если, не дай бог, отравят, будет неприятным. Вообще готово. Заряжены прям. Что, нашел кого-то опять? Нет. А, они закапываются же. Ё-моё. Опа, там что... А, добыча пропала. Добыча пропала. Видим. Видим, подходим. Вообще, даже сомневался, выполняется эту миссию или нет. То есть, уже был готов регион отдать, учитывая то, что у нас... Большая часть народу в лазарете. Часть на колонне адвента. Шесть человек было. Еще загадка, задачка идти ли сейчас на колонну адвента, которая... Которая там мега неудобная по времени уже оказывается. Оказывается, у нас осталось что-то вроде трех дней с небольшими. Или все-таки не идти. Ловим на живца. Нет, каверам крысе не мешает, конечно. Падание раз. Ну, сейчас постреляем. Два, три. Ну, три, ну, чего вы? Ушатанно. Повышение. Выкапывается еще один. Ну, тут уже искра. С двойным овером, с метками. И другие крутые, пацаны. Повышение. Неплохо. О, все что ли? Нет, не все. Я так надеялся. Ладно, давай, обер-вотч. Стоим хорошо. Все на месте. Улетели. Там вроде один еще. То ли на крыше, то ли прямо за зданием. Или справа. Справа, да? Вот сучок, а. Хитрый какой. Все, я его увидел, типа, поэтому. Ловим на живца. Там один мэг. Плюнь, он умрет. Давай, нападай. Но за мэга там весь x чем он подписывается. Гэгэшечка. Может и все. Вроде там троих было дополнительных. Нет. Расплодились гады. Вот еще один. Столько шкур. Красавцы. Ну это точно все, ребят. Ну хватит, ну хватит. Ну я отбил регион. Да, 40 человек. Один потерянный это мэг. Трое раненых. Нормально. Там бронения ключевые не получали. Только вот искре немножко досталось. Фух. Регион наш. Спасли большую часть повстанцев. Хотя не было такой задачи. И несмотря на то, что прилетел дроп с сектоподом. Первое же подкрепление. Там сектопод. Он в принципе никак не помещается в корабль. Потому что он в два раза больше, чем этот самый корабль. Но, наверное, как-то доставили все-таки как-то его. А, он телепорт. Он телепортировался. В корабль он реально не помещается. Серьезное ранение у искры оно и было. В общем-то, псих. Новичок получил левелап. Нубас левелап. Нубас левелап. Гранатометчик левелап. Элитный глушитель. Глушитель ядро и лерия. Да, трупы есть. 10 трупов кристаллида. Это очень хорошо. Труп мутона гвардейца тоже очень хорошо. Так, давай-ка сейчас, пока не забыл, в пси-лабу отправляем психа вот этого, собственно, перспективного. Нифига себе обучение. 14 дней минимальное. Всю неделю буду учить с ученым. Класс. С таких миссий идут самые редкие трупы. Я с пиццом даже интел не ставил людей. Круто! Регион. Я тут на разведданные все-таки товарища отправил. Четырех, чтобы ловить такие вещи. Здесь я хотел поставить кого-нибудь типа ненужного рейнджера. Четырех на разведданные, остальных на рекрутинг. Ну, что, ну, восемь человек, что же делать? Что по заводу? 96%. Ой, тут восемь сил адвента. Капец. Сейчас могут еще прилететь. И здесь тоже нужно разведданные срочными. Такая грязь. Блин, дожить бы до плазменок, до следующего удара. Так, плазменные исследуются. По бойцам. Игорек получил ловлап. У него уже артиллерийский зал. Ну, у меня есть лука. Лука учится, лука вообще топчик. Мне разрушители другие не нужны. Этот новенький. Ракеты-копье. Еще один гранатометчик. Травматический. Он помог мне, конечно, помог. И заморозил разок, и светошумовые откидал. Будь здоров. А Брюс все еще не получил. Столько раненых. Вы посмотрите, сколько раненых. Жуть просто. Жуть. Ладно, штурмовик он особо не нужен. Нужно дожидаться, по крайней мере, гранатометчиков 9 дней. 17 дней. При том, что в центре военных технологий там ученый как бы не уходил никуда. Каждая пушка требует одной ведро и лере. Круто. Может быть, атака сейчас. Да. Ну, учитывая то, что этот регион атаковали, по логике, как бы, некоторое время не должно быть атаки. То есть, скорее всего, атака будет куда-то сюда. И я, наверное, пойду... Не, я Liberation буду сканить. Сто процентов у нас на миссии здесь. Есть запас. Активность заметна. И тут Dark Event. Штурмовик и ниндзя. Топовый ниндзя. И нубас-штурмовик захватить предмет из поезда. То есть, вынести труп нужно будет. Другими словами. Ну что, здесь у нас миссия, которую я в прошлый раз провалил. Это вынести этот скафандр. Я иду туда двумя ниндзями. И ниндям... Ниндзей этим... Офицера. Чтобы он через приказ успел... Поехали. Для начала нужно добраться до точки. До Ивака и до этой стенки. Потом посчитать, посмотреть количество ходов. Как там по клеточкам. И посмотреть циклы паков. Помните, в прошлый раз там пак ходил? Раз в 6-7 ходов. Инжа, походу, били. Он был среди мирных. Кстати, да. Нужно Инжа вернуть. Блюсти, разве не топового звания? У него там последнего нет. Там выбора нет из двух последних. Я думаю, что ему еще... Я открывал сегодня, посмотрел. Все есть на выбор. Там где-то двойные. А в самом низу нет. Но подозрительно он долго не качается. То есть, я его уже четвертую миссию провожу. Он никак. Хотя он действует. Захватывает там. Что-то стреляет. Стену сектопод сломал. Может, не сломать в этот раз. Там есть двери, конечно. Но надо будет аккуратненько по стелсу попробовать пройти. Главное, дойти до места. Это как бы задача номер один. Потому что... Посмотрим, в общем. Я на очень похожем месте резался в прошлый раз. В этот раз паки мне не показывают. Ага, и вак на втором ярусе. По левому краю, скорее всего, пойдут. Потому что это достаточно далеко от самой базы, да? Да. И помни, что тебе лучше делать разведку... Ну, басом ниндзей. Максимально уходишь в левом. Шикардос. Лучше повторять. Ходы. Так, тут есть призрак. Есть два приказа. Из полезных вещей, в общем-то, все. На этом закончилось. Так, может, ты не брал из-за последнего звания обилки? Суммарно посчитай, сколько у него открыто умений. А сколько должно быть, кстати, умений открыто суммарно? Может быть, да. Может, там как-то по-другому оно. Сразу пак. Весьма увесистый такой. А люди в плащах. Настораживают. И тут есть подкрепа. Где-то на 20-й ход идет подкрепа. Но после вскрытия консилы. Я, конечно, могу попробовать пробежать. Тем более, у меня такая маневренность конская. А, ну, бас не может пробежать. С того, что у него со скрытностью беда. Но... Короче, я не думаю, что нужно сейчас форсировать события. Лучше подождать, когда они на меня идут. Только не говорите, что они еще нубасы перекроют. Могут перекрыть. Изи могут перекрыть. Как раз на клеточку плюс-минус одна там у него. Вряд ли они влево уйдут. Короче, я револьвером отсюда валю. Лучше быть ближе к вакууму. Знаете? Я надеюсь, что они не будут заходить. Не хочу я призрака юзать. Да ладно, вы... Но они не флангуют меня. Там у меня двойной кавер. Слава богу. Сейчас можно через призрака. И нужно будет через призрака валить. Ёпарэсатэ. Что-то вообще неудачное. Что-то вообще жесть, да? Может, даже на крышу надо. Ну чего, эти так же будут, наверное, вперёд идти просто. Тимогут назад. Просто боюсь... Во-первых, я не знаю, может быть, кто-то внутри есть. Здесь тоже кто-то может быть. Изи просто. Как эти будут действовать? Но самое безопасное — это всё-таки на крыше идти. Опять же, через призрака подходим так. Револьвером мы забираемся, наверное, вот так. Даже вот так, наверное. Ну да, ту редко, да-да. Один ход у меня будет ещё, призрак, работать. Там ту редко. Этот меня не спасёт от каверным. От фланга. Или всё-таки спасёт. Да, они не успеют. Короче, это жесть, друзья. Это просто жесть. Начало аховое. Два пака идут прям, прям, прям как на меня. Ещё один пак. Небольшой. Мини-пак. Ой, ну ладно, и эти на перерез идут. Я не могу двигаться. Хотя нет, могу двигаться. Что делать, мне понятно. Там вообще неизвестность. То есть, дети ориентировочно уходят. Могут забраться наверх в этот ход. Эти непонятно пока, как будут действовать. Но призрака у меня нет, поэтому лучше вообще затихнуть. Я бы встал вот так вот этим. Так вот встал. Я этим бы встал вот так вот. Ну, чтобы и от туретки, и этих мониторить. Нижний пак сейчас может вернуться. Эти уходят направо, и эти идут в этом направлении, да? Ну и чего. Раскакивать туда я не могу. Плюс я не вижу, кто там за. Ну, спуститься-то посмотреть можно. Да, давай. Они должны были отойти на достаточное расстояние. Да, мы шли. Типа, это моя возможность проскочить сейчас. Скорее всего, даже... Почему так? А, потому что ты срезаешь. Или вот так. Ты не знаешь, что там. Да-да, перебивочка, потому что я поезд пересек. Интересный текст. Что мне делать Нубасом? Без Нубаса эту миссию не пройти. А Нубаса скрытности нет, нифига. То есть он не может так просто взять. Хотя он может здесь прыгнуть. Слушай, реально. Если он просто... А, ну ты не знаешь, будет ли сокращенную вижен у тех. То есть достанут они или не достанут вообще. Я предлагаю тебе подойти на полхода вот сюда. И уже к следующему пытаться выскакивать как-то. Только так. Знаете, продолжают уходить мне на руку, конечно. Но они очень лениво идут вообще. Не забываем, что там еще два пака. Я не знаю, как они... Каким способом они... Короче, наверное, надо вот так вот по краюшку. Ты всех же троих видишь. Всех троих видишь. Спрыгиваем. Там справа, может быть. Внутри еще, может быть. Тут вроде ушли. Крайне опасный момент был. Крайне... Ой, эвак еще так хитро. Ну, я не буду форсировать и лезть на базу. Я лучше реально вот как-то... Как-то... Как-то отсюда даже. Ну, Вижен там хороший вокруг. С вышки. Вот оно что, Михалыч. Побежали. На фонт побежали. Ну, вот так лучше ковер-ковер на случай, если справа будет выходить. Хорошая новость. Мы оставили позади три пака. Привет, Макс Грекс. Имха-миссия с тленкой проходит не стало сама армией. Ну, имха на армию 50 дней проникновения. Имха, если у тебя такое имха, то значит, что ты очень странный XCOM играешь. Если тебе как бы 50 дней армии норм. Норм. Тут особенная миссия. Тут проникновение начинается от 14 дней. Понимаешь? И там шестой человек тебе уже будет прибавлять по 7 дней. Да-да-да, я понял. Ты думаешь, почему я в прошлый раз пять человек только взял? За шестого мне неделю накидывали. Все очень просто. Такого типа миссия. Молекула, добрый вечер. Там сектопод еще шумит. Так, ну там дырка от сектопода все еще есть. Эвак достаточно близко. То есть надо вот сюда вот выйти. Сюда вот спуститься. И... И да. И пытаться... Унести. Вне центра, как вы видите, врагов нет. Прошло где-то шесть ходов. Хотя призрак откатился. Я его делал не на первых. Вот АКД у него пять ходов. Скорее всего, семь ходов уже прошло. Ой, кого-то увидели уже. Ага, туретка. Туретка, ладно. Вообще, конечно, можно пройти эту миссию и войсками, но мы проходили уже ее. Пытались проходить. Могло бы получиться, если бы я знал специфику поведения врагов на этой карте. То, что, в частности, после того, как ты убиваешь сектопода, они начинают лезть. Или когда ты убиваешь, там, увидишь, видишь склянку. Начинают просто лезть все. Все отовсюду. Так, окей. Сейчас должны увидеть сектопода. Тащим парксуном. Под призраком. Да, сектопод. Так, но тут, кроме этих товарищей, еще есть даш. Мне нужно полхода и уходить, да? Тут можно забраться, там можно забраться, везде можно забраться. Вот так вот. То есть, мне нужно... Либо даже сразу на эвак одним ниндзей. И готовиться жертвовать им. Вот, сюда подходим. Должна же быть какая-то перебивка. Вот, а это еще один пак, который тут по кд ходит. Короче, нам нужно дождаться, когда этот пак уйдет. Проверить, достаем ли мы приказом, скажем, сверху, да? Вот отсюда вот. Но так-то не проверишь, на самом деле. Потому что ты же вперед должен пробежать. Так не достаешь. Дерево может нам мешать просто. Тут мешает фулл кавер точно. Давай на уголочек. Страшновато. Важная миссия. Из основного квеста миссия. Так, этот пак проходит влево. Может полностью то он и не уйдет. Надо ходик 2 подождать, потому что там дроиды. У них, конечно, рейндж огромный, обнаружение. Так, здесь я приказом достаю. Сорвен за спойлер, но забрать склянку не требует хода. А пусть через приказ. Да. Да. Все будет хорошо. Пропускаем еще один ход. Сейчас посмотрим, может... Ой, они возвращаются уже. Что так быстро? Может быть они там... Короче, пропускаем еще ход. Главное, что сейчас подкрепа не прилетел. Кстати, похожая миссия в XCOM и Classified была... Ой, не напоминай мне D-Classified. Эту не до XCOM-овскую игру. Если ты про бюро... Не по жанру, не по духу, не по сложности она... Блин, эти не уходят реально никуда. Призрак юзаем. Призрак не помогает, как и было в предсказанном. Пулем пак. Зря поторопился. Ну, сейчас должны разбежаться просто. Никаких овервочей, ничего. Секто-повод. Рут тут с ума. Грязь, конечно, грязь. Что-то я боюсь за судьбу этого ниндзя, но басом. Подкрепа на подходим. Приказ я могу ему дать. Делаем приказ, делаем рывок. Но я не буду эвакуироваться сейчас. Возможно, мне труп придется его вытаскивать. Я могу как-то от Мэка увернуться? Никак ты не увернешься от Мэка. Просто молись. Это уже совсем другая история. Какие там шансы были? Там Мэк нормально стреляет. Да ладно, еще... О, нет. Сейчас они еще этого ниндзя убьют. Они прям в тыл ко мне. Прям со спины. Твою налево. Сейчас ниндзя ушатывают в этот ход. А, нет. Спрыгивают. Фух. Так, ну что, друзья. У нас есть кровоточащий этот упырь. Сейчас все сюда будут стягиваться. Вот он, и берсерки, да. Я в инвизи. Чисто в теории. И они отсюда не отступят уже. И уже отсюда не отступят. Блин, опять провал, а? А вот это как хорошо. Топчи их. Я не дохожу полхода-полхода от трупа до трупа. И нужно либо ждать принципиально другого... Шаблона действий от них. Чтоб они тупо отсюда как-то ушли. Но это... Они всегда будут здесь тереться. С другой стороны, ничего не теряю. Можно подождать пару ходов. Только надо с фланга уйти. Я, пожалуй, действительно Z-билдер подожду. Сейчас сюда просто все с картой. А, мутон с туреткой. Турель без сознания. Нет у меня броньки с крюком. Кроме змеиной, которую бы он отдал здесь бы. Турель без сознания. Отвечện Ist. Известик. trash. Trот. O quyпании. Турель без сознания. Турель без сознания. Отвечением. Да, надо было ниндзя с легким шагом, конечно же, брать. И все. У меня не было ниндзя другого, насколько я помню. Или был, но он был офицером вторым. Это провал. Еще я на две недели откладываю эту миссию. Главное, если при револьвер на полхода до Ивака добегал. Была бы другая ситуация. С другой стороны, это же револьвер. Он выживает даже в самых странных условиях. Поэтому я, пожалуй... Вон, там отошли. Может, слева как-то подойти. Такая куча, капец. Может, реально мутона дождаться? Он здесь всех перебьет. Хотя там подкрепим. Есть маскировка, возможность перекинуть Ивак. Доп-маскировки у револьвера нет. И на этой миссии не перекидывается Ивак. Так, а вот и лутец кинь. Причем я могу его взять... Так, скорее, фланганут здесь. Так как будешь... Но слева-то реально можно попробовать с призраком добраться. А, да, рискуем. А мне нужно труп взять. Или лут, который выпал. Если лут, который выпал, то это проще. Потому что реально у меня есть... У меня есть дополнительная пара клеток. О, еще мутон. Отлично. Нас уже трое на этой миссии. Ой, ну все. Миша, может, как-то ближе Ивак придумать? Да ё-моё. Такая миссия. Тут не перекидывается Ивак. Тут можно попробовать использовать то, что они пока справа. Ниндзи в призраке подойти взять лут. На это не требуется убирание маскировки. Реально вот с этого уголка может что-то получиться. Потому что там, видите... Хотя вряд ли, конечно. Слишком жестко. Ладно, в любом случае, следующий ход. О! Ну или ждать сюда мутона просто. Двух мутонов. Чтоб они все разнесли. Ну там подкрепы еще будут. А вдруг подкрепы с мутонами будут? О-о-о-о-о! Не, ну этого не хватит ранжа. Двух клеток мне не хватит. Призрак, не призрак, не важно. О-о-о! Хватило! Миша скилловый, скилловый проверил все варианты. Красавчик! Спулил пак. Револьвер. Ты был хорошим бойцом. Кто увидел? Блин, а могло уж получиться. Кстати, еще может получиться. Если я встану сюда, фул кавер, фул кавер. Очень хорошая точка. Нужно оббегать большинству здесь. Поехали. Рева, прошу, прошу, револьвер, не подведи. Я понимаю, что ты не самый сильный Старкрафт игрок. Прошу тебя, не подведи. Они меня не видят. Они могут тупить. Йос! Ой, передаю привет нубасам в чатике. На что он надеется? Улетай! Ну что такое? Ну как так можно? Нубасы! Нубасы! Такие вы нубасы вообще! О-о-о-о! А револьвер смог! А револьвер смог! Большинство бы просто взяло и улетело, и через две недели вернулось бы. А мы... А мы... А мы... О-о-о! Да он лакер, говорит, гитарера. Да, ревчик, молодец. Миссия выполнена, друзья. А склянку доставили. Вот склянка. О-о-о! Револьвер красавчик! Револьвер такие вообще игры вытаскивал здесь, такие миссии безнадежные вытаскивал. Левел апрели. Маскировочку заработал себе. Ну баса ниндзя оставили, хрен с ним. Склянка секретного объекта, да есть же ж! Это проект... О-о-о! На три! Прогресс аватара снизили! У-у-у! У-у-у! Изучить. Ну я, наверное, плазму сначала доделаю, перед тем, как в зал теней отправлять. Он только в этом трое десять раз помереть должен был. Класс! Друзья, класс! Проект аватара снижаем на троечку. Изейшее, просто темнейшее. А-а-а! Опять восемь, да? Новые регионы. Даже если бы они были по восемьдесят, я бы не стал их подключать. Можно, кстати, вот это подключить за восемьдесят, пожалуйста. Потому что разведданных впритык, короче говоря. Хотя да, вот этот регион бы можно было подключить. Что им за бонус здесь? Просто на боевом модулем сохранять и приставлять. Ну, редко требуется. Вабранцы стоят ноль. Короче, здесь восьмерочка, заряжен регион. Разведданными чекаем. Здесь, соответственно, наем идет. Инжа убили. Пофиг на него. Тысяча двести доход. Ресурсы через восемь дней. Сканем либерейшн в этом регионе. Обучение завершено. Лиссориус разведчик. Можно ли? Да, надежное укрытие. Я еще учу, учу, учу. Прям учу, учу. Пятерочка, шестерочка. Это что? А-а-а! Это снижение колонны, да. Уменьшите силу врага. Но я не пойду уже сюда, потому что там и так три с половиной дня оставалось. Так сейчас уже я пропустил и два дня восьминадцать часов. Жалко. Жалко. Плазменные через три дня, друзья. Новая цель. Освобождение инженер. Эвакуируйте из города два дня лесом. Новая цель. Освобождение ученый. Эвакуируйте из города пять дней. Но значительное. Есть ли у меня ниндзя-нубас? Круто! Так. Ну тут, конечно, народу будет масса. Вообще на такие миссии лучше не идти. Тем более у меня нет ниндзя-нубасов. Я просто похороню человека. Надо перепроверить было центры военных технологий. Кажется, там у меня учатся все. Учатся и Лука, и какой-то нубас. Но лучше не проматывать, если не уверен. Да, есть обучение здесь. Партизанке обучение только одно. Но у второго там как бы... А нет, револьверы же можно. Можно ли... Нужно ли... Нужно револьвера. Это надо было сделать. Два дня. Плазменная винтовка, друзья. Последний терроружие. Открываем. Сплавов ни хрена, и Лерия тоже нифига нет. О! Инженер пришел. Наняли сразу же. Надо вербовать еще посмотреть. Может кто появился. Я пропустил. Нет никого. Так, после плазмы сразу взяли в зоне испытаний. В смысле взяли теней. Так, а так, когда там костюм? Плазменная винтовка 20 часов. Псих. Дымовые хитин. Дымовые бомбы. А, вот броня и карш из ней. Вместе с новым месяцем, да? Восьмерка. Мне кажется, сейчас мы должны рейд словить по логике. То есть везде данные. Это заряженный регион. Три освобожденных как бы... Скорее всего, я сюда словлю. Не хочу раньше времени. Давай лучше. В десятку, браток. Показать солдатам. Браток только начал учиться. И это, кажется, точный рейнджер. Да, точный перспективный рейнджер. Абсолютное спокойствие. 75 меткость. Посмотрим, что у него есть по центру военных технологий. Ну, я в пистолетку, видите, ему. Значит, у него нет нормальных тем. Может, Брюса тогда? Брюса? Не, давай посмотрим все-таки братка. Да, это пистолетная чистоветка. А тут гранаты пробивают и одинокий волк. Одинокий волк, конечно, можно так прям его сделать одиноким волком. Но такое редко. Это скорее для снайпа, Билк. И Лука у нас учится, да? Учится Лука. Может, у кого-то артиллерийский залп из хэвиков есть или из пулеметчиков. Призрак кубикирием. Ответный огонь. Абумария. Стрелок-головорез. Ну, тут уже обученные, насколько возможно. Надо все-таки волю к жизни, например, психу. Плазменная винтовка. 13 часов, друзья. Что там? Где соточка? А, 200% захотите предмет. Dark Event. Контрразведка. И отряд из топовой ниндзи и так себе штурмаша. После головорезового Марима что-то выпадет. Да, может. Но я психа в любом случае буду брать с собой. То есть ему-то тоже такие вещи. Особенно дефенсные вещи ему очень хорошо заходят. То есть там низкий силуэт какой-нибудь. Там до броня при попадании. Хотя не уверен, что такие есть обилки. К слову, с криком склянка была бы very easy. Ну, в такой ситуации естественно. Во-первых, не всегда у тебя там возвышение рядом. Хотя, может быть, и всегда. Потому что у миссии тоже рядышком было возвышение. Я думаю, с призраком склянка easy. С маневренностью 20 и приказом тоже склянка easy. С легким шагом или молниеносными рефлексами склянка easy. Можно продолжать как бы бесконечно. Там вариантов масса. Я оказался в той ситуации, в которой оказался. И револьвер нас спас. О, открытая цель. Это хорошо. Наша задача. Маневренным штурмашом добежать, взять штуку эту. Кинуть перед этим и вак. И только вот двигаться, кстати, над ниндзей. В первую очередь. Особенно на первые ходы. Потому что у него, по крайней мере, обнаружение неплохое. Так, тут вышка. Мне уже не нравится. Тут две вышки даже. И не пройти. Короче, смещаемся влево. Нафиг нужно. Причем смещаемся. Опять же снизу. Поторопелось. На самом деле, такие вещи можно спокойно, без разведки видеть. Крутящиеся вышки. Будем пробегать. Еще левее будем пробегать. Там мирные могут быть. По клеткам нет мирных. Мы отбегаем. Слышу мэков. Там заметная, да, была активность? С 16-18 увидели кого-то уже. Мэк офицер и кренадер. А, тут же аспирант еще. У него там жнец. Нажимай кнопку, въезжай сразу же. Сейчас риск был. Что в партизанке работает вот эта вот обелочка. Первые два хода. Маневренность, плюс три клетки, все дела. И можно, к своему удивлению, забежать слишком далеко. Ну, еще посылка находится чуть левее. Ну, я изначально хотел бежать направо, потому что просто это поближе получается. Но, учитывая то, что там еще две вышки, как-то мне перехотелось. Это опасно. Паки могут гулять уже на здании, и в здании, и слева от здания. И надо думать, как вообще проходить. Я к тому говорил, что крюки к ноябрю вообще полезно иметь самую универсальную. Всех вариантов не вызывают срабатывание овера, можно выпрыгивать из зоны наружения. Да, но... Своя, видишь, война какая. Сначала за рельсовым гнались, потом за уникальными арморами гнались, потом за этими осколочными пушками и боевой броней. Сейчас за плазмой гонимся. Мобильная броня, конечно, наверняка бы мне не раз выручила. Опасный мир. Пять ходов, вот что опасно. До уничтожения контейнера. Хорошо. Тогда бачком распак с правой стороны. Главное, чтобы он сейчас прям мне на перерез не шел. Было бы совсем плохо. Четыре хода. Тут уже нельзя тормозить. Времени вообще в обрез. Ой. Капец. Очень многое зависит от того, куда они пойдут в результате. Очень многое. Что если они пойдут прямо на меня, это миссия запора там. Они уходят. Это хорошо. Там было пять человек, насколько я помню. Две змеи, два мутона и архонт. Это к тому, что нужно будет видеть вижн. Так, и у точки еще враги, наверное. Учитывая то, что ты доходишь на фулл ход впритык, тебе надо либо сюда бежать сразу же. Учитывая то, что есть ходы, может, подождем твою маму. Ты всех видишь? Слева пятеро, да, всех видел. Давай так. Я понял. Ну отсюда я не добегаю до цели. То есть надо еще две клетки где-то выиграть. По-хорошему. Даже три клетки надо выиграть. Думаю, что мой вариант это вот. Вот она. Минус может быть в том, что там кто-то может быть, но здесь, видите, запас есть хороший. То есть мы от фланга, от этого избавляемся. Хорошо. Не забудь про эвак, миш. Не забудь про эвак. Все уходит. Ну неважно уже, уходит, не уходит. Главное, я добегаю сейчас до цели. Должен добегать до цели. Да, добегаю до цели. Я думаю, надо сначала добежать, а потом кидать эвак. Потому что если вдруг, не дай бог, Ох, эти товарищи займут вот эти вот две клетки, это будет провал. Поэтому добегаешь, кидаешь эвак куда-то сюда, или на себе кидаешь эвак. Поехал. Поехал. Да. И тут Лейминг все понял. После того, как ему отдали приказ, он понял все. Стоп, а может, я его еще приказом немножко сдвинул? Там приказывать не можем. Короче, эвак пошел. Это ключевое. Тут все равно мега рискованно. Потому что я остаюсь на том месте. То есть меня ушатывают. А зачем я сюда тогда эвак кинул? У тебя же еще действие на взломать сундук. Балбес. Ты балбес. Да-да-да-да, это была ошибка. Это была ошибка. Потому что это действие полноценное. У меня не будет полхода. Ронган убежать еще сможешь. Нельзя же. Какая разница, когда ты. Ты можешь на... Если вырубаешь ронган, то получается... Тебя ни разу не проверял. Вы проверяли ронган? По логике, как бы, он не должен был... То есть это такое же действие. Какая разница с ронганом-то или без? Мне нужно вытаскивать трубу сейчас. Не получается, говорят. Просто там эксперты орут, блин. Короче, вот так подхожу. Все-таки. Зачем? Зачем до эвака еще два хода? Ну, куда ты лезешь-то, блин? Тупой. Только повысил шансы пулу своего же. Они сейчас разбегаться еще будут. Вот что это такое? Зачем я подошел? Хорошо, меня архонг не заметил пока. Там же еще масса людей. Зря, короче, я подошел. Дай бог мне этот ход пережить. Там еще хрен под... Ну, хотя из него выпадет после кровотечения. С випом работает. Я всегда так проходил. Там дверь, а не объект. Там вообще бесплатные действия. Насколько я понимаю. Так, использовать ли призрак? Учитывая то, что здесь архонг, я при отступлении могу напороться. Я думаю, да. Ой, пока так. Еще не факт, что пакетч будет как выкинутый лут. Мне, возможно, труп его надо будет забирать. Учитывая то, что он прямо на этой точке стоит огромное количество людей. Хотя нет, они периодически уходят. Будет, конечно, данных. Ждем МВАКа, ждем, когда сдохнет товарищ. Держатся еще где-то. Фалин, подчеркивание, трупплан поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Миша, может брать на эту миссию офицера. Подходишь, кидаешь вак, ломаешь. Офицерам бежишь до эвак, даешь приказ ломателю, эвакуируешься всеми. Ждем еще два хода, в общем. Ой, там сзади еще прибегают. Дроп могут забрать, не забывай. Ну, а что я сделаю? Забывай, не забывай. Тут надо смотреть, заберут или не заберут. Такое ощущение, что я все равно буду действовать, как бы то ни было, вне зависимости от меняющейся ситуации. Это не так. Посмотрим, что будет. Разок забирали. В большинстве случаев никто не забирал. Это опасно, конечно. Вот эти вот сетерки рядом. Еще ход надо будет терпеть. Призрак закончился. А я не знаю. Мне кажется, что нужно обходить слева, в общем. Теперь уже. Если я умру... А, я здесь был, да? То есть, чисто в теории, можно забрать вот с этой ячейки будет лут. Даже в инвизи. Мне не нравится находиться вот здесь вот. С такой кучей, которая каждый ход шарахается. Как там архонт еще. Блин, сюда могут спалить себе уже. А так, слишком далеко. Ладно, для начала посмотри, как они будут себя вести. Шапак. На всякий случай, говорю, проходил так. Захват и подбегаешь на мух, и повезаешь на мига. Отбегаешь его от действия. Остается один мух, что бежать такие дела. Ясно. Архонт эту клетку еще занял, да? А, нет, улетел. Сейчас посмотрим, как там с лутом. Наши от кровотечения сейчас вдыхает. Еще подкреп скоро будут. Уже там седьмой ход проходит. Вот гады, а! Блин, вот... Если бы у них было поменьше хитов, у меня была получше пушка, я мог через жнеца так попрыгать. Сейчас, конечно, грязь. Сейчас просто грязь. Надо первое надеяться на то, что вот этот товарищ уйдет. Потом как-то на полхода вот сюда, скажем, пойти, подойти. Не знаю, надо выбирать место. Или сюда даже. Нет, скорее вот сюда вот. Потом полхода лут и ушел на угол. Полкан-то он не стоит. Да, аспиранты у нас хорош. Аспиранты у нас последний. Плюс у него элитный глушитель. Что будет, если я сейчас пропущу, а этот пробежит? Меня спалят. Ну, зависит от змей. Сейчас ты можешь просто убежать. Изи просто. Берешь, убегаешь на Ивак, эвакуируешься, спасаешь полкана. На кону Dark Event. Неизвестный. Этот супер шпион, там все дела. Но какая вероятность, что этот товарищ не побежит ко мне? Вообще не могу оценить. То есть, насколько это, это вообще непонятно. Короче, надо забить, просто выбегать. Реально не стоит того полка. Поехали. Жалко, что ж поделать. Улетаем. Мутон на овере. Какой овер, если тут ниндзя с легким шагом? Там не только мутоны, этот же солдат на овере стоял. Ошибка одного Ивака. Да, кстати, кинул бы Ивак у трупа, сейчас бы пробежал бы туда. Сразу на Ивак и сразу лут бы взял. Действительно? Ошибка одного Ивака. Так и есть. Можно было попробовать кинуть Ивак в труп. Да, это понятно, да. Маскировка, да, да, да. Маскировка забудь. Там вижены слишком много самого разнообразного. Что за Dark Event? Любопытно. Так, хорошо. Плазменная винтовка. Шесть часов. Шесть часов. Развед данных, кстати, 120. Может быть, все-таки контакт пойдем установим? По крайней мере, мы обезопасим. Убежище шесть. А давай. 30 запасей есть? Поехали. Ну что, шесть новобранцев. Контакт смежный с освобожденным регионом. Мне кажется, это правильная штука. Это последний, кстати, контакт из возможных. Новая цель. Освобождение. Ученый. Эвакуируйте. Ну, тут аспирант, опять же, но... В общем, мне нужно сейчас как-то пережить вот эту вот неделю. Потому что пять, шесть, семь дней. Семь дней ранения у ключевых. Самое главное, конечно, пятерочка у Аркаши. И у Пептара шестерочка. И Фаерлорд семерочка. А тут все вообще в течение недели выходят. Пулеметчик пять дней. Фолланд рейнджер топовый два дня. Вот эти люди мне нужны. Я смогу любую миссию из текущих выполнить. Один час. Небольшая будет минималка. Сто процентов. Тут мы не рискуем особо никем. Ну, потому что... Там не надо выходить из консила просто. Может быть, стоит рассмотреть вариант связь с сопротивлением. Сделать еще. Хотя я вряд ли буду еще регионы подключать. Ну, что мне стоит, например, энергостанцию построить? Соточка, ези. Хотя бы так, чтобы неделю не терять в случае необходимости... Ну, там... Плазменная винтовка два часа, ребят. Топовое оружие. Т-4 оружие. Т-4. Четыре. Как сказал Балл Николаев. Плазменная винтовка. Плазменная винтовка. Исследование завершено. Прототип помещен в инвентарь. Ну, и тут точное оружие должно быть. Плазменная винтовка. Усиленный хранитель тени. Это пистолетик. Гиперпистолет. Плазмопистолет. Гиперпистолет и плазмопистолет. Лучевая пушка. Плазменное копье. Новое исследование, соответственно. Штормовая. Плазменные бластеры. У-у-у-у. В зоне испытаний. Так, значит. Плазменные бластеры. Я не знаю, что это такое. Для начала посмотрим на характеристики пистолета в винтовочке. Гиперпистолет. А, пистолет-пулемет, понятно. Хранитель тени, да. Плазменные бластеры. Взяв за основу плазменной технологии, мы разработали оружие способно выпускать мощно-сокусированный залп плазмы. А, это вот на руку. Это следующая тема от осколочной пушки. Видимо, третий тир. Мобильная броня. О, или лучевую пушку. Это снайперы, пулеметчики. Кристаллы с плавой ядром. Мобильная броня. Шесть дней. А, лучевая пушка и плазменное копье. Это разные исследования вообще. И штормовая пушка дофига. О-о-о-о. То есть, типа, сделай дробаш и следуй. Десять дней. Девять дней. Хочешь снайперам винтовочки? Девять дней. Хочешь пулеметчиком? Пожалуйста, девять дней. Офигенно. И дорого, и долго, и вообще. Короче, мобильная броня. Давайте посмотрим на винтовочку. Винтовочка для рейнджеров. Может зайдет? Вот он, рейнджер какой-нибудь. Винтовка гаусса. Шесть, одиннадцать, три. Семь, тринадцать, три. Шесть, тринадцать, три. Шесть, тринадцать, три. Шесть, тринадцать, три. Ну да, это тогда, да. Это тогда имба. Тут один обвес, чего стоит. Дополнительный. Ох. Ох. Для рейнджеров. Элитный прицел, элитная настройка спуска, расширенный магазин, элитный перезарядка. На оверх стреляешь, двойными выстрелами стреляешь, как угодно вообще стреляешь. Или. Ох. Не, только рейнджерам хорошо. Ну, ладно, может, пулеметчикам тоже. Тоже и овер, и... Да, овер прицел Дмитрию можно сделать, чтобы двойные и тройные выстрелы плюс овервотч. Ну, хотя обычно это не очень сильно сочетается. Я имею в виду стандартные выстрелы и овервотч. То есть ты выбираешь, как правило, стреляешь ли ты или оставляешь на овер. Но я поберег ресурс и остался на гауссах. Не, может быть, я и останусь на гауссах, потому что мне сейчас сплавы кристаллы. Может быть, лучше в зоне испытаний пушку сделать или вложиться там в броню призрака опять же. Так, 6-8. Рейд скоро будет. Главное, чтобы он был до того, как... Рейд. Даже здесь. 5 дней. О-о-о-о! В прекрасном регионе рейд. Просто в прекрасном. Сил Адвента 3. Дали 5 дней. Ученый, видимо, постарался с разведчиками. Соответственно, я успею вытащить основных товарищей. Успею получить ресурсы даже. И, возможно, успею броню и кар сделать. Ну, я точно туда не пойду сейчас. Я просто сканю. Так, обучение завершено. Это у нас новобранец. Леминг-ниндзя как раз на замену. На вербовке пустом. Партизанке некого обучать. Эй, стоп. Обучение только специалисты идут леминговского. Короче, по окончанию месяца... Может, на черный рынок слетать? Ну, там персональные модули, там трупов никаких вообще нет. Так, восстановились двое после ранения. Фомбич и Фолланд, насколько я понял. Два рейнджера. Это очень хорошо. Ну, главные... Да, главные полканы. Так, рейд за материалами. Четыре дня. Вообще класс. Обучился леминг-специалист. Сержант Лок-Пан восстановился после ранения, но это ну бас. Эвакуация ВИПа. Незначительно еще гасим до минималки. Восемь. Вот это меня беспокоит. Новая цель. Улика, либерейшн, один день, игнор. Станция в Нью-Мексико. Ой, Лука обучился. Веерный огонь. Ребята, посмотрите на этого солдата. Красавец. Мужчина первый, кто в центре военной технологии изучил все. У него верный прицел, у него страж, у него вся пистолетка. Готов к бою. Абсолютное спокойствие. Меткость 85. И при этом, при всем, он разрушитель. С мобильностью 16, здоровьем 10. Это просто герой. То есть он точный, он плотный. У него перки прекрасные. То есть он еще точный не просто, потому что 85. Верный прицел. Подоверы у него прекрасные. Абсолютное спокойствие. Вместе со стражем выпало. Ну и как бы готов к бою универсальная штука. Меткость, мобильность, здоровье, уклонение. Бомбардир для разрушителя тоже как бы в тему. Надо его брать. И кажется, он еще не с хайлевельный. А нет, у него беглый огонь уже. То есть у него артиллерийский, рокеты-рокеты, и он еще будет стрелять. Да, его надо обязательно эквипнуть хорошо. Защита у него плюс 7. Это стыд. Я ему дам продвинутую защиту на 11. Что он всегда будет впереди. Уже лучшим. И надо в центре военных технологий склянку после мобильной брони 3 дня. Так, и центр военных технологий выбрать внимательно. Может быть действительно взять Авамарию и через Головореза чекнуть еще один навык. Абсолютно бесполезный навык, с одной стороны. Но может что-то выплывет. Может рейнджера все-таки нулевого. Да, наверное лучше рейнджера. Пистолетку дальше. Фола накачаем. Так, пистолеты кстати тоже. А пистолеты чем отличаются этим? Надо же посмотреть на пистоль. На плазменный. Оружие. Пистолет. Давайте на одну штучку сделаем. Сделай парочку экспериментального. Нет, это не честно. Оно бесплатное. Так, ну нужен нам лука. Нам нужен лука. Два дня, три дня пептара берем. Вот он лука. Красавчик. Так, 5-8. У Гаусса 4-7. Ну понятно. Но это пробивает броню. Вообще разницы нет. Для пистолета вообще разницы нет. Ну в большинстве случаев. То есть как бы чаще всего врагов есть. Армор. И как бы... Ну это более универсальная, конечно, тема. Колби, Михаил. И что? Колби я не могу исследовать, если только не завершу текущее исследование. Текущее исследование мобильной бронёй. Я не хочу останавливать. То есть мы подключаем регион. Мы получаем ресурсы. Мы летим на чёрный рынок. Давай, подключили регион. О, выходит на связь. Новобранец. Да наконец-то! Ребята, добро пожаловать в сопротивление! Давно не было нубасов. А этот защитный, манёвренный, достаточно точный. И что мне с тебя... Ну я точно не буду его как... Как-то на прокачку кого-то. Нужно понять, кого мне не хватает. Ниндзя, 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 ниндзя. Четыре ниндзя, да? Специалисты как? Специалисты, кажется, вообще галяк. Да, два спеца. Один только нубас. Нужны нынлёвые миссии всегда, специалисты ниндзя. Всегда. Кому-то везёт, кто-то вот как револьвер, чуть ли не до последнего докачивается звание на таких лоловых миссиях. Так, а здесь уже 200% эвакуируется випа. Незначительное всё ещё. Это Liberation. Учёные... Учёные-то я не откажусь от учёного. Плюс процентов 5 дадут. Поехали. Луку ещё раз можно прокачать в центр СВТ. Как? Там уже всё было открыто вообще. Все навыки были открыты. Ну хотя, может, там какой-то убер-навык? Ещё раз. Два, три к начальному урону оружки плюс перки персонажей. Разница огромная. А какая разница, когда ты добавляешь перки персонажей? То есть вот у тебя есть урон там 5-8 и 4-7. Один пробивает броню, другой не пробивает броню. Сколько ты там не прибавлял урона, если у противника есть армор, хотя бы один, то пушки абсолютно идентичные по урону. Абсолютно. Хотя, если говорить о крите, то получается умноженный урон на 2 лучше, чем единичка брони. Это да. Там ещё больше крита урона у плазмы. Да. Да. В этом вы правы. Короче, есть здание. Здесь чаще... Ну, хотя тут как угадаешь? Вышку вижу. Угадаешь или не угадаешь? Мне кажется, нужно заходить с этой стороны. Там здание здесь просвечивается полностью. Да, с той стороны кажется оно с входом, причём стенка такая solid. Сплошная, в общем. Я попробую вот так вот, потому что не хочу её спалить на мирных ниндзю. Начну я с такого манёвра. У тебя почти все на критах же. У меня на критах все. Да, многие на критах. С Богом, друзья. Мне особо эта миссия не важна, но не стоит и учёные, и Liberation в регионе, которые я пасу. Это приятно. Тоже близко. Предел. Точнее, границы карты. Скопирую, зайди. Да, я не буду сейчас смотреть, Вики. А, там ещё больше урон. То есть, сам по себе множитель крита, да, больше у плазмы получается? Тогда хорошо. Тогда да. Ну, рейнджерам и снайперам тогда получается, в первую очередь. Пулемётчикам вряд ли у них на крите нет. А вот агрессия, она как раз у... у снайперов и рейнджеров взята. Ой, что ж ты кричишь, ты учёного испугался. Тряпка. Тогда я, наверное, плазму и ветку только в точное оружие пойду. То есть, винтовки есть? Есть. Опасно, Миш. Учитывая то, что ты ещё там слышал, может, не стоит дальше вот этого проходить. Да, да, да. Здесь будет целая проблема проскочить мимо. Уверяю. Я сейчас никого не вижу, это радует. Давай так. Что рисковать? Проскакивай тебе, по-моему. А ты в любом случае добегаешь только так. Нет пока ещё вопроса о риске. Искре плазма. Искре, да, тоже плазма, конечно же. Мы, кстати, уже подошли к этому зданию злополучному. Вот это проблема. Вот я про эту сплошную стенку говорил в здании. С одной стороны, круто, что ты как бы хопа и в дамках. Но с другой стороны, получается, не добегает наш друг. А стоять на месте не стоит. Поэтому, скорее всего, я просто подойду сначала на половинку. Здесь обойду, посмотрю, как они будут действовать. Следующий ход. хотят. Хотят тебе забираться-то где? Откуда забираться? Отсюда только, да? А здесь подъёма нет. Мне казалось, что отсюда можно было бы забраться. Да. А, я подходил вплотную к этой стенке, а потом рывком наверх. сейчас-то не сработает. Блин. Ладно, вот так. Или рискнуть подойти. Я беспокоюсь, что сейчас слева в любой момент могут выйти. Да, но если бы я подошёл, я точно спунил. Не факт, что они, кстати, сейчас не заметят меня. Да, видите, на последнюю клитку заметили. Ну, прощаемся с учёным, естественным. Тут, естественно, призрак, никаких там геройств, ваний. Обходим. Там паки, тут паки. Шесть ходов, капец. Ладно, хватит мучиться, в общем, беги. Ушат они. Хорошая реакция там ещё. Грязь. Ну, поэтому я и не люблю миссии на сопроводите випа. Это всегда какая-то рулетка. ходы ограничены. Инфы о паках нет. Если ты сюда тьмой идёшь, то, как правило, времени маловато, учитывая то, что это liberation. То есть, народ не соберёшь. Так ещё и если вдруг спалишься, то подкрепы начнут на тебя ещё сверху падать. Короче, хреновый тип миссии. Не выполнили, но зато и не похоронили. У плазма пулемёта 10-16 против Гаусса 7-14. Вот нижний порог урона это очень хорошо, конечно. Но, наверное, я всё-таки начну со снайперов, учитывая, если там действительно множитель крита. У меня серия как раз. То есть, там крит стопроцентный и там можно реально людей ваншотать. То есть, кавры поснимал осколочными ракетками и чем захочешь. И дальше подполучаем, например, закидываешь стопроцентным критом итак, там воля к жизни у психа. Здесь мы регион доподключаем. Интересно, как это сила адвента. 8, да, да, да. Ну, вот они как раз отсюда атаку и провели с восьмёркой. Жесть какая, Всех на развед данные, но не буду вообще тут выполнять никакие миссии, кроме мега важных. 8 просто силавента. Ну, прилетел уже сюда, не прилетел. Так, Брюс готов. Ресурсы 18 часов. Тут два дня 12 часов. Говорят, гуф. Да ладно. У меня тропов нет. Должно нормализоваться, видимо. кто-то тут в конспирации товарищ. А, он же давно в конспирации. Он давно в конспирации. Давай сюда, тогда я полетел исканить. Воля к жизни у Брюса. Я хочу посмотреть, какие у него там дальше обилки. Для начала посмотрим у Луки, есть ли вообще что, потому что один эксперт в чатике сказал, что там можно еще его прокачать, Луку. Да, привет, эксперт, что ты знаешь, о ком идет речь, я не знаю. Но, чтобы тебе стыдно было, конечно, за это, за всем. О, если в течение этого хода вы не атаковали, то автоматически придете в режим глухой обороны. Относится ли это атака, не атака, к пси-способностям? Такой вопрос. То есть, если я психу даю глубокое прикрытие, не использую оружие, но использую обилки, обилки приравниваются к атакам, ну, типа психологические атаки, там, копье, там, считается, говорят. Жалко? Тогда. учить-то больше нечего. Просто нечегом. Можно фомбить на скорострелы пистолетного продолжать качать. Но я, кажется, не успеваю тогда, мне же нужно рейнджера вытаскивать. Я и так без фоллум. Рейд 5 дней. Ладно, пофиг. леди грей петрос новая способность стасис. Убираем. Зефир жив, зефир когда жив. Он тоже ранен. Скорострел фомбич. Не расстраивайся, фомбич. Короче, два часа ресурса готово. Меня хвалят. Двух можно нанять, то есть еще уровень глобальный врагов находится во второй третьем ивент. Какой? Тысяча материалов. Расследовать, конечно. Я успею вообще материалы взять? Или лучше на черный рынок и к рейду? Успеваю, да? О, еще броню и карша сделаем. Есть броня. Топовая третья. Летное оборудование снятое с короля архонта превращает нашу стандартную броню в костюм с высокой устойчивостью к урону и улучшенной мобильностью. Ограниченная способность летать позволяет носителю быстро менять позицию. Один предмет еще можно улучшить его. Офигеть. Офигеть. Вжуха готова. Ребята, давайте посмотрим, что за броня такая. Икар. Будем сравнивать с броней надзирателя. Вот она. Здоровье 5, мобильность 1, броня 1. Прыжок на платформу или предмет мест обычного подъема. Икар прыжок. Встроенный в двигатель позволяет мгновенно переместиться в новую позицию. То есть просто телепортируешься, да? Среднего класса, обладающий двумя ячейками для снаряжения. И улучшенный мобильностью. Надо сразу ее апать. Там, скорее всего, будет двойка брони, больше хп и больше мобильности. Мгновенно перепрыгивать на новое место. Мгновенно перепрыгивать на новое место. Это снайпер, наверное. Хотя, зачем снайперу броня и мобильность? Это скорее рейнджеру какому-нибудь. То есть ты вжух и перелетел и такой мобильный, бронированный, здоровый, или все-таки для сапа. Сапа так вообще прекрасно будет. С любого места. Хотя, ты дистанционно все равно лечишь. Одень, говорят. Ух! Вжух! Блин! Алиски бы оставить. Такая броня топовая вообще по внешнему виду. Сравните. Кевларовый жилет. Вот что это такое? Алиса. Бот. Версия 2.0. Тут как бы вжух! Снайперу. Снайперу зачем мобильность и броня? Вот пропадают, пропадают зря. Улучшим. Сейчас улучшим. Прямо сейчас улучшим производство предметов. Броня. Эй! Может это предмет? Нет. Может надо снять ее сначала? Не улучшит. Все другие броня можно было улучшать. А это что-то не почему улучшали мы здесь в производстве предметов. Нету. Ребята почему так? Хорошо ниндзя все плохо упрыгал в любую подсвеченную точку. Да это беда 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 не улучшается она говорят может что-то не улучшено ну то есть в исследованиях может реально что-то нет так мобильная броня один день ок не грейдцы говорят эксперты короче у нас дарей да один день один час тут где-то часов двенадцать мы новая цель что у нас предвращение утечки данных класс на четыре дня утечка черт возьми это предтеррорная миссия друзья предтеррорная миссия уничтож транслятор с двадцатью врагами рядом за четыре дня блин я сейчас время теряю может на эти полеты мне не хватит из этих полетов не хватит времени всегда нужно отправлять каких-нибудь нубасов нубасов но с хорошим дпс из серии рейнджер братка на прокачку ой кенг почти готов ой молодцы нужен дпс здесь дпс лучше все конечно у рейнджера в такой ситуации на второго рейнджера но баса у меня нет отправлять хорошего я не хочу в принципе нужно трех брать я пулеметчика возьмем умеренная активность меня так смущает гранатометчик гранатометчик даже на сап нужен а не такой упоротый был гранатометчик верзила кажется на сап да и он еще выклип таком одну тяжелую штурмовую это надо дать а вот а вот здесь лучше наверное поставить густой дым этим товарищем только пушки поменять бронька им не нужно пусть даже лазерная пушка просто будет даже вот так с ними можно глушак взять какой-нибудь хотя с глушаками как вы видите у меня проблема ниндзя плюс снайп может реально ниндзя плюс снайп и укладываются и как бы да давай ниндзя плюс снайп ты прав там и ниндзя есть и снайп нулевый но как бы пофиг какой ты прав ниндзя сережу например да так у него такой армор что не хочется его терять если честно надо дать ему икар ой хранитель теней убираем топор убираем пистолет-пулемет гауссом снимаем моды элитный глушак 19 мобильности сережа они уже укладываются в один день здесь хорошо бы взять пушку именно снайперскую не магнитку а именно гаусс что еще может понадобиться дым может понадобиться да и все в общем-то улучшение оружия может быть скорее на этот на количество патронов то есть модифицированный расширенный магазин модифицированное автозаряжение хотя просто автозаряжение тебе его хватит все вдвоем значит светошума нет может возьмешь здесь светошум на всякий случай так ладно поехали сейчас соберем ресурсы на черный рынок и готовим бригаду на рейд рейд очень нужен потому что 27 лирия ооо семерка тут куда-то адвент пошел из этого региона куда-то они сдвинулись учитывая то что может быть я пропустил когда была шестерка но вроде не пропускал когда была шестерка 16 часов да ресурсы дособираем на черный рынок и вроде как успеваем сейчас посмотрим сколько нам ресурс собирать приблизительно 15 часов да нет часа 6 осталось просто собрали косарик на черный рынок дайте спрос пожалуйста на трупы чьи-нибудь я да у меня есть косарик но я сейчас разойдусь мне нужны трупы сектоидов мутонов можно магнитные винтовки попродавать эти видимо с модами поэтому так дорого да они издеваются просто уже третий месяц никаких трупов понимаете третий месяц без трупов семи опа а тут кстати троих можно взять почему-то показывали двоих сколько же здесь элитная настройка спуска элитный расширенный магазин беру 36 баксов вот эти вот эти вот моды они прекрасны просто они дешевенькие они полезные приклад не нужен ультра-восприятие ультра-восприятие самая лучшая мод на точность за 100 не берут беру все равно кристалл алирия берем сплавы берем ниньс берем 56 баксов 2-62 можно ученого взять 2-2-6 пока еще не поздно пока еще пригодится пока еще он тебе будет плюс да, давай такой шопинг на 6% брать ли штромаши нет, штромаши у тебя много продвинутый взлом, направленный щит, железная кожа кэш, приклад, элитный приклад модифицированный, модифицированный настройка спуска это все ерунда 10 часов до миссии надо посмотреть кто у нас вообще из пацанов готов должны были повыздоравливать люди сейчас же еще винтовочки сможем несколько штучек сделать смотрим на ниньс маневренность 15, но они стандартные на самом деле эти ниндзи я их чисто на миссии буду делать нифига себе 4 часа до брони да там мобильная броня зачем она мне нужна она на стелс миссии вот вы недотепы какие, а спамеры я видел, что мобильная броня подходит но она мне в основной состав не пойдет и главное пишут, пишут, пишут броня, броня, броня миша, броня 4 часа все сейчас решится мобильная броня как появится там же надо будет еще быть здоров до нужной брони призрака мне исследовать так, ладно, бойцы нет, не готов еще пептар один день не знаю, сколько часов ну, посмотреть, сколько часов он будет восстанавливаться фоланы нет фоланы я вытащу из центра военных технологий ну, потому что они топовые они топовые и они ладно, для начала давай посмотрим, кто у нас там есть материалов 400 осталось знатно пошуткались броня мобильная броня посмотрим, что она открывает призрак, кажется костюм паук броня тень но это новое исследование то есть паук это мне на леймингов чтобы с крюком прыгать а вот броня тень это нужно может пригодиться основному отряду броня тень понаблюдав, как пришельцы используют псиполя различных целей предположить, что теоретически возможно приучаться в физическом пространстве при помощи генератора псиполя и интегрироваться в специальную легкую броню или все-таки взяться просто и начать исследовать снайпером хэвиком ну точно не штурмашен не, давайте я лучше проект все-таки теневой зал теней там быстрее и может быть этого хватит склянка два дня вообще изи научные проекты будут заморожены хорошо так, смотрим кто на рейд люди вроде восстановились большинство по крайней мере пять часов осталось ну давайте алиса аркаша аспирант уже неплохо пептар нет фэрлорд фэрлорд ну и стропонга серийный снайпер хорошо а вы мария пулеметчик лука обязательно искра мастхефта дин отличный пулеметчик отличная защита двадцать там еще забилки психа точно брюсом ну как бы все может быть и не стоит вытаскивать рейнджера хотя одного-то рейнджера стоит ну одного ну как ты без этих без винтовочки там так кого вытаскивать хомбище скорострелы или полон десятку полон покруче будет к сожалению возьми две искры у меня разве есть еще одна искра кажется я две искры как раз и потерял одна искра так давайте-ка рейнджера 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 вытаскиваем с центра военных технологий фолана ну нужно кому-то плазменная винтовка надо же проверить да и вообще без рейнджера как-то лететь стремновато поехали так хорошо спец гранатомет гранатомет сразу можно запилить светошум кому-то еще броня и караж достанется гранатомет наверное рейдж возьмем винтовка гаусс естественно гранатомет нужен с пушкой хороший нет сначала закинь пацанов там же у тебя есть люди мубасы которые с силовыми броньками с совсем что только можно а на других не хватает мука пришел без эквипа соответственно про модули не забудь ты же еще купил ой фолан точности у рейнджера 101 еще что купил ультра точность можно кому-то из из дать так второй пулеметчик или все-таки дина наверное пулеметчика или разрушители пекаря разрушитель у тебя один есть а вот дин пулеметчик он вообще универсальный плотный красавчик снимаем предметы снимаем броню сейчас три уникальных предмета снимаем оружие снимаем моды так спец с одной стороны бур нужен с другой стороны как бы жалко но бур не нужен потому что у тебя есть светошумовые у аркаши отлично аркаша аркаша броня рейдж винтовка гаусса улучшенный гранатомет штурмовая пушка дополнительная защита кстати улучшенный хранитель тени же можно ой там пистолетики сейчас а где дом защиты вот там дом защиты я возьму пожалуй все таки одну заморозку остальное все будет светошумы 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 да да и пистолет оружие надо улучшать конечно же так аркаша у нас особо не стрелок вообще да и по способностям центра военных технологий он там не обучался он больше как полкан да то есть ему оружие номинальное просто даем никаких элитных просто мод мод и мод круто 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 хорош такой ух плотненький так проще наверное со снайпом потому что у него да раз хотя нифига не проще ой костюм паук здоровье мобильность уклонения но лучше конечно ему дать то же самое броня кобра для хорошей разведки для для дать ему естественно пистолет пулемет какой-нибудь можно ментальный щит кстати оставить и хранители теней которые кстати можно улучшить но посмотреть сколько он мне выйдет хранители ценей апгрейд апгрейд нуть ё-моё такая грязь 20 кристаллов элерия нет 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 вообще забейте издеваетесь там две винтовки можно приобрести на это где-то моды не нужны пулемет с прошлыми и 7 улки посмотрите у правого товарища лука первый раз выходит вообще на миссию ну нет нет не первый конечно на серьезную миссию так скажем он да получил там на каких-то миссиях апы но большую часть времени он проводил в центре военных технологий и обилок у него вот просто посмотрите на количество обилок он знает все вообще он просто взглядом может убить он прекрасен просто просто прекрасен и конечно его надо снаряжать по последнему слову пока боевой костюм плазменная винтовка точно перчатка мк2 доп ракета здесь точно пистолет потому что он пистольный товарищ точно зажигательные патроны скорее всего следующим слотом у нас идет следующим слотом у нас идет доп защиты все-таки зачем тебе боевой костюм если ну будет две ракеты улучшение оружия топовые на овервотч элитный расширенный магазин элитная настройка спуска а там 4 же мода ох ладно модифицировано автозаряжение и и у него есть еще возможность скриптовать но элитный лазерный прицел вряд ли подойдет ну да просто пока элитный прицел так далее берем рейнджера та же самая история на самом деле только нужно винтовочку произвести вторую плазменная винтовка вжух плазмопистолет вжух это топовые уже пушки друзья топовые плазмопистолет плазменная винтовка рейнджеру можно броню икар учитывая хотя прыгать то куда он будет может все таки этому дать нинди нет ну нинди паук а паук можно дать кстати снайперу хорошая точность на краюшке на краюшке прыгает мобильность ворот полезные штуки короче боевые костюмы ориентировочные магнитный обрез лесом идет но все равно я уберу плазмопистолет опять же зажигательный патрон и конечно же арморчик мне вот не терпится армор сделать пятерочку самые главные моды у него тройной овервотч соответственно ему элитный элитная настройка спуска элитный расширенный магазин элитный прицел потому что он еще дебютом может стрелять ё-моё ну и модифицирован автозаряжение ок так искра у нас пушку мы можем искре сделать кажется мы после тяжелой сможем только ее сделать хорошо проверить ой сейчас рейнджер сейчас так он зайдет оружие может искре есть все-таки плазменное пистолет пулемет нет-нет это видимо после пулеметов как исследуем пулеметы так будет возможность да так Брюс Брюс у нас псиагент хороший псиагент у него стрельба фиговая поэтому мы его винтовку пока давать не будем мы дадим стандартно вот так нейрохлыст обязательно улучшенный псиусилитель есть страховочную аптечку пожалуй оставлю так пулеметчик еще пулеметчик хороший тоже двойные тройные выстрелы нужны и точности овер и все боевой костюм пушка гаусс это ерунда такая бесполезная штука нож вообще а он он не этот да не пистолетный вообще низкое укрытие артобстрел у него нет пистолетных навыков у него нет то есть закидываем тебе также патроны дракон не видел лучшим универсальный арморчик и хороший вопрос если не пистолетка то что давай защитный жилет чтобы не травили если что улучшение оружия элитная настройка спуска нет ему как раз не элитная настройка спуска или он страж страж он просто должен точно стрелять то есть по идее ему нужен элитный прицел которого нет давай тогда модифицированный расширенный модифицированный прицел просто модифицированный автозаряжение тяжелое 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 хорошо моды 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 алиска элитная хорошо 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 Так, кому еще можно? Пистолет или винтовочка? А почему я Алиске не сделал винтовочку? Пожадничал, да? Давай Алиске, конечно же. Алиске, делаем третью винтовочку. Кому Икар? Сейчас разберемся с Икаром, с этим. У винтовки, конечно, нужно снять моды, потому что тут элитная, 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 вообще топовые вещи. Плазменная. Вообще, броненадзирателю можно Алиске поменять. Ладно, давайте снайперу тогда паукана. А почему элитная настройка спуска свободная одна? Неужели все... А, еще третий мод есть. А что тебе дать тогда можно еще? Для крита можно дать, да. Проверь снаряжение у Рапонга. Возможно, и как снайперу пригодится Икар. И как снайперу пригодится паукан. В смысле, змея. А с ниндзей все-таки... Хотя... Реально, кому Экарту? Неужели снайпом? Ладно, ладно. Так, уааа! Ёпра, СТ. Какая грязь. Так, у меня там еще элитная настройка спуска есть одна. Но я не знаю, кому ее выдать. Кому ее выдать? Все агенты, что ли? Ладно. Там уже элитные, элитные у всех элитные. Пушка, 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 пушка. Бронь, бронь, бронь. Патроны правильные и правильные. Бронь, 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 бронь. В принципе, броня. В принципе, пушки. Мода в забей. Пистолет, да. Дым, светошумы, заморозки. Аптечки, резервная аптечка, пистолет. 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 А, еще же точность ультра, точность надо вручить. Так, а Алиски у меня продвинутая защита, да? Чтобы она... Нет, Алиски ей точность не надо. Ультра точность либо рейнджера, но у рейнджера у этого, кажется, ультра точность как раз и есть. Да, ультравосприятие у него есть. Либо пулеметчик, учитывая то, что у него двойные и тройные выстрелы, он вообще псих. Защита девятка. Пистолетные боевые моды. Да, давай ультра точность, ультравосприятие 20. Один с меткой, с 99 точностью пулеметчика. У него просто плотный огонь, два выстрела. Двойной выстрел, тройной выстрел. Короче, тут мега урон может выходить. Тяжело, 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 тяжело. Готовы, готовы, готовы. Рапонги, что там рапонги? Короче, выдали... А мясной армор кому выдали, кстати? Что, мясного армора ни у кого нет? Да ладно. Нет, мясной армор кто-то наделал, я просто не увидел кто. А, у Аркаши, хорошо. Без искры, деш, почему вон искра сзади? Крутой бобрик, ты чего? Твое, я со скрой. Тут у меня такая тима. Начинаю проникновение, здесь нужно сделать сейв. Сплавы Лерии, слава богу, еще есть. То есть, реально можно еще будет... А в зоне испытаний у нас что? Дымовые бомбы, хитиновые бронеплиты. Может все-таки сделать, пока не поздно. Это панцирные бронеплиты. Вот он, у бородейцев у нас трупы есть. Это пятерочка защиты. Повысит вероятность того, что по нам не будут попадать. Ну, в смысле, нас не будут ранить при попадании. Дымовые бомбы, конечно, хорошо. Все бомбы. Хитин, вроде, тоже полезная штука. Но... Нет, давай панцирные бронеплиты, вышихи тени сделаем. Потому что я всем уже сделал, кому нужно, патроны дракон. То есть, из трупов вот этих вот мутонов третьего уровня. Как раз то, что нужно. Сейчас запишемся. Тима супер, самое время умирать. Так, сейчас сейв идет при загрузке. Всем добрый вечер, друзья. У нас, конечно, жара. Лонгвор, он не отпускает. Ах, было нападение на регион. Была серия миссий. Подключили еще один регион. Выполнили факту. Сегодня молодцы. И сейчас на рейд пойдем. Сделали плазму. Так, а что здесь у нас? Сделали плазму. Сейчас это срейд за материалами. В регионе силы Адвента 3, который мы на Liberation готовим, но уже не специально, как бы... Там в двух регионах силы Адвента 8, то есть, как бы в любой момент в течение месяца может прилететь атака. Синий кран надо брать хотя бы один. В смысле, синий кран. Зачем? Это типа повыше. Зачем, если у тебя светошумовые гренадеры все нормально делают? Появился, собственно, Икар. Жалко, что он не грейдится. Я прям разочаровался, потому что все другие арморы, они грейдились. Причем так хорошо. 1-1-1, там или 2-1-1. Арморс, здоровье. Так, кажется, нет возвышения. Ну, то есть, я не на возвышении стою. Машина какая-то странная, рядом. Так, не спулили со старта. Это уже радует. Ой, бойцы, бойцы. Так, тут угол уже. Опа, тут есть крыша, блин, дома, но она не подойдет. Более того, она мне может помешать. Хотя, подождите, тут крыша дома такая с кавером. Не, нормальная крыша. Давай вправо уходим. Такая тема, ребята, тут вообще... Особенно Лука, который... Который красавчик. Проходим ниндзи, смотрим, кто справа. Ё-моё! Охренеть, я чуть не спулил просто. Ну, тут сразу пак с сектоподом. Здравствуйте. Здравствуйте. И тут некуда бежать просто. Офигеть. Просто некуда бежать. Ты видишь всех? Видишь всех. Предлагаю тебе бочком вообще. Особенно снайперам вот сюда вот куда-то. Ага, сейчас, конечно. Как ты... А, ты не можешь там пройти. У-у-у-у-у-у-у! Сначала классное. Скоро ходить не хочется. Что, Лево, пока не поздно. Ну, да, может быть. Надо проверить... кем-то что у нас слева вообще здесь вроде потише и здесь сразу да 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 давайте лучше влево что здесь по крайней мере как бы можно разместиться да и видите рядом пока нет я понимаю что конечно было бы круто чтобы бла-бла-блаз такой подлак был что я подумал что у меня все уже ушатали и опять такой подлак будет опять ушатали лучше конечно пусть там снайпер пострадает какое-то время но зато я не не буду сразу очень странных условиях сражаться с первым паком сектоподами сектоподом одним вот он лука господи посмотрите на количество иконок то есть он должен стоять на месте у него двойной overwatch он критует и отвечает при разных действиях на овере у него вся пистолетная ветка он пробивает армор он зажигает кидает ракеты со всеми соответствующими бафами он может начинать с ракет абсолютно спокойно и вещи призрака кучи как бы ну потому что супермен просто просто супермен а еще там двойные выстрелы у него верный там какой то есть просто псих лука но него такие в перке не выбирал выбирал и и он как бы такой лука инкубаторский да 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 такой откормленный натренированный супер человек как бы хоп в жух и он отлетает в первой миссии на принципе я ой всегда под ты идет влево он рушит нам все к чертовой бабушки а нет хорошо что я ушел реально что секта под прошел вперед меня бы закрыли смотрим так пока здесь реально поблизости не видно и это очень хорошо я смогу занять позицион и фулл кавры есть так на первые первой линии у нас будут люди с оверами до снайпа пожалуй сюда самый далекий овер с кто нас с оверами алиска пулеметчица искра лука во второй линии психи и прочим непотребством тут пулеметчик хорош но этот же еще рейнджер с тремя оверами вообще такие злые люди и ход просто в линию выстраивай и передавай привет с этим эленом этого тоже да мне по по сути нужно в линию вставать большей части людей потому что кто-то кто-то кидает большинство стреляет на овере можно поставить ради пула искру плюс один он же помогаешь всегда потом продолжает шуметь искра не дочинилась кстати мы помним что мы видели с вами только один пак как правило здесь 67 вот хорошо на самом деле что я тут врагов не вижу так 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 это радует ладно давай искра так кто будет рядом с искрой пулеметчики сопрессор им не хочется мне далеко отходить хочется что full cover был наверно вот здесь это лучше использовать то есть вот фулкавр вот фулкавр и два фулкавр от искры наверное не знаю ой что это у нас вот она обилка и кар прыжок мгновенно переместиться новую позицию просто выбираешь а любую видимую позицию и теле и прыгаешь норм здесь разместиться реально так вот повернуться в сторону врагов закинуть дымок в линию так встать с фулкавр и и принимать на овервочек все кто с из этого с поезда идет вот и материал для пола для заморозки пак довольно жирный мутоны найки сектоиды да это это очень хороший кандидат кстати и учитывая то что рядом поблизости ну понятно ооо воу 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 полегче что-то я отряд замер сразу сразу замер просто так и и логично несколько логично меня и угол немножечко меня и угол меняю камеры низкий силуэт есть спунил что ли как ты не всех видел но это провал чего-то скажешь сразу два паком твою мать чушь ты так ой ну дроида не трогает он твой брат все больше никто не будет стрелять ладно пока два пака пока два пака хочу кенток стреляют уже сколько раз можно что он три раза делает овер ракетчик слева блин этих упырей так мало хп а это не спалил этот пак и еще я предлагаю ушатывать просто шатывать ушатывать как ну тут в жух светошум захватываешь дроида в жух никаких заморозок пока что захватываешь для начала дроида смотришь как ты светошумом достаешь закрываешься тоже мы пятерых из восьми соответственно двое дальних плюс секта под что у нас там дезориентация глушение по кому три оглушения в том числе дроид то есть можно оставить в общем на следующий ход да так на чё в жухать будем как будем ушатывать секта подом разрываем двойные выстрелы тройные выстрелы пулеметчик кстати может пострелять двойный мотат просто easy на дроида я через ход буду забирать естественно я хочу к этот снять армор снять у нас бронебой то кто бронебой полука насколько я помню как минимум тут нужно стрелять плюс разрыв делать луки не только бронебой у него же еще у него 11 еще есть а это поджечь короче всех по кому попадешь 98 ну да там там раньше конечно дикий так ну смотри либо ты кидаешь просто рокет сюда типа чтоб ход не завершать или верный огонь даже ну верный огонь пока ты броньку не снял не алё то есть нужно снять броньку бронька можно снять рокетом или выстрелом выстрел так себе хоть если беглый огонь сделаешь то ты прям его ушатаешь по броне ты всю броню мы снимешь у штурки молнии пока не поздно да по кому они там все убиты и просто ну зажжешь чего 50 50 что зажжешь попал зажег же зажег халява бегл огонь поехали 3 брони 1 2 выстрел там со штрафом на будет где-то 80 плюс процентов капец такой он жесткий двойной выстрел с разрывом это сейчас осталось просто выстрелить по нему скажем скажем полимерчиком два раза или все-таки сделать разрыв то есть выстрел и разрыв взорваться может просто раз выстрел что халявный он взорвется может мне здесь по покосить вполне вероятно что дмитрий мерчиком придется отступать так снайпер видит рев этого беда не видит тех кого должен видеть копия забей блин так не хочется не стасис ничего делать этого тоже хочется и здесь надо овердрайв все-таки овердрайв выстрел перезарядку overwatch и это поставить все-таки выстрел как он плотный или зарядка или все-таки накрыть и кажется мне достанет до него то есть он уберет максимум кавер если что я просто приказом отведу пулеметчику что пулеметчик там двойной выстрел и хороший урон ему больше делать нечего кроме как стрелять поэтому хотя у меня полу кавер 16-30 почти его убьет и вот это беспокоит ракетчик шквалочка это я его могу даже с выстрелом шатать на его ушатаю с очень высокой вероятностью шквалочкой ракетчик да надо убивать другим способом короче руки молнии тогда раз нифига себе урон с пистоля 8 потом дебют да не не завершает ход надо было с дебюта начинать что здесь вариант закидывать на этих двоих светошум не хочется да у них пока так разрыв 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 может быть разрыв так было разрыв не за тебя не по порядку все делаю конечно снайпер просто начнет сразу лупить ну никого больше не видит из нормальных целей поэтому чтобы не спулить нароком тот пак я получше постреляю поэтому десятка можно через приказ здесь я бы лучше встал на овер сразу же потому что паки с леон раньше он бы тоже на овер стал потому что как бы да тройную игру watch алиске тоже надо вставать на овер сюда бы дым сразу закинуть друзья сюда бы жакин и дым тут инвизован есть еще может быть даже инвизован вот так вот сделать алиской я думаю этот пак мы просто пулем в любом случае можно подрыв сделать на секта повода наверное нет нельзя огонь души тоже только по этим остается кен которого тоже был на овер поставить дин который сидит под full cover как бы мне с тем нужно что-то делать а шквальным хотел его ушатывать то есть по сути мне нужно пытаться добить аркаши по идее или давать приказ ладно добивай аркаши и пробуй добить царапина 86 ну приплыли е-мое все остается только пулеметчик со шквальным а не брюс еще же есть давай брюсом 87 да как так придется искру видимо или накрыть лучше накрыть вот так вот и давай сначала ты пулеметчиком да я хотел шквальный огонь потому шатать ракетчиком тогда мне придется реально не давай лучше вот так искру не будем мы на овер ставить я понимаю что это плохо плохая последовательность главное чтоб хавер не ушел здесь не ушел хорошо и тогда шквал очка на левом ракетчиком тут трое глушины все дезориентированы кроме пулеметчика здесь шквальным огнем разброс видите какой хороший по дамагу 916 меня устраивает все что в 11 выше то есть 60-70 процентов что убил 10 огонь точно забыл про огонь всегда забываю про огонь огонь он же тащит последний ход ниндзя и уходим ребят обязательно дым нужно кинуть следующий ход эти конечно дезориентированный кто-то горит кто-то оглушен полноценно действует лишь один дальний пулеметчик это догорает упырь да кстати вот еще шквальный огонь хорош тем что но слева могут сейчас выйти товарищи у меня там зона in the zone спецом овервочей парочка двойных тройных спулили это плохо там два пака даже слева слева два пака вижу найку побежал мутон in the zone да алиска начинает все и поджигает поджигает давай такие зажигаем мутон первый минус еще овервоч как другой кстати тоже зажигаем патрон и дракон чертова имба против еще тут алиска добавляет ему подходите подходите еще кто-то там скраб почему она стреляет минус мутон сразу следующий пошел стреляем попадаем еще того стреляем зажигаем короче там будет 6 выстрелов только от алисы эй а может не будет ближе подходите ближе вижу но нет сектой сектой да ну или закончились я вот не понял сейчас будет полноценный выстрел по а широкое подавление забей это ой плохо по искре стреляет ладно хорошо эти спады забей короче девятнадцать процентов неплохо блин этот горит горит дроида захватываем да так хорошо тут две дуры найки сюда напрашивается рокет вообще потому что кавер кавер две най без без хп без обилок да что мы можем есть серия может быть кстати в этот ход и серию запулем ну потому что тут много кого можно убить то есть вот ракета раз они придут в себя пошли кавер сняли это серия минус один сюда можно вообще было сделать один на один еще хотя вероятность не такая высокая так второй рокет да или осколочную туда как тут осколочная зайдется осколочная хорошо тут зайдет меня тут беспокоит так а что по безумию что вы знаете о безумии эти не нужны тебе вообще ни в коем виде кенг ну кенг может штурмовой тут неплохо только на троих да и сюда брокет на самом деле сюда бы рокет тут защита от взлома гарантированно мы собираем я думаю надо в любом случае делать протокол помощи на искру потому что по ней будут многие стрелять далее протокол блокировки ты зачем искр не может имеет смысл пострелять ей даже так как мне снять этого с апресса еще ты его не видишь да ты его не видишь рокет сюда три клетки разброса ну там нормально все у тебя же двойную игру watch точно хочешь ракету пустись да непонятно что так искра все кто это не страшен мутон тоже не страшен потому что а вот кавер с этим мутоном и двух змей под подбрить это тема только я сначала перезаряжусь и уже потом будем вот этих вот снайперов снимать глядишь там еще дальних за отделением скорее всего это серия снайповская будет посмотрим как там по каверам анимации нет урон нанесли кавер снесли раз два это еще кандидаты на серию я пожалуй начну снайпы самые гадкие конечно потому что дает вижен кто-нибудь из ваших ой броня и карп и все и любая любая цель в особенности снайперы которые там сидят под под полу каверами это 2 хорошо 20 крита ну это старая пушка как бы нечего удивляться можно даже дроиду дать возможность походить потому что как бы ну не страшно тут можно подойти и копьем зарядить вот сюда вот товарищи ну а что психу делать еще копье одного добьет второму хп снесет безумия не хочу потому что почему не хочешь безумия может и пулеметчика забезумишь нет и вы эти просто считаете умерли уже или подрыв сделать чтобы еще кавер дать первый вариант это второй вариант наверное вот этот вариант потому что и нанесем урон и возможно кавер снесены давай подрыв ну и плюс обезопасим себя частично от возможной гренки сняли это материал просто для снайпа если сняли не сняли так что делать как пулеметчик вшатывать то вообще под сопрессом поэтому такая вот беда блин блин захватывает дроиды или нет такой такая дилемка может реально с снайпером перелететь чтобы больше видеть что я многих не вижу из-за айкарм я смогу например перелететь спокойно вот сюда вот увидеть по крайней мере я я всех практически всех увижу буквально там на три клеточки раз фулл кавер с одной стороны и сразу плюс четыре цели добавили раз да и кара судя по всему снайпер как раз имбовая штука свободное действие и все дрон охотник жалко его конечно элитного даже лучше не давай лучше этого главное чтобы попали и не царапили не попали серия окончилась заморозки святошум это понятно этот не угрожает вот этот вот угрожает ракетчик угрожает но перед тем как действовать по ракетчику надо все таки снимать можно в десятку сделать просто просто в десятку и шатнуть того которого кого то не видишь или выставал по всем виденым целям или овервотч учитывая стражи абсолютное спокойствие овервотч так ну че тут вариант осколочная пушка конечно снимаем гарантированно но жалко конечно и надо было конечно это делать раньше чтобы снайпер смог продолжить серию к сожалению сейчас это уже никто не может сделать кроме него так что видимо мне придется тратиться с осколочными на этих упыряек жалко жалко я знаю что жалко хорошо что этот умирает у того сапресс сняли полноценно действует мария шишина у нее отличная цель плотная как раз которая приходит в себя это на первый ход зажигаем ее и встаем на двойной овер судя по всему не знаю алиска я не знаю что делать с ракетчиком слева он меня видит и это проблема тут также есть выстрел халявный блин широкое подавление на него не подействует можно на самом деле его попробовать было типа верным выстрелом достать рейнджером блин тут реально нет никого просто кого 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 надо вообще убивать кроме ракетчик я не знаю если честно не знаю я не буду дроида брать потому что он пока не нужен может только сейчас спулит лишнюю хотя пофиг не пофиг но rocketman сейчас подойдет и все и шатать тебе будет давай один ход просто на овервотчах эти все горят горит 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 неудачник просто ну как бы этот ладно этого можно пострелять надо выстрел один да ну можно тяжело стрелка 64 метки с хорошим хорош ушатали пулеметчиком сейчас просто овер получается что я могу сделать здесь можно фланг подставить но подойти так чтобы в следующий ход иметь возможность этого ушатывать а даже в этот ход я могу ой давай-ка вот так вот все-таки вдруг попадешь а да по этому левому мне нужно просто его поджечь давай фолан вон там фулл кавер но ты 73 у тебя там элитные все попади просто попал все зажег все вопрос вопросов нет они загораются как как бенгальские огни в новый год стабильно в большом количестве все горят из видимых целей этот горит сейчас будут бегать там овервочи еще есть эти до гора сейчас будут тоже приходится себя после оглушения ну толку там полноценно действует только дроид и то потому что ему как бы позволили этого он же не зажег он он зажигает спустя какое-то время минус сектоид минус этот слушайте а этот горение закончилось не дай бог у него гренка еще будет у правого товарища я у него одну взорвал но если у него две а вот и новые офицер выбегает сразу получает выстрел сразу там было с огнем это новый пак третий по счету да загорелся так это мелюзга в большом количестве щитовики инженеры стрелки туда конечно осколочная нужна или рокет второй все таки в этот ох это серьезней четвертый пак архонт два архонта попали зажгли сейчас три овервоча будет здравствуйте на тебе два архонт уже не жилец ну это обычный архонт мутон побежал а ну-ка стоять алиска зажигает просто такая тема просто я в шоке от от пушек от патронов еще один неужели никто там же у рейнджера еще пара оверов было так гранатомерчик архонт подходит им народу много конечно очень много народу очень много и надо взрывать поиск чертовой бабушки и этот побежал добежал конечно лука его просто ушатывает с критом этот горит в рукопашку иди чего ты вазь личный щит это опасный но мне вот как раз такие трупы нужны вот таких вот мутонов мне нужны трупы это не рывок это полхода ханкер дроид не трогай дроида блин нет у него двойной овер все минус дроид не будет починки у нашего и третий овер не попал 78 вот это плохо он полноценно действует это очень плохо нет фланг крит ранение психа 80% не попали тут сапресс идет ну ранение ранение у топового психа друзья там взрывы какие-то непонятные ранение у топового психа ладно хорошо у нас есть что у нас есть во первых нужно попытаться зажечь мутона который вот со щитом стоит снайпер масса целей учитывая то что у него патроны критовые надо стрелять по тому кто наиболее вероятен по криту тяжелый гранатометчик 32 29 или по архонта просто ну архонта ты не убьешь а тяжело можешь убить так ладно что там по рокетам есть рокет надо юзать ориентировочно снимаем сапресс вот так вот и добиваем архонта скорее всего так да или все таки сюда там народ то было больше там народу было реально больше а кто может снять да кто угодно там наверняка осколочные дофига ну вот осколочные пожалуйста с артиллерийским причем и вот тут угол должен быть очень хороший да вот кто будет снимать у нас кавер и сапресс и этого мутона давай дмитрий стреляет раз сняли броню шатали гранатометчик сняли сапресс перезарядка жди еще одна осколочная скорее сюда мне нужно сейчас будет через артиллерийский снимать дальше большим потому что там народу реально очень много снимать каверы взрывать все к чертовой бабушке вставать на овер а вы мария как стоит вообще как-то очень странно она стоит а она сместилась она стоит за искрой все еще у нее нет артиллерийского залпа поэтому ей нужно выбирать цель желательно ту которая ну короче вот этого архонта чтобы типа заморозить еще и в смысле зажечь его давай 63 главное попади просто попали шикарно все он на два хода выключен все очень просто да 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 далее ориентировочно здесь овервотч сюда мы светошум закинем что вряд ли ушатаем того же самого мутона хотя если мы его подожжем каким-то макаром может быть удастся так алиска скорее всего делает лечение на нашего брюса перезаряжается встает на овер потому что у нее у нее есть цели но маловероятные она тоже стоит за багнутым кавером так помню у тебя есть приказы и ты можешь пройти вот сюда закинуть гренку вот с этим надо что-то еще делать я думаю брюс его просто огнем, ожогом души возьмет и все жалко дровина нет вообще может все-таки взять и побезумить кого-то того же самого этого взять мутончиком под контроль или гранатометчик под контроль взять ближе подходить естественно не хочется так искра сложным мутончик тоже сложным а у ясапресс скорее всего у него вопрос куда скорее всего сюда вот нужно сначала выстрелить из из рокета лукой потом какую-нибудь всего десятку чтобы право убить мне кажется нужно вот так делать потому что там народу много надо взрывать все убирать каверы заодно поехали там еще я вижу типа двоих но там больше народу еще правда ракета влево пошла так то есть ты видишь одного да тебе конечно лучше в овер встать надо найти кто добьет этого этого добьет брюс брюс гарантирован добивает у этого солдата я вот просчитался с этим сгорением он не так ушатали вот этих трех никто не видит то есть люди и справа и прямо по курсу достаточно далеко а вы мария снайпер ну сюда я типа закидываю светошимовую то есть вот эту вот группу я на время ушатываю то есть чисто в теории мне нужно закинуть что-то сюда еще лука на овер потому что цели нет доступных плюс у него двойного овервотч а сюда я подвожу аркашу да аркашу подводим дыма не хватает закидываем одну светошимовую сюда да ой гранатометчика задеваем еще вот так вот будет идеально пять человек светошимовая да там впереди еще полный пак но им нужно подходить из ориентации и три оглушения мутон архонт и гранатометчик мария шишина тоже встает на овер только после перезарядки естественно но и снайпер выбирает скорее какую-то из нет этот горит этот не нужен вот ракетчика можно этого попробовать снять да это нехако сказать или дым или дым дым может быть давай дым лучше на эту группу понимаю что дым не поможет против ракеты но дым поможет на будущее и ракетчик достаточно далеко стоит они с такой дистанции обычно кидают может быть у них там новые апы какие-то так искра может разок пострелять опять же был бы по кому на самом деле может на самом деле убить этого архонта потому что урон маленький нас устроится рапина почему я не на овер встал у меня же нет овердрайва глупость сейчас сделал сделал сейчас реально глупость просто дебютом попробую этого шатать потому что у него половина хп и он потенциально в планку уходит что я увлекся естественно овер здесь можно попробовать ауе сопресс на офицера и на гранатометчик потому что там народу реально много я перекрою большое количество супостатов таким вот образом трех перекрыл только остается ниндзя который ни о чем пропускает ход с богом друзья есть несколько оверов левая часть дезориентирована кто-то горит это 4 пока пока что архонт горит архон другой убит дезориентированный трое глушены да опасным что это щит ё-моё там же щитовик же реальный был выходит да ладно никто не не а заверил искру а искра как бы 39 ну потому что не на овере стоял бы было 24 и так пусть по искре столяшка слава богу не попадает а у двадцать четыре слава богу опять пять дветоры быстрого трах большое подавление оуо богу вас и отменили серию оверфорчи ахонт летит мы ему обновляем огонь попадаем 13 и лука его ушат산 против второйses хотят горит Горит, бежит. Да, оверов вообще нет. Сняли все. Стреляют по искре. Нет, по пулеметчику. Блин, везет, что они в минорку не попадают. Хорошо, там сопресс есть еще. Дезориентирован он ничего не делает. Надо сейчас делать активнее. Ну, скорее всего, вот сюда, вот осколочную, по углу. Да, тут слишком высокая концентрация. Искра держится отлично. Там человек 5-6 и 1 осколочную задевает. Еще щит, а? Вот гады, а! Причем щит пятерочку добавляет. Может быть, даже жнеца придется врубать. Тут сопресс, все под сопрессом. Пулеметчика как? Мы можем достать? 50 на 50. Лучше осколочной, конечно, выбивать его тогда, если у кого-то там есть возможность. Осколочная 0, осколочная 0, осколочная 1, но под сопрессом. Вариант 1. Нет, не вариант. Надо, чтобы снайперу попадал, короче. Это 50-50, Михаил. Может, на десятку далековато. Нужно будет подходить реально сильно-сильным. Это фланги ты представляешь, Михаил. Вообще-то можешь подойти и сделать всем по выстрелу. 1 на 1 сделать, реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По всем попадем? По всем попадем из видимых. Ребята, готовьте протокол помощью. Бобер идет в бой. Лука. 1 на 1. 12 целей. Пистолет с патронами на огонь. Топовый, товарищ. Поехали. Клипчик. Вжух. Убит. Все попадания, это минус на два хода людей. Попал, попал. Не попал по пулеметчику 90. Попал. Ай, мимо. Ай, мимо. 90 не ту показывает вероятность. Мимо. Ну, там, да, это баг явно, 91. Потому что дистанция такая, что... Попал, хорошо. Мимо. Ай. Главное, пулеметчика не снял, понимаете? Сейчас через приказ в десятку делаем ему. А-а-а. Мы не можем сделать приказ через десятку. Потому что у тебя уже все... Отхожено, короче говоря. Может и кара вообще. И в тыл залететь. Снайпером оттуда выстрелить. Это какая-то... Так, можно попробовать рвануть там психом что-нибудь. Типа взрывчатку. Если достанем, скажем, вот до этого, увидим, то мы рванем. И сопресс снимем. Я не вижу его. А, я вижу того, главное. Вижу ли я того? Я не вижу того. Может, копьем достану? Мне кажется, в любом случае надо подходить сюда. И смотреть, кого там я что. Может, безумие какое? Может, копье достанет? Копьем не разочаровывает, на самом деле, по оранжу. Безумие. Восемьдесят восемь, наматонам. Эритный солдат, восемьдесят три. Тяжелый ерунда. Тяжелый. Команда адвентом. Эти могут и так ушататься. Я тут по трем запал, но проблем это осталось. Мне нужно как-то снимать пулеметчиком. Я могу, на самом деле, стрельнуть по пулеметчику и дать метку, по крайней мере. Десятку. Или даже поцарапать 10% невероятность. Давай попробуем. Сейчас мы увеличили вероятность 50-60 попадения снайпером. Мне жалко, что приказ не поставить. Тут у всех проблемы с точностью из-за этого АУЕС опрессом. Колоссальные причем. Индзи может выйти из инвизы и рубануть его, но... Да, давай так. Проверим заодно, есть ли паки с левым. Нету. Я предлагаю свободным действием просто нельзя врываться уже. Может даже со жнецом врываться. Вот он, элитный стрелок. Поехали. Ну, он не прикрывает 6 человек. На, скотина. И поджег. Хорошо. Топор поджег. Топор даже поджигает. Есть маскировка, есть этот. Давайте сейчас смотреть. Быстрое развертывание. Приказ. Приказ. Может быть и приказ, кстати. Здесь нужны пушки. Абамария, скорее всего, должна сделать выстрел. Артиллерийского нет. Что по целям? Этот скоро придет в себя на следующий ход. Этот тоже придет в себя. Этот горит только что. Этот. Ничего с ним. Вот его тоже ничего. Давай пробую тогда. То есть выстрел и осколочный, да? Осколочный как? Ну, вот так вот как раз. Прям вжуха по всем. Пробуем попасть раз. Ушатали отлично. Плотный огонь срабатывает. Уносим кавер, наносим урон. Вот так, наверное, в этот. Вот так вот. Шикардос. Много-много-много-много-много урона. Минус много-много-много-много-много каверов. Тут без каверов люди вообще стоят. Я бы врубил жнеца, но я тогда точно... Ну, я спулю пак, скорее всего. Что я могу сделать? Я могу этих накрыть сопрессом АОЕ-шного. Они все дернутся, я всех поубиваю. Первый вариант. Этих, соответственно, накрыть светошумом от офицера. Типа подойти сюда и закинуть, да, Аркаши? Ну, Аркаша сам по себе сейчас стоит. Неплохо он стоит, кстати. Он не достанет здесь. Достает даже отсюда. Неплохо. Не по всем, но... Но достает. Щитовик там наверху. Нет, этих хочется закрыть всех. То есть я Аркаши лучше вот так подойду. Тоже фулл кавер, но чуть поближе. Быстрое развертывание, точное. Кидаем сначала этот светошум. Не достает он все равно. Закрываем вот этих троих. Потому что они флангануть могут. А представь, один на один сейчас бы понят без каверов. Да, да. Неправильно последовательно. Сначала нужно... Ну, я хотел сначала убить... Снять сопресс, чтобы у меня была возможность снять каверы. А потом уже действовать. Так, у Димки есть выстрел. Есть двойной выстрел. То есть он шатает здесь. Если что... Можно на самом деле просто выстрелить по... По врагу. Одному из. Остальных накрыть. В общем, они действуют-то нормально. То есть у них нет зажигания. Да, давай. Вот так вот сделаем раз. Дим тоже хорош. Очень серьезная такая огневая мощь у меня сосредоточена в руках. Если бы мы одного добиваем, но лучше, я думаю, закрыть троих-четырых. Просто ауе с опрессом. Я бы делал быструю перезарядку. С мутоном надо что-то придумать. Вот так скорее, да? Раз, два. Ну тогда ты не достанешь гренадера. А гренадер у нас приходит же в себя тоже, да? Да, приходит в себя. Так, хорошо. У нас же есть еще рейнджеры прекрасные. Они тут отстрелить могут и на овер встать. Вообще им хорошо бы мутона как-то пошатать. Мушон. Мутон тоже приходит в себя после этого хода. Вот реально лучше как-то мутона повжухнуть. Потому что реально жнецар сделать. Раз, два, три, четыре. Вжух приказом и ушел. Слишком рискованно. Еще впереди два-три пака будет. Оно того не стоит. Как мне мутона ушатывать? Можно его подорвать. Можно сделать на него стасис. Можно, да как угодно вообще. Можно ему какой-то урон нанести. Захватывать их точно не нужно. По мутонам я психом не достаю. Здесь тоже не достаю. Да, приказ может не увидеть. Есть такое дело. Пострелять 54 конечно не серьезно абсолютно. Если бы запал хотя бы двоих задевал, я бы его использовал. А, вот так задевает двоих. Отличный гранатомерчик и этот. Давай-ка. Вжух. И взрываем. Скрипт. Ом. Кислотный ожог еще. Ну все, значит этот умрет. У них, значит, гренки уже кислотные пошли. Нифига себе. Так, Алиска на овер. Скорее всего. Может протокол помощи юзнуть. Меня беспокоит. Пулеметчик на самом деле. Который будет сопрессить. И лука меня беспокоит больше всего, кстати. Может приказом его еще увезти. Ребята, а как мне убивать мутона вообще? Есть идеи. Стрелять по нему 66? Не серьезно. Надо как-то у него хп снести, чтобы палачом проще было работать. Но снайпер его не видит. Спец должен на овер вставать. Тут сапресс. У меня выбора-то нет. Получается. Я должен в него стрелять. Если не попаду, еще расстрелять. Дебют пошел. Попади, попади. Вот нужно попасть. Попал, зажег. Все, вопрос закрыт. И встает на овер вочер. Стрелами, а выстрелами. Шикардос. Снайпер. Тут есть, ну, басы. Но этот левый умрет. А, ты же эти хотел сопрессить просто, да? Просто хотел сопрессить. Алиска, соответственно, протокол помощи, типа, на... Не, я луку приказом уведу. Не хочу искать. А луку я лучше приказом уведу. Не хочу. Вот он в луже, он потушиться может. Да ладно, чего ты рассказываешь сказки. Потушиться. Мутон. Овер. Так, лука. Лука, наверное, отступает вот так. Хотя ему было бы прикольно понаходиться рядышком. К моменту один на один. Если у меня был протокол помощи, я бы лукой остался на месте. Короче, снайпер на овере. Лука чуть назад. Пулеметчик закрывает с опрессом вот этих вот. Раз, два. Даже вот так вот, наверное, да? Да. Поехали. Индзи может уйти в маскировку, потому что в нем сейчас потребности никакой нет. Стрелять ему не нужно. А вот лут он может взять. Маскировочка и уходим. Да, лут он, конечно, возьмет. Не, он может взять лут. Что, призрак юзнул и взял лут. Какие проблемы? Это все равно горит. Да, горит. Но не... Слушай, давай ты не будешь... Размениваться. Поехали. Дезориентация снята, но там кислотный ожог. Он должен умереть сейчас от отравления. Дезориентация снята, но здесь горит, товарищ. Этот под сапрессом. Этот умирает от кислотного. Этот под кислотным плюс под сапрессом должен бежать. Его сейчас ловит пулеметчик. Этот горит. Хорошо. А что у него пропускают ходы? Не хотят стрелять даже. Слева новый пак. Ребята, слева новый пак подходит. Ниндзя его увидел. Большое количество леммингов, но как бы у меня закончились осколочные уже. Там максимум один залп есть. Кислотный ожог. Ой, не попал. Ребята, овер, 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 овер. Оверы, где оверы? Попал по искре 43. Ничего себе. А где там овервочи? Там же были овервочи. У Алиски были овервочи. У снайпера вот овервочи. Видимо, нет. Вот, Алиска попала. Шатал 1. У дальнего тоже попала. Еще минус. Хорошая реакция. Еще разок. Слоу-мод. Овервочи тащат, конечно. Рейнджеры топчик просто. Особенно сейчас с винтовочками с новыми. Зажегся. И еще. Там три выстрела просто в лицо. С критами. Там дезориентирован. Только щитовик выходит. Но фланга вроде нет. Тут фулл кавер по пулеметчику. Он мажет 20% где-то, да? Окей. Что, все, что ли? Отстрелялись, ну, басы? Фу, хорошо. Так, у нас. У нас есть пак, который живой. Подходит с этой стороны. У нас есть мутоны, которые... И этот с кислотным ожогом. Не факт, что он... Короче, я думаю, что нужно начинать с всяких рук молний. Овер-перезарядка точно выстрелит. А вы, Мария, выстрел один только, да? Подрыв завершит ход. Снайпер. Мне бы щитовика ушатать. Щитовика сложновато. Особенно с таким уроном. С такой вероятностью. Там десятку есть. И ход не закончится. Я думаю, надо вот так их разыграть. Вот в десяточку раз. Потому что... Мне, чтобы его убить, нужно либо кавер сносить, либо позицию менять. А я не хочу позицию еще здесь менять. Так, тут овер, естественно. Здесь... Реально, щитовика, если под контролью взять, это же бомба будет. Ну, то есть я смогу просто себе щитка вставать по кдх. Прикольно. Можно подрыв, на самом деле, сделать на щитовика. Можно подрыв, на самом деле, сделать на щитовика. Так, тут осколочно это на будущее. По мутону обязательно надо стрелять, потому что у него скоро закончится, а через дебют ты... Ты еще руками молниями можешь его добить. Но в этом нет потребности, потому что мутон догорит, скорее всего, учитывая текущий урон. Да. Руки молнии лучше оставить на следующем овервотче. Можно через приказ попробовать щитовика окучить. То есть так я не добегаю, а вот отсюда я его уже буду видеть. Овервотче там я не вижу. Подходим к психам. Аркаша у нас дает приказ. Бориусом. Спулить так можно. Безумие. 83, давай. Вжуха дезориентация просто. Плохо, плохо, плохо. Учитывая то, что у меня пробивания брони нет, снайперам невыгодно просто стрелять по этому. Либо если я... Можно обычно выстрел, пиздно, но и сделать. Можно овервотче... В смысле... А, этот горит, пофиг. Вот он догорит, пофиг. Потому что первый ход и не дойдет. То есть, по сути, мне нужно по этим просто стрелять и все. Стрелять раз. Надеяться, что зажжем. Зажгли. Все. Больше по этой цели не надо стрелять. Потом стрелять два. Но не по этой, а по соседней. Хотя бы разок попасть просто и все. Мимо. А, двойной вот такой вот, да? Что лисе делать? А вы, Мария, один выстрел. Но тут бессмысленный, беспощадный. Подрыв не сработает. Ладно, давай так. Мимо. Овервотч. Можно на In The Zone сделать, а лиски сейчас. Потому что левый пак, скорее всего, с пулицем. И я смогу пострелять прилично по ним. Так, остается Ниндзя и Снайпер. Не очень удачно, конечно. Тут ни другой ничего сделать не могут. Ладно, давай так. Попал, критонул даже 23. Хорош. Щитовика. Но я его все равно не захвачу. Но я его в ближайшее время из-за... Короче, уходим, друзья. Этот горит. Это с ним все понятно. Этот прекратил гореть. Он действует полноценно. Тоже опасно. Эти, в принципе, все полноценно действуют. Вот он догорает. Нет, он горит, но как бы у него обновлено горение. Поэтому он еще ход будет тупить. Элитность становится по-прежнему дезориентированным. Это любопытно. А, дезориентированным, потому что... Да, вот выходит на зону. На зону выходит против Алиски. У нее 6 патронов. Она мажет первый же 59. Ой, там народу, конечно, нацемать больше. Давай, поехали дальше стрелять. Зажгли офицера, хорошо. Еще пулеметчик стреляет. Ну, офицера, считайте, нет. Ушатали. В 3, правда, выстрела. Надо всем элитные настройки спуска. Еще бежит Алиска Индезон. Как вовремя Индезон опять использовал. Просто одно попадание, и человек выключается на 2 хода. Так, минус 2. Оверы шикарные. Следующий побежал. У Алиски еще патроны не закончились. Еще по 4 патрона. Этого зажгла. Все, выключены с поля. Поэтому даже успеет по гранатометчику достать. Шикарно. Зажигаем. Ракетчик. Попало. Супер. И еще один. Крит уложили. Ракетчик. Офигеть. Так, паки просто встречаем. Щитовик, правда, сучок, а. И эти будут действовать полноценно по искре, правда. Мажут, потому что там защита, а она на овере стоит хорошо. Второй раз с перезарядком. Ну, а что они могут сделать? Этот горит, убегает. Назад возвращается. Вот это полноценно действие. Там, во-первых, да, искра с меткой. Может, кто-то еще приджонится. А, второй раз искра просто критонулась. Офигеть, что они творят? Щитовик уходит. Дезориентированно ничего делать не может. Там новые должны подходить уже. Все? Все, ребята. Ход отличный, да? Встретили новый пак. И как бы с текущими неплохо так пострелялись. Двое горят, двое не горят. Мутонда горит. Снайпер. Сейчас, главное, не торопиться. Да, Алиса выстрела пять раз за свой ход. Пять раз за вот Overwatch. 9.17 можно тут по этому пострелять. Ну, давай, да ладно, копьем. Все равно психом тут особо здесь делать. Если подходить не хочется, потому что фланг сразу подставишь. Так можно, видите, ушатать. Тем более он в себя приходит после этого хода. Слева щитовика врубаю, пока щит не поставил. Это да, там лут, кстати, я услышал. Щитовика-то нужно, просто там... Мне некому там уже кавер сносить, понимаете. Некому. Он, правда, сидит за полу кавером. И, в принципе, я могу сейчас и скрою сдвинуться. Сделать овердрайв. И пометить его просто как... Тем более мне сдвигаться-то сильно не нужно. Мне нужно сдвинуться буквально на... Клеточку. Тут еще багнутые каверы, блин. Это догорит в этот ход, да? Закончится, надо его попробовать. И перезарядка у тебя. Либо ты шквальным... В смысле, подрывом снимаешь его. Тут руки молнии неплохо. Вот он не интересует. Тебе слишком далеко. А, вот, есть осколочная одна. Ёшки-матрёшки. Я же артиллерист здесь еще. Вот, что нужно сделать. Снимаем в полхода два кавера. Здравствуйте. Там еще кого-то сзади ушатали. Теперь он уже открыт. Доступен, в общем. Для звонка. Алиска не хочется, конечно, тратить на это ходы. Она вот здесь стоит, да? Она здесь стоит. Больше вот эти вот двое беспокоят. Они хоть и горят, но... Так, Луке бы позицию не менять, чтобы не было... Но, по факту, надо менять позицию. Но для того, чтобы поменять, нужно подойти... Нужно убить вот этого, избавиться от флангов. Короче говоря, здесь вот... Еще же один есть. Шквальный огонь не откатился. Жалко, перезарядка не халявная. Ладно, короче, давай пробуй пробить просто. Пробуй пробить. Все. Ну, 70%, но чего? Перезарядка. А то перезаряжаться, делать подрыв, потом тратить ход еще. Нет, это... 53. 53. Теперь может Лука спокойнее подходить. Наверное, все-таки вот так. Не знаю, кого я там увижу, кроме Метона. Никого не увижу, кроме Метона. Метон мне не нужен. Я думаю, что нужно искрой вот сюда подходить просто. Или рейнджером постреляться с дальним. А, он его не видит. Это неплохая возможность. Ладно, убивай щитовика? Пофиг. Одним выстрелом. Ну, может, крит будет? Может, уложимся в один. Не вложились. Но загорелся он. Так что мы про него забываем. А-а-а! У меня же был сначала этот. Сначала осколочная пушка. То есть я сейчас... Ничего не могу сделать, да? То есть я отходить не могу. Потому что рядом со мной стоит рейнджер. Я могу поставить метку искрой. Сделаем овердрайв. Не пожалеем. Поставим метку на 28. Там постреляем. Или для шалиска, или еще кем-то. Что пулеметчик действует полноценно. Но в отличие от... Давай. Было бы здорово, если она еще попала. Вот. А в Амарии может уже пострелять 43. По крайней мере, раз. Попадает. Как они меня радуют в этой миссии, а? Загорелся сейчас. Все, это тоже минус. И здесь мы встаем еще на два овервоша. Еще находясь там за фулл кавером искры. Единственное, что меня напрягает, это то, что искрой могут обойти. Здесь можно попробовать шибануть. Но лучше на овер я поставлю. Олиска еще не ходила. Она стоит вот здесь. Вот ее потенциально флангуют. Ее, наверное, переставлю сюда вот. Пусть это полукавер, но зато не будет темы с серией. Обошли, кританули, убили. Да и здесь тоже подойду, Аркаши. Все равно. Есть тоже овервотч. И тут овервотч. За лутом хотел бежать. Там где-то что-то... Ага. Добро. Как хорошо все-таки рейт идет. И плазмы... Плазменные винтовки отличные. И... Там новая броня хорошая. Патроны дракону всех прекрасные. Этот еще ход тупик. Драконы самая читерная вещь здесь. Ой, мутон пришел в себя. Не-не-не-не-не-не-нет. О-о-о. Ребята. Абсолютное спокойствие у кого? О, он сейчас может гренку кинуть. Надо ловить его на этом. Еще пак слева. Мэки. Офицеры. Снайпер первым инициирует. Ну, а толку от снайпера. Снайперу тоже можно дать эти помненные. Искра тоже мажет. Два мэка. Артиллериста вроде как. Нет, один артиллерист, один обычный. Ну, побежали, да. Попали по офицеру, кажется. Зажгли минус офицер. Даже жалко вот по нему вот эти вот патроны тратить. Мэк побежал в следующем артиллеристе. Его тоже вроде на овере ловят. Но чем больше я вот так на овере, блин, ловлю, тем меньше шансов, что я с мутоном что-то сделаю. Обычный, ну там продвинутый солдат справа. И мэк третий здесь, да. Красиво встречаем мы. Красиво. Еще овер. Это лука, минус три армора. Вообще топчик. Какой он? Он же им реально сектоподов уничтожает на язычах. Ну, просто потому что пять брони снести за ход. Изи. Шесть брони снести за ход. Изи. Вот этот меня пугает. Боевой клич. И вот сейчас он может действовать. Граната. Ну, все. Попал я. Вот это большая проблема, друзья. Потому что каверов у меня сейчас нет. Это капец просто. Хорошо, что они в искру стреляют. Это горит еще. Сейчас надо ультовать специалистами. Всех лечить. Один мутон, сучок, а. Один мутон. Который раз уже он нет. И этот еще действует полноценно будет. Ой, 87 повезло. Ой, повезло. Фух. Капец. Так, что у нас здесь? Светошум напрашивается. Серия откатилась. Два хода еще. Тут восстанавливаемся. Ранение на один. На три. На один. На два. Я бы начал все-таки с рук молнии. Прежде чем отходить. Все, минус нули мэка. Как? Не минус нули? Один хит. Овер есть? Оверов нет. Но нужно артиллериста отстрелить. Я думаю, что сначала мы снайпером просто попробуем артиллериста ушатать. Хотя там столько обилок, которые откатились. Я думаю, что... Не, артиллерист давай снайпером. Ты счастливы сейчас? С руками-молниями лучше, наверное, мэка ушатать. Вероятнее. Да, давай вот так и сделаем. Раз. Этот догорит. Вот он как-то хитро сидит, что я его не вижу. Вот из-за... Я не знаю, почему так. Я его не вижу. Здесь берем ултецкий. Может быть, врываться будем с жнецом еще. Сейчас посмотрим, кто там по... Продвинутой концентрации и восприятию. Для этого не добегаю. Но, в принципе, можно сделать крюк. Это же пятый пак. Максимум... Еще два я с пулем. Максимум два. То есть тебе нужно. Не, линдзи не стоит влезать. Мне кажется. Может, мы его увидим мутоном психом каким-нибудь нашим? Только с полукавера увидишь. Ну, точно убьешь, да? Да давай. Ты же ранен все равно. Сейчас мы мутончика ушатываем этого гвардейца. Это опасно, видите, как. Я думал, что если вдруг он начнет действовать, у меня там четыре человека на овере. Но я не предполагал, что в начале хода приходит пак еще до этого мутона. Причем они как-то поскипали ходы. А потом Жуха пришел. А вы Марию тут флангуют. Вот это ты, это тупырь. И по ним не пострелять нормальным. Надо, наверное, за искру прятать ее. Уходим. Можно закрепление сделать. Нет, закрепление не надо делать. Есть халявная перезарядка. Можно сделать его ЕС Апресс. ЕС Апресс, наверное, все-таки куда-то сюда надо. Это тоже не факт. Нет, от этих избавиться мы не будем. Рейнджером, скорее всего, подойду за полукавр и пострельну просто. Потому что там палач и палача у тебя нет, Вась. Ты разрушительный, а не рейнджер. Класс. Так, есть халявный выстрел. Щитовик. Это тоже, кстати, догорит. Ну, в смысле, не догорит, у меня закончится хадем. Надо выбирать между... Лучше вот этого щитоносца. Ну, потому что у него хитов ушатали хорошо. Собода выстрел на. Прекрасно. Элитный прицел это же решает. Шквальный огонь, кстати, есть. Шквальный огонь может зайти. Очень хорошо может зайти. Сержант, потому что ближе он к флангу. То есть вот эти товарищи опасны, потому что они могут найти какую-то цель ненужную. А этих мы встречаем как бы лицом к лицу. Здесь, скорее всего, ауэс опресс направо. То есть мы можем задеть того. Да, это вот хорошая тема. Так, Алиска, протокол помощи будем делать? Или сразу всех лечим? Протокол помощи будем делать. На кого? На... Давай на луку, он красавчик. И восстановление. Поехали. Михаил отстреливаю всех поджаренных после воды, если не ошибаюсь, вероятность оттушения. Лечим всех, в общем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И справа, кажется, тоже был какой-то, да? Нет, четыре. Хорошо. Можно доп действия Алис кидать, потому что она же клевая. Здесь я точно на овер встану. Можно не пожалеет светошум и закидывать светошум на одного. Но это... Мне кажется, это неправильно. Надо уйти рейнджером. Хреново-то ушел рейнджером, что-то... флангует. Но зато ты можешь этого ушатать. Не, лучше перезарядись и сделай тройной овервотч. Шикардос. Ниндзя оттупит. Аркаша. Терпеливо ждет. С богом, друзья. Уже вроде как пять паков, а то и шесть. Это догорает. Это под сапрессом. Сейчас огонь у этого должен был закончиться. Если левый сейчас будет дергаться, а он может, конечно, пострелять по луке, но у лука под... под протоколом помощи это стрелять решил. Сразу ему отвечает рейнджер, потому что есть абсолютное спокойствие. Ушатал. Вот лучше, чем один выстрел, правда? На овер правильно поставить. Ну, хорошо тут. Маловероятным, потому что овер. Этот убегает. Может быть, успеем пострелять? Нет, не успеем пострелять. Он стрелять по искре тоже крайне маловероятно, потому что он и под сапрессом. Четыре процента вообще. Вероятность попадает. Все. Разобрались с пятью паками, друзья. Пять паков. Пять. Тридцать девять убитых. Спасибо, Гольфман. Гольфман наш. Щитовод. Халявный выстрел плюс подрыв. Не уверен, что подрыв здесь сработает, конечно, но сделаем все равно. Сработал подрыв. Страйпер может... Ну, потому что хочется, чтобы рейнджер добил. Если мы снимем, то ему хп-шечку рейнджер с хорошей вероятностью его просто дошатает дебютом. И встанет на овер. Класс. Алиска тоже на овер. Хотя она находится, видите, как неудачная. Может, по три раза... Нет, маловероятно. Веерный огонь. Выстрелите из пистолета три раза по одной и той же цели. Не обзажечь его. Вот еще будет. Ладно, давай овер. Любое действие овером ответим. Отойдем еще Аркаше сейчас. Может, конечно, тут еще психом как-то попытаться... Пытаться, попытаться его убить. Взорвать ему гренку, например, вместе с кавером, потому что, по-моему... О! Ну да. Я сразу увидел количество людей и подумал, что спулил два пака. На самом деле, просто нам показывают количество трупов, у которых есть взрывчатые вещества. Так, бжух и минус семь, но кавер стоит. Где он перезаряжается? Тоже на овере стоит. Че, здесь можно уже потихонечку двигаться и искать паки. Тот, я думаю, просто не выдержит. И выбежит. Эй, а где овер-то? Где абсолютное спокойствие? Мы же должны были среагировать на него. Подстава, конечно. Ладно, давай, искрой метку. Ставим, добиваем его. Он спасает мир. Да, стараемся. Снайпер. Добивает, кажется, судя по лагу. Хорош. Вжух и готово. Пять паков, изи. Эвак надо было кинуть. Как вовремя, так идаешь эвак уже после пяти паков. Перезаряжаемся, делаем оверы, готовимся. Алиску ставим снова за фулкавер. Лука, конечно, красавчик. Красавчик, Лука. Здесь бы тоже уйти. Игре Андреевичу. Бойцы прекрасны, конечно. Просто прекрасны. И очень радуют. С этими, с двойными стройными наблюдениями, с патронами клевыми. Слева шаги. Враги с левым. У меня есть крюк, если что. Никого рядом нет, прекрасно. Вот вообще хорошо стоим. Вот только псих не за фулкавером стоит. А так все вообще отлично. Снайпером, конечно, можно перелететь или перейти, а вот эту штуку оставлять просто на перелет. Вот это хорошая штука. То есть, если ты встал на позицию опасную и тебя там спалили, ты просто вжух и улетел. Слева Мэки. Сейчас снайпом, пожалуй, заберусь сюда просто. Я боюсь на полный ход, потому что справа же могли быть тоже враги. И багнулся звук еще. Слишком много, слишком много экшен. Так. Снайпера заводим. Тут проблема в том, что каверов нет на этом пароводе. Вау! Пожалуй, это снайперовская в сывке броня. Мне кажется. Подходим, смотрим. Тридцать девять, да, говорили? Ну, сорок, видимо, человек мы ушатали. Да слева, слева, похоже. Да, пак. Даже, кажется, спулил. Дроиды, захватываем. У меня есть и светошум. Так, змея сразу испугалась, потому что этот человек носит одежду из шкуры нашей. Ой, захват. Не-не-не, ту редко-то надо захватить. Пока там дроид долетит, мы, может, его... Да, ДВЛЧ протокол блокировки. Нет, управление маловероятно. ДВЛЧ снайпом ты ее снеси, пожалуйста. Туретка мне совсем не нужна. Не факт, что снесешь. Ладно, давай так. Че, хватило, что ли? Да, хватило. Так, ну, сейчас отводим. Но надо снайпера убирать. Я думаю, что Overwatch'а тут вообще не нужны. Они даже вредны, я бы сказал. Михаил. Круто ты попал на ТВ. Там еще мэк артиллерист, капец. Че делать? По такому помощи, че делать? Заморозка. Я вижу лучника, я знаю, что заморозка есть. Но тут проблема не в каком-то конкретном юнице, понимаете. Проблема в том, что я не могу... Я крюком тут не олем. Кратаус там сыт. Я даже грешным делом думал, что сюда убежать. Нет, там еще пак будет. Уверяю тебя. Вот смотри, фулкавер, фулкавер. Причем без вижен. То есть ты идешь куда-нибудь сюда. Ага, тебя оглушают. И все. Я что-то хотел. До приказа далеко. Нет, у меня там у ворот конский, конечно. Где-то 60+. Захватить раньше времени вряд ли получится. Я бы Аркашу поближе подвел. Сейчас прямо на полход. Чтобы приказывать следующий ход. И Света Шум кидать следующий ход. Может даже слияние разума сделать. То есть психоподвести еще. Ладно. Поехали. Змея паникует. Как же он нашу мамку-то? Эх. Щитовик. Еще один Краталус. Овервач. Вот это вот самое опасное. Ну хотя протокол восстановления. Плюс у меня там еще защита. Там процентов 40 он что оглушит. Промах. Хорошо. Забей. Забей вообще. Фулкавер, протокол защиты. Ты тоже не попадешь. Просто на полход. Я бы скру починил, конечно бы. Эээээ. Стоп. Фланг. Это обосновait. Попал. ранение у аспиранта ладно неприятность это мы точно переживем уже как бы easy легкий шаг да да вертел вертела я вас там извините зажали все порядке выбрался все в порядке тут как бы с фланга хочется по элитному офицеру но мне что-то стремного там не хочу уже не хочу сюда здесь оставаться 1 over конечно их сюда приманивать проблема в том что реально снайпер очень сильно рискует я бы не стал его оставлять там более лучшего свалю оттуда там змея рядышком так сейчас будет ход на который не будет вообще никакой очень потому что первыми вырваться вперед дроиды дай бог я их ушатаю моих ушатаю поэтому надо сделать так чтобы подошли дроиды я кидаю аркаши светошум скажем вот отсюда ладно искрой сделать кёгра потому что она и метку может поставить она не убьет двоих дроидов так паника снята змеюка собралась эти бегут гады овервотч вот-вот-вот-вот-вот кто мне нужен давай ближе ближе вжух все сюда аркаши соответственно светошум ломаем и дальше на оверах остальных встречаем тут чистое поле я не знаю к ним бежать будут да как попал то 25 по защите хорошо что ее слияние разумов делаю еще один стреляет нет фланга тут нету нифига себе они дают ребята вы чего быстрое развертывание света шумовая вжух аркаши уводим всеми прям встречаем остальных единственный единственный момент может быть стоит не захватывать прямо сейчас у этого потому что если захвачу они отвлекутся на него мне не нужно чтобы они отвлекались на него мне нужно чтобы я там с целью рабочих все 249 какая-то ересь надо вот по этому дроиду стрелять наверное двойным все-таки давай не забудешь ты змеюк легкий шаг всех на овернию встретишь это да так убрали одного дроидом реально нужно змеюк пытаться простреливать учитывая легкий шаг снайпером пока на не вышло получилось череска сюда нет не нравится то что здесь такие камеры они могут могут меня флангану с флангу могут сприть и на овер и отступаешь ручишь 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 ты бежишь бежишь со смещением желательно вправо чтобы товарищи с они же не видят ничего нет это может надо бороться еще на нем пока давай сюда просто уходим друзья ломать дроида пока не будем там подсветить его можно в пол хода будем ломать его через вот наверно когда он придет себя подойдет к нам уже и те подтянутся за два хода камнем да ладно забыл господи там же артиллерист капец я забыл про артиллеристом искра раненым что ниндзя идет подсвечивать его еще не вижу нифига еще в его надо убить как-то не убью я снайпер моего с одного стрела до разбегаться и лечиться ой крит шатал ушат она было несложно так алиску могут флангануть алиску могут флангануть сломаем дроида про учился нет еще один ход нужно он сам плетит я там сам не прилетит сейчас на вербуешь его встречать там офицер еще один две змеи вот не делаю реальную игру очень блин опять нельзя делать вручущих я действительно хочу змеек ушатать аспирантом прячемся сюда нельзя сейчас дроид приходит себя летит ко мне и все еще сделать поэтому я в ханкере друзья даже вот так сделаем защиту искру нечем больше лечить я ханкерю а я могу сделать эндезон здесь что дроид полетит с той стороны а вот змейки змейк можем здесь встретить успеть хорошая тема я много мелких ранее не получил это расстраивает расстраивает вот приходит себя дроид защиту от злому не навсегда как бы и змейки овер сейчас стреляет самопожертвование срабатывает потом фланговали алиску овер овер и дроид сейчас бы мы его точно ушатали бы тихо не надо я все хорошо живем карте алиска уходит у этом искру про 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 искра жизнь спасла реальным тому искры вообще нет хп там пахи тау искры овер врач овер врач так дальнего кротала со снайпером да ну потому что он не сопрессится овер врач на снимается уже садил бах хорошо 2 овер врач надо снимать скорее всего вы марии накрывая вот так это у и с опрессами раз два три перед этим надо пострелять желательно человеку которого больше хитов пусть шанса значительно меньше но если еще отлично ушатали минус 3 сняв его из опресс я могу повер врач точнее я могу алиска отступить захватить дроидом сто процент невероятность 30 дейс пэсс ант фива хастами летит рэл дэд видимо вот салфинкс never change and they tell you again ну бас ясно берем дроида сейчас прям в включимся в искру будем чинить ее надо будет еще морозить или дым кинуть чтобы из крови задели шмин хотя они будут все равно с этого скорее всего быть по другу не знаю насколько целесообразно вообще выстрелить раза в одну и ту же цель причем он стреляет не пистолетом в описании ошибка выстрелите из пистолета три раза по одной и ту же цель и потому что урон такой как будто не спит они это у нее как раз 8 уронов отдавая пократала сам бокс тобой один раз попал уже хорошо зажег ради этого делом еще вы достать дальнего чтобы тоже загорелся шикарно шикарно рейнджеры пистолетные прекрасный просто прекрасный так можно пока кого-то подлечить можно вообще уйти за ковр за нормальный для начала можно накинуть там не надо ни на кого накидывать надо искру убрать если они разума по пулеметчикам а там ковра нет ой что ты сделал там конечно не атакуют люди но вообще-то мне не нравится это эта идея вообще так стреляем на халявку раз все равно пофиг что они горят пофиг что мсапресс стреляем 2 2 рейнджер принялся один там уже все сделала этот еще издевается и вот тройной овервоч можно через приказ конечно было и спасти но можно шквал очка тут немножко прижать человека дали я не уверен что что это последний более того мне кажется что еще один пак будет поэтому совсем не хочется вообще можно было попробовать в инвиз уйти давай хантер с богом горят люди тот дальний горит мэка убили змеи убили возможно там змея змея одна которая отставала сейчас должна подойти там третья змея я не помню сколько их было два дроида две змеи мэк офицер это уже шесть да и вот эти вот двое тогда все это больше больше никого так все дроид за нас играет это прекрасно можно даже а приказа ему нельзя додавать дроидом увы я будем искручение не знаю подействовать не подействует ремонт джух 48 говорят а так все уже получается это последние есть мне нужны еще еще подморозить например да для того чтобы они не гуфнулись невзначай один догорает а второго можно типа подсопросить или реально заморозить давай заморозим тогда даем мне по крайней мере два хода нужно хотя он все еще горит сколько он будет еще гореть один ход терпим проверяем если там еще кто-то дальше не видим никого тут заморозка у ниндзя есть на самом деле то есть что ничего страшного не будет если я потрачу сейчас заранее заморозка на случай если реально его отпустить он не умрет его отпустят уже было такое шпатух не дарда он мне три заморозки осталось пусть о элитный офицер больше не горит ничего себе реально тушится 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 следующий ход никаких оверов этот замерз этот упал дроид наш шикарно еще развед данных на этой миссии благодаря аркаше подфармин самое главное конечно искру еще починить сколько там мы в прошлый раз 4 до починили 4 еще один ход еще один ход берем лук пока все равно настройка спуска нужно элитная еще я пожалуй встану рядышком с ним чтобы в следующий ход его уже ушатывать следующий ход он разморозился но не действует насколько я понимаю ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой щитовик же еще и этот действует нормально оказывается и аркаша под полукаверам час ай метка слава богу короче надо мне понять как считать вообще эту тему с короче ремонтируем последний раз ушатываем дроидом ушатываем спанга элитного офицером почти там есть кому добить аркаша аркаша чего тут можно подойти и уйти в инвиз для начала хорошей вероятностью хорош и встречать да нам только этого добить давай скажем точная армор сразу снимает выстрел три армора за выстрелом не двойной есть и overwatch мега-мега-мега товарищ так аркаша назад даже сильно назад встречаем врагов на overwatch он такой недотёпа вообще ну есть у нас снайпер который продолжает по флангу мочить жук но без крита так его жалко я мог бы выйти из инвиза не видел и пойти его рубануть если был уверен что это последний пока вдруг тут 55 человек вдруг там еще один пак бежит бежит беги-беги-беги-беги-беги хорош поехали все я думаю все на овер и примут он не успеет даже нельзя спулить его тут не простят просто просто минус 3 брони огонь а еще снайпер еще давать нет эй не успеет не успеет не успеет есть готов ничего это последний не факт до последние 53 человека 7 ранений друзья 7 но они большинство минорный конечно жалко основную группу которые которые причем по глупости один недогорелый мутон а другой мэк артиллерист надеюсь там полевой хирург сработает надеюсь там сплавов много дадут или дадут 51 горит гольфом потом хм косяк бывает бутон конечно натворил делов 66 11 5 ну ладно нет племячка в море 12 7 43 кенга мы вы не вычинили кристаллы сплавы тоже без бонуса такая беда реально я неделю сейчас не могу нормально я ходить 6 6 5 1 8 7 зефирка скоро выйдет разрушитель 5 а искра что-то то чинится то не чинится ну видимо определенные типы миссии fallen ranger 7 дней короче неделя без миссии ключевых да тут тебе может прилететь рейд в два региона сила 8 нападение на освобожденный регион очень плохо михаил очень плохо ан тут семерка правда вот отсюда может прилететь восьмерка искру жалко я так и не понял по какому принципу они сделать еще искру там может быть конечно в зоне испытания там более полезные вещи дымовые бомбы панцирные бронеплиты хитиновые бронеплиты искра чинится на тех заданиях где он не получал урон имха нет не очинил я на тех заданиях где она получала урон так ну что может у аркаши что есть аркаши руки молнии пистолетка не очень потому что он гранаты использует можно пептару дать готов бою я не брал потому что как бы жалко было столько времени тратить меткость мобильность очки здоровья воли хорошая пассивная штука уничтожить ретранслятор 67 и как сейчас будет рейд просто а то и два рейда так лазучек неплохо тут нельзя в вырывается по скилу вперед добрый вечер паут ворка всем привет тебе бойцов не спасет от ранений а искра танкует на сам думай там не только хитин там пять защиты они бы спасли от ранения для питания сейчас доделается на склянка через 42 часа это квестовая штука основная выходит на контакт есть lemming еще один как-то неохотно в люди выходят на наем это типа снайпер но учитывая мобильность я думаю можно взять и выучить еще спецам но это все равно на бассейне даже короче неважно не хватит времени докачать с партизанка 10 дней потом еще 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 подскажи тактику на короля берсерков там нет особой тактики должен работать по одной цели то есть я должны быть заморозки две штучки у гранатометчика заморозка я персональная а дальше все по одной цели то есть ты делаешь разрыв то есть метку разрыв двойные выстрелы там броню над если надо снимаешь то есть просто по шагам и все там как повезет боюсь 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 неделю для питания это так на будущее плюс инжа можно зафигариться на типа можно сделать последний например этот станцию связи с сопротивлением недорого достаточно долго может быть полезным 125 до может ничего деньги реле питания можно улучшить инжа закинуть это не проблема от контакта реальным хотелось бы хотелось бы иметь возможность подключать регионы разве данных маловато мне кажется что вот отсюда сейчас прилетит отсюда прилетит на один из этих двух регионов на всякие случаи и тут разве данными потому что здесь семеркой как бы есть он по что они могут прийти в любой из регионов не обязательно смежный где-то надо проверять конечно не спешат спать и причем каждую неделю новость от адвента попытки свете по уничтожили лемминги да 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 за револьвера назначена награда ретранслятор это атака потенциальная до новая цель так освобождение инженер из опять из города хорошо будет минималка но и хорошо мне время не дает прилично вообще берем какого-нибудь из нинс которые что меня реально не снят что ли а обучение способность лесориус помимо проникновения этот обучается я думаю что где все ниндзя там были такие прям топовые при топовые выбираем гренки естественно макс мобильность да и в принципе убираем вот так хотя дым в таких миссиях может пригодится но это опять ивак понимаете это опять довольно серьезный такой элемент рандома глушак не нужен ты так на минималку проникаешь и зиму можно было бы несколькими пройти но я не буду это делать во первых мне не нужен особая liberation в этом регионе принципе я выполняю миссии исключительно выборочный денег мне и так хватает если бы не хватало я на черном рынке там зависала трупы десятками продавал так на контакт кто-то выходит кажется ученый пришел из 14 вот в европе поиск рекрутов сработал сколько здесь у нас народу теперь восточная европа а нет вот здесь в западной европе 9 человек ладно терпимо 4 региона освобождены 5 нет разведанные материалы кто-то там что-то то ли наем опять еще одного лейминга то ли мне кажется ученого дали задача завершить теневой проект исследования склянки и завершить теневой проект скрыть аватары финалка близко как никогда я помню по крайней мере снайперские винтовочки или или вообще защиту бы сделал фомбич поздравляем скорострел смотрим дальше она у него ветка пистолетный или собственно выбирает ну фомби хорош он метки рейнджер метки докачан до конца рейнджер не такой конечно как другие потому что ему не повезло на старте с с этими а почему ему артиллерийский не взять артиллерийский отлично зайдет фомбич бедный форме ну ребята не я это выбираю понимаете я не виноват новая цель опять liberation ой специалист из транспортного средства два дня десять часов значительная активность но в принципе сюда можно послать спеца плюс ниндзю спеца отдать ниндзю с приказом там не нет ниндзя с приказом один ниндзя ранен двое учатся блин на спеца вытащить оттуда других офицеров нет с обучения надо вытаскивать архаши есть офицер это не тот человек револьвер надо на эту невыполнимую миссию отправлять друзьям только он может справиться револьвер револьвер так он здесь он учится у нас видимо в партизанской школе да это ну вообще миссия на два дня с небольшим спасти випа это как бы сложновато но для револьвера который вытащил склянку из-под 40 врагов и выжил при этом нет ничего невозможного короче на него поэтому берем ревчиком даем ему элитный глушитель ладно модифицировать глушитель и берем левинга либо спеца для спеца это мы будем оставлять просто вот тоже глушак и глушак мы тоже оставим потому что спец мне очень нужен а вот очень нужен спец это кроме алиски нормальных никого нет придется видимо разведданными сюда значительно сколько союзников рев загубил много он всегда работал в паре у него за плечами за спиной где-то миссии 15 и живых очень мало о тейка восстановилась хорошо восьмерка все еще активно разведданный вдруг в силу адвента или какой-то dark event вообще у нас ситуация неплохая прогресс аватара чуть меньше половинки 4 региона освобождены топовая тима потеряла где-то за всю игру 3-4 реально прокачанных бойцов топовые пушки в процессе броня топовая все 3 dlc выполнили секретные вот это вот зал теней проекты 10 часов единственное ранение новая цель о аватар ретранслятор 13 дней незначительные причем в значительный прорыв это нужно предотвращать но вот кем предотвращать хороший вопрос я думаю надо брать психа на прокачку брать нормальную тему типа тейк от брать который восстановился на хорошие характеристики брать аркашу даже ой можно в принципе по стелс попробовать пройти то есть взять парусный перо черт что же с крой там не делать а алиски не будет 6 дней до 6 дней кого еще качать некого качать а рейнджер протоку вот он точный рейнджер плюс у него уже пошли пистолетки какие-то ладно давай снимаем броню и квипаем их 7 дней 10 часов многовато будет даже несмотря на то что сделано соответствующее этим чтобы убрать одно пулеметчику беру ну выигрываешь больше суток это будет в любом случае минималка так гранатометчик тейка 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 на нос там на афэнс гранатометчика учится и можно кстати сделать уже этом тоже гранатомет хороший не зажигательная не ем кстати надо бы сделать еще зажигательным и а кислотку стандартный модуль без элитных защита модуль стоит хорошо то есть тяжелая пушка ок здесь псих псих не точный просто защитой и можно броню обычную дать винтовку гаусс естественно усиленный улучшенный пси усилитель нейрохлыст напрашивается и дым аптечку лучше я как раз есть я не буду есть пушку делать хорошо если моды накину какие-нибудь стандартные и хватит с ним так аркаши гранатометчик с прошлой миссии перекочевывает стабильным снайпер с прошлой миссии да только вот мне кажется что нужно менять пульку менять пульку на ту же самую драконовскую это да а вот братку нужно прям по полной программе боевой костюм винтовку нова пушка так винтовку не ту винтовку нужно изъять оружие короче так будет проще плазменная винтовка элитно расширенная длительная настройка спуска элитное автозаряжение пистолет там будет минималка друзей там будет 9 врагов нас шестер что браток такой грустный а у него кажется стресс после после прошлого так давайте этой тоже подруги поставлю все таки армор нормальный боевой костюм и пушку нормальную может научиться трассе крафтилитные моды да но там зоне испытаний есть проекты более важные сейчас они идут на 5 защиты в частности что идем в пятером штурмовая 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 снайперы штурмовая моды есть моды есть так себя будет на шесть дней но с другой стороны это dark event и сила адвента 3 главное чтобы сейчас рейта опять же не был не словили бы то придется сюда ну на самом деле отсюда можно вытащить людей учитывая 13 дней поэтому какой-нибудь снайпер плюс ниндзю пусть выполняет просто я хотел бы эту миссию если что использовать так назначается в убежище два человека новая арктика разведданные и восточная европа отлично что склянка готова вот оно что это такое все еще не могу поверить что дело дошло до этого очень надеюсь что эти мрачные картины наше худшее открытие на сегодня доктор не убивают нас что может быть хуже ща узнаем я включила зал тени напрямую к бортовому компьютеру вообще молодец он занимается сортировкой полученными нами материала самовозвращения каталогизировал последовательность методический код бесконечное количество комбинаций на все степовыми маркерами человеческими маркерами маркерами их там наверно тысяч десятки тысяч и процедура еще далека от завершения поэтому нам нужно чтобы бортовой компьютер показал нам откуда они взялись составляя данные полученные взломной сети адвента это карточка пациента одной из клиник генной терапии аватар так что там такое в этой склянке я так бывает даже самых страшных кошмарах не видел а мне снится всякое доктор не томи полагаю мы нашли пропавших людей но они мертвы но это невозможно генные клиники миллионы людей в ожидании помощи медицинская проверка и отбор подходящий кандидат отправляется в этот проклятый комплекс где превращаются в материал который сейчас перед нами нет нет но зачем не буду даже гадать но никакие исследования не оправдывают подобное это геноцид доктор эти люди идут к нам к ним добровольно какая деловая мы пока не знаем что что они с этим делом можем выяснить когда этот вот производственный комплекс повышенные меры безопасности обычный состав охраны более на счет на скриптовой миссии нет чем андер я очень рекомендую нанести им визит я поддерживаю потому что буду здесь в очках стоите тупить а вы будете жизнью рисковать нет исследовать координаты и склянки секретного объекта завершить задание по координатам склянки начали любопытство и восторг по поводу наших ранних открытий связанных захваченными данными пришляется полностью угасли результаты моих последних тестов весьма тревожны проанализировав состав зеленоватого вещества добытого на секретном объекте адвента я могу сказать лишь одно револьвер красавчик и это место было предназначено исключительно для очистки и производства концентрированного генетического материала человеческого генетического материала бросив все силы нашего корабля на анализ вещества и обнаружил что одна такая склянка содержит уникальные человеческие геномы принадлежащий миллиону подопытных миллион отчаявшихся людей которых убедили присоединиться к адвенту а потом подвергли ужасным экспериментом которые стоили им жизни для чего это все я могу лишь догадываться ртайган так ребята тут мы возвращаемся к исследованиям броня тень это для призрака хорошо но призраки у нас но смысле ниньс штурмовая пушка какая-то из этих пушек если мне кажется что если я возьму и сделаю пушку для пулеметчиков мне откроется пушка сразу для искры ну точно не штурмовые либо плазменные либо лучевые на самом деле у меня два пулеметчика снайпер как правило один ходит хотя и важный снайпер серии день в принципе норм я думаю что надо пулеметчик убрать потому что они и стражи и двойные и тройные выстрелы и выстрел после так и двойной и такой короче обойдутся снайперы я возьму лучевую пушку дело копьем снайперов экипируешь нет я лучше не выбрал либо одного максим двух снайперов и квипать но скорее всего одного снайпера и квипать либо хотя у меня и скрыто нет считай ладно давай говорили уболтали меня уболтали короче друзья там должен был появиться объект новый я предполагаю сколько там по проникновению класс 37 человек 225 материал это кстати не смотрите сюда это вообще не прошлый раз меня только подвело командир сектоидов дрон охотник адвентом мутон кстати по составу правильно говорили а по количеству неверно привратник привратник шарик который ничего не делает элитный щитоносец элитный офицер тяжелый мэк архонт на и гвардей сектопот мутон насколько мне тут проникать скажите а чё сделать то в этой миссии может тоже постол себе попробовать пройти закинуться на развивку сначала парнись что это такая шеф в этом задании необходимо будет вынести солдата из боя в настоящий момент в отрезе никого нет кто был способен выполнить эту задачу базы проникновение 16 дней я предлагаю сделать разведку реально исходить так же как на факту хотя бы для того чтобы понять кто там и что нужно делать возьмем ниндзя нубасов а четыре дня вообще ези до разведочку проведем такую можно взять кстати книги нубасы ниндзя ниндзю офицера или sorius будет готов через 9 дней можно отменить так давайте перерыв две минутки я в одно место сбегаю это месте где нужно вынести костюм с базы если помнишь звонила я помню была тестовая миссия на старте ты выносишь костюм но короче ладно пойдем в разведку двумя ниндзами тем более что там проникновение видим меньше чем неделю уложимся и как раз у нас одна миссия 67 дней и ранений как раз на недельку то есть вот мне все равно час никого посылать получается а Сейчас мы пару еще костюмов сделаем паучьих Пару паучьих костюмов Новая цель, новая цель Да вы издеваетесь, ребята, вы чего? Какая новая цель? Я тут не успеваю подтаскивать Да, на паучьи костюмы хватит Блин, такая толпа тут Да-да-да, я понял Так, берем ниндзю офицера 17 маневренность Ну, он тоже из низов самых прошел И ниндзю нубаса Производим предметы Броня Паук Один есть, второй добавляем Это же для рев задания Да он занят, он на другой сейчас миссии Ну, вообще, да, по уровню это револьверовская миссия, конечно же Так, костюм паук Мобильность плюс один Здоровье плюс один, уклонение Десятка, главное, захват есть Стоит ли Лиссориус как-то укреплять Двадцать один маневренность Ну, сумма с этим Улучшение оружия Вряд ли Три, три, три дня проникновения Ну, двоих они Быстро, быстро Ребята сообразят Возьми кумулятивный заряд Реально он может пригодиться Кумулятивный заряд Стоит дешево Десять баксов Можно даже два взять На всякий случай Поединички Маневренность все равно такая конская Что Я не буду так далеко бегать Два кумулятивных А эти не буду брать Глушаки Потому что все равно тут Два дня, двадцать два часа Забей То есть есть приказ Есть дополнительная маскировка Тут есть скрытность Призрак Вроде хорошо Можно, конечно, Лиссориуса На всякий случай Дать дополнительную Нет, не надо бронеплетки Привет, Витаминыч Привет, добрый вечер Воля, ну ничего страшного Если дело дойдет до стрельбы То значит, что мы уже проиграли Но вообще, миссия изи Проходите всем человек Зачем это табус? В смысле? Потому что мне некого посылать сейчас Просто И я не знаю, что на этой миссии Как бы вообще Логика отличная CFM Ты расскажи Ты проходишь Ты проходишь без сейвов Вот я не знаю, что на этой миссии Я до этой миссии Шел там 57 частей И вместо того, чтобы Посылать туда сразу отряд Я лучше пошлю Все-таки парочку ниньс Потому что в прошлый раз Когда я послал более-менее отряд Ты помнишь, что было? Минус три человека Вот Если как бы ты знаешь Ты проходил Или у тебя есть возможность откатить То, конечно Конечно Но я лучше Сделаю разведку сначала Нубасами Тем более, что основной отряд У меня все равно Неделю отдыхает А потом уже Уже прошел неделю назад Ну, молодец Но я пока не знаю, что там На этой миссии Вот и все Неделю назад Короче Ждем, сканим Правда тут Liberation Уже сканить особо не нужно Можно попробовать Помочь где-то в другом месте Ну, типа с ловлей И атаки, например Хотя это так себе тема Блин Извините Партизанку сейчас посмотрим Ничего Центр военных технологий Там, кажется, загруженный Да? Загруженный Зона испытаний Дым Прогрейдится А потом будет защита Дым я давно делал И плазма делается Доход невысокий Тут восьмерка уже Ой-ой-ой Ладно, давай здесь Т-3 Гремлина в мэме Ну, потребность Такой острой В взломе Этих нет Т-3 Гремлины Ну, сделать можно Вроде как У меня есть дополнительный Этот Сектопод убитый Даже два Так Так Тут соточка 22 часа Заметная активность Рейд Вот этого я боялся Пять дней Очень хорошо Что заметили мы его рано С вами За пять дней У нас успеют Во-первых Вернуться Отсюда Бойцы И Скорее всего Вернуться Некоторые Полечиться Короче Рейд Нельзя пропускать Такой Хоть Шестерочком Бойцы Ресницы Почти все Да, я помню Мне просто Хотелось бы Еще рейнджера Отсюда Вытащить Из этой темы Ой Нет Не видно Если я С этим Разговариваю Как Знаменитые Женские Вопросы Подходят Говорящему Микрофон Такая логика Это вообще Конечно Такая логика Да Вот это хуже Кстати Ну во-первых Тут один день Всего лишь Откуда Так это Прилетело Здесь А уже Приготовил Ладно Друзья Пора Ужинать Я благодарю вас Всех за внимание Завтрашний Завтрашний Не Не надо Завтрашний Или Послезавтрашний Стрим Короче Следующая часть У нас Колоссальные Короче Планы Во-первых Пронимаем Решение Защищаем Лима Этот регион Или не Защищаем Второй момент Идем На рейд В регионе Шестеркой Семеркой До этого Идем Двумя Ниндзями Пытаемся Выполнить Квестовую Миссию После Склянки Которая Параллельно Делаем Снайперам Винтовочки Че еще там У нас А Делаем Броню Защитную Четверку Ну и Надо уже Заканчивать Игру Ребята Мы уже Можем Мы уже Можем Я чувствую Что мы близки Близки К развязке Сохраните Выйти Проходим Короче Идем Играет Волец Говорит Ёйка Чур Тебя Какой Волец Массаж Волец 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 Волец